Я приветствую всех, кто собрался на эту лекцию. Конечно, учеников нашей Школы Федерации, но я здесь вижу представителей других школ, йога-центров, традиций. Я так понимаю, что в зале сейчас около тысячи человек, и около 500 человек уже присоединилось к нам в онлайн-трансляции. Думаю, что это количество будет и больше, потому что действительно тема истории йоги, она чрезвычайно актуальна для любого человека, который, собственно говоря, йогой занимается. Действительно, когда ты занимаешься каким-то учением, вначале тебя просто что-то очаровывает, вдохновляет, тебе нравятся какие-то внешние формы. Но по мере углубления в любое дело, все равно возникает вопрос о природе того, чем ты занимаешься. И, наверное, нет более глубокого способа ответить на этот вопрос, чем изучить природу, так сказать, историю этого феномена. Поэтому для любого человека, который действительно всерьез практикует йогу, изучение истории йоги во всей ее ретроспективе является, наверное, абсолютно неким необходимым этапом. Поэтому мы, так сказать, завели некую традицию в нашей школе, ну, как бы в районе конца первого курса делать небольшую обзорную лекцию по истории йоги. Как бы более подробные лекции уже читаются на семинарах по истории эзотерии, которые читаются для четвертого курса и для более старших курсов. Но в этом году я решил эту традицию немножечко изменить и сделать эту лекцию, с одной стороны, открытой, потому что, как бы, не только мы интересуемся историей йоги, с другой стороны, воспользоваться достижениями 21 века, как бы, сделать ее в открытой онлайн-трансляции, что, по сути говоря, мы сейчас и делаем. Итак, я назвал лекцию «История йоги от ранних Упанишат до наших дней». На самом деле, конечно, правильнее было бы ее назвать «Краткая история йоги». Почему «Краткая история йоги»? Потому что, когда я, так сказать, начал готовиться к этой лекции, как бы, поднял, ну, весь такой первичный материал, который необходим, я понял, что, в принципе, для того, чтобы раскрыть все темы, которые, ну, по ходу дела возникают, мне нужно примерно часов 40. Но, естественно, как бы, все-таки это было бы достаточно утомительно для первого знакомства, и, наверное, первое знакомство необходимо сделать такое ознакомительное, какое-то такое в карандаше, некоторый общий план, для того, чтобы хотя бы составить некоторое представление, где что, где что искать, какие тексты читать, какие персоналии иметь в виду. Поэтому я решил ограничиться, ну, как бы, обозримым объемом часов, который мы сегодня, как бы, прочитаем, там, 3, может быть, 4, во сколько, так сказать, удастся уложиться. Но, кстати, лекцию все равно назвать «История йоги». Почему я назвал лекцию «Тексты, идеи и персоналии»? Потому что, в действительности, когда мы начинаем смотреть «Историю йоги» в ретроспективе, от самой, как бы, что называется, древней древности, в первую очередь, то, что до нас дошло от древности, это, в первую очередь, тексты. К сожалению, индийская историография устроена таким образом, что персоналии мы можем увидеть только в какой-то последний период времени, то есть, ну, условно, полторы-две тысячи лет. До этого мы практически не знаем никаких персоналей, или они мифологизированы, или забыты, или затерты, или фальсифицированы, в том смысле, что один автор писал под именем другого, как бы, тексты слились, как бы, перемешались, как бы, дописались и так далее. Но, зато у нас есть тексты, а в текстах есть то, что является, ну, может быть, основой, идеей. И очень важным моментом, который я хотел бы показать на этой лекции, является то, что йога не является каким-то, вот, единожды данным учением, которое, как бы, монументально высечено на бетоне, как бы, и так далее. Нет, как и любое другое явление в истории человечества, оно развивалось вместе с человечеством. Какие-то идеи усложнялись, какие-то отбрасывались, какие-то, как бы, делались более детальными, какие-то видоизменялись, как бы, уточнялись, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, в первую очередь, для меня история йоги, это, конечно, даже не история персоналий и текстов, а история идей. Как бы, но и в последнюю очередь, конечно, это, как бы, история каких-то людей, которые эти идеи приносили, ну, а за последний период мы можем посмотреть на эти идеи, посмотреть, какой вклад сделал тот или иной человек в йогу, что он изменил, что он добавил, что он, как бы, убавил, да, какие нюансы и так далее. И вот только тогда, когда мы увидим все эти три аспекта во всей исторической ретроспективе, мы можем сказать, что мы более или менее поняли зерево йоги. Каков план нашей лекции? По сути говоря, лекция будет состоять из пяти частей. Первая часть посвящена, собственно говоря, древнейшим аспектам йоги. Я назвал лекцию «От раннего Паниша». На самом деле, может быть, мы копнем даже еще глубже, насколько это вообще возможно. И посмотрим йогу от момента ее зарождения до того периода, который, можно сказать, является каким-то первым переломным периодом в истории йоги, а именно до Средневековья. То есть до момента того, когда расцвет Индии закончился, и потихонечку Индия стала становиться колониальной державой, захваченной вначале великими моголами, а затем англичанами. Вторым пунктом плана я хотел бы разобрать тему, а как вообще йога попала на Запад. То есть сейчас как бы йога на Западе настолько распространенный феномен, что фактически, что называется, дальше некуда. Но как это произошло? Кто были те люди, которые ее принесли, которые увлекли, которые как бы популяризировали, которые сопротивлялись этим и так далее? Вот эти все феномены я хотел бы рассмотреть в втором пункте. Третий пункт посвящен, собственно говоря, реформации и трансформации йоги, особенно хатха-йоги, которые произошли в 20 веке. По сути говоря, это трансформация, которая произошла уже не только в Индии и не только на Западе, а скорее во взаимодействии индийской и западной культуры. По сути говоря, это некоторая действительно реформация, новый поворот, так сказать, колеса йоги, который дал нам именно ту йогу, которую мы видим сейчас. Нужно четко передавать себе отчет, что ту йогу, которую мы видим сейчас, это не совсем та же самая йога, которая, например, была в средние века, и не совсем та же самая йога, которая была в древние времена. Все в этом мире имеет тенденцию меняться, трансформироваться, развиваться вместе с обществом, и это еще называется прекрасно. Четвертым пунктом я бы хотел рассмотреть вопрос о том, как проникала йога, собственно говоря, на территорию Российской империи, СССР, ну и в конечном итоге того места, где мы сейчас находимся. То есть историю взаимодействия йоги, скажем так, с Российской, СССР, с украинским пространством. И наконец, пятым пунктом я бы хотел рассмотреть последнее десятилетие в йоге, которое уже бессмысленно рассматривать позиции йоги в той или иной стране, потому что все-таки идет глобализация, идет перемешивание культур, идет процесс культурного обмена. Поэтому, так сказать, мы можем говорить о каких-то современных, общемировых тенденциях в йоге последних пяти или десяти лет, ну для того, чтобы мы опять же были на гребне волны и понимали, что, собственно говоря, сейчас происходит в Йоге. И если такой план, так сказать, всех устраивает, тогда мы, собственно говоря, можем начинать. Итак, начнем с самой древности такого учения, как йога. Ну, безусловно, мы не можем проследить самые-самые древние горды йоги, которые уходили бы на период, ну там, больше, чем пять-шесть тысяч лет. Ну, с этого периода можно что-то послить, можно. Но, тем не менее, анализируя, как бы, такую традицию, как йога, можно сделать какие-то предварительные выводы относительно того, относительно каких-то ее исторических корней. Действительно, ну, можно предположить, что йога, в общем-то, имеет много связей и тенденций с такой системой, как шаманизм. Об этом много писал и я в своей книжке по психопрактикам и на блоге. По этому поводу писал Мир Чайлиаде в своих книгах. То есть мы можем проследить там довольно много практик, которые носят общий характер. Ну, например, как бы в древней йоге существовало такое понятие, как накопление тапаса, ну, как бы, условно говоря, личной силы. Но такой же, как бы, феномен накопления, как бы, силы тапаса и так далее был и во многих шаманских традициях. В йоге есть какие-то способы работы, ну, как это называть уже сейчас в разных традициях по-разному, с брити, с какими-то автономными бессознательными комплексами, с идамами, если мы берем тибетскую традицию. Но, как бы, эти практики чем-то напоминают шаманские практики внуздания духов, как бы, проработки каких-то своих внутренних, как бы, энергий и так далее. На эту тему можно говорить, в принципе, для бесконечности, даже само по себе название йога, которое, как вы знаете, происходит от санскритского корня юдж, связывает, можно объяснять по-разному. Можно объяснять с точки зрения того, что человек, как мы будем объяснять, связывает какие-то свои чувства, или эмоции, или переживания, или брити, или читу. Можно же смотреть с точки зрения того, что, как бы, шаман связывает между собой миры, как бы, нижний и верхний, средний, как бы, он является посредником. И под таким углом тоже можно посмотреть. Так или иначе, мы можем предположить, что первыми йогами, или, как бы, еще, прото-йогами, были, по сути говоря, люди, которые на каком-то профессиональном уровне начинали заниматься своей психикой. А кто в самые древнейшие времена занимался своей психикой? Ну, опять же, люди, которые практиковали какие-то шаманские практики, возможно, какие-то целители, возможно, так сказать, там, колдуны, заклинатели и так далее. То есть те, у кого было время и некая профессиональная обязанность экспериментировать с собой. Конечно, это еще была не йога, как уже современная мощная развита учения, но это были какие-то первые эксперименты, первые, как бы, шаги к научному познанию, еще пред-пред-научному познанию психики и так далее. Ну, обо всем этом, конечно, можем только сейчас догадываться. Но, сделав уже несколько шагов вперед, на период примерно 4,5-5 тысяч лет назад возникают какие-то феномены, о которых мы уже можем говорить. Ну, в первую очередь, раз уж йога в настоящее время воспринимается как индийское учение, наверное, было бы здраво немножечко поговорить об истории Индии. Ну, вот на этой картинке я ее специально взял из школьного учебника, как бы, изображена классическая версия арийского вторжения в Индии. Ну, наверное, вы где-то слышали, как бы, эту версию. Смысл состоит в том, что, как бы, на каком-то рубеже порядка полутора тысяч лет до нашей эры, хотя цифра эта абсолютно фонарная и научным образом никаким образом не может быть доказана, как бы, арии, которые по некоторым версиям населяли как раз вот зону современного Кавказа, по некоторым версиям зону современного Ирана, по некоторым версиям еще бог знает что. На самом деле таких картинок в интервете вы найдете очень много. Все эти теории достаточно противоречивы, но и очень трудно доказуемы в рамках современной науки, но тем не менее, как бы, арии начали распространяться и одним, одной из ветвей, которая как раз в левую сторону здесь показана, или в правую, извините, показана распространение, было вселение ариев на территорию современного Индостата. Эта теория арийского вторжения ариев в Индию была придумана, по сути говоря, востоковедами в 19 веке и, как бы, ее научным подтверждением считалось следующее. Дело в том, что в Ригведе очень много элементов, которые показывают некоторый кочевой образ жизни. С другой стороны, в Ригведе есть очень много элементов, в ведах, в древнейших источниках я о чем поговорю, есть очень много элементов, которые показывают момент относительно того, что те народы, которые, собственно, несли эту самую Ригведу, по сути, были воинственными и захватывали, разрушали, как бы, и так далее, какие-то крепости какого-то другого, более оседлого народа. По сути говоря, вся Ригведа написана в таком, ну, как бы, стиле восхваления воинственности. Более того, верховные боги Ригведы постоянно называются то разрушителями твердынь, то попирателями врагов, то еще у кого-то. Какой-то более тонкий лингвистический анализ показывал, что очень многие из, ну, скажем так, мифологических народов, которые повергал, например, тот же Индра, в действительности этимологически и словесно как-то связывались с названиями местных народов. Более того, сама по себе система существования Индии в период того, что называется брахманизм, то есть, условно говоря, 4000-2000 лет назад, точнее, ну, бедизм, потом брахманизм, могла быть охарактеризована как некоторое разделение между двумя, условно говоря, типами людей. Верхние три касты, а вы, наверное, про касты мы слышали, назывались арии, достойные, да, и низшие касты, которые назывались дравиды. На самом деле, дравья – это субстанция, вещество, ну, скажем так, материал, да, ресурс и так далее. Причем, как бы, с точки зрения цветовой дифференциации было видно, что высшие касты, как бы, более светлые, тогда дравиды более теплые. Вот все эти, как бы, простейшие аргументы и были взяты востоковедами XIX века за основу, как бы, моделирования этой самой теории арийского вторжения в Индию. Ну, на самом деле, если посмотреть на эту теорию с металлорической точки зрения, то мы легко поймем, что фактически эта теория где-то являлась все той же самой песней о бремени белого человека. То есть арии уже приходили один раз в Индию, цивилизовали ее, покорили, колонизировали, оккультурили. Ну, вот сейчас мы пришли второй раз, как английское, как бы, правление, там, как бы, или, опять же, как бы, насаждение ценностей белого человека и так далее. И это закономерно, это правильно, это естественно и так далее. В этом смысле эта теория не безусловна. Сейчас с ней, как бы, многие спорят, как бы, она, безусловно, в чем-то очень мифологична, но, тем не менее, как бы, иметь в виду такую теорию нужно, потому что во многом она объясняет многие феномены индийской духовной традиции, а именно, как бы, четкое разделение традиций на, как бы, на арийские и дравидические, феномен проползания дравидических или прорастания обратного каких-то дравидических пультов архаичных после уже захвата дравидами, она объясняет многие мифологические сюжеты и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта теория, хотя и не бесспорно, но имеет существенное право на существование. Справедливости ради, нужно сказать, что существуют и другие теории, которые тоже по своей природе мифологичны. Теории это в первую очередь, конечно, инспирированы в более поздний период, и особенно в период уже независимости Индии, когда индийские ученые, по сути, стали выдвигать свои теории, которые не были бы столь обидны для индусов. Ну, одна из таких теорий, это теория индосарасвадской цивилизации. Смысл это состоит в том, что да, пришествие Ариев было, безусловно, Арии как-то ассимилировали с местным населением, но Арии пришли вовсе не откуда-то из Кавказа, не из Ирана, и тем более не из Европы, и тем более не из арктической родины, как я потом эту теорию буду рассказывать. Арии всегда жили, видите, неподалеку от полуострова Индостан, как раз в пойме реки Сарасваде, собственно говоря, которая сейчас пересохла. Была плавная миграция этого населения, вот сюда, как бы, в правую сторону, как бы, и смешение культуры индосарасвадской цивилизации с коренными народами Индии. То есть в этой теории Арии, по сути, не пришельцы, а наоборот, скорее, какой-то, одной из разновидностей коренных народов Индии. Существуют и более экстремальные теории, для них нет в данном случае карты, но я объясню словами. Например, существует совсем экстремальная теория, которая принята многими индийскими историками, которая звучит примерно следующим образом. что Арии, как бы, изначально жили на территории Индии, и они, наоборот, не пришли в Индию, а мигрировали с Индией и двигались в сторону Европы. Как бы, ну, относительно того, что действительно существовал какой-то протонарод, который был размазан по всей территории от Европы до Индостана, тут вопросов ни у кого действительно нет. Потому что действительно общность языков, а, собственно говоря, ну, скажем так, действительно все индоевропейские языки являются родственниками, и это очень несложно увидеть, как бы, хотя бы изучая некоторые из них, да, то есть, действительно, изучая какие-то санскритские корни, мы легко угадываем, и русские, и английские, и немецкие, как бы, и латинские, и древнегреческие, как бы, и так далее, ну, не говоря уже о более близких языках. Поэтому тут этого вопроса нет, вопрос только в том, кто куда шел. Но, на самом деле, все эти теории не столь легко доказуемы, и, наверное, ну, может, ближайшие, там, лет 50 они доказаны быть не смогут в рамках того имеющегося базиса методологии научной. Плюс, конечно же, нужно понимать, что в этой ситуации очень сильно вмешивается и политика, и что еще хуже, религия, по сути говоря, какие-то национальные вопросы, взаимные, так сказать, взаимные упреки, отстаивания своей чести и так далее. Поэтому здесь, в общем-то, как бы, каждый раз, когда вмешиваешься в это изучение этого вопроса, ну, как бы, задействовано море эмоций, поэтому пока, наверное, человечество до конца понять, кто куда шел, в какой последовательности и так далее, достоверно, вот установить этот факт достоверно не сможет. Но, так или иначе, мы без труда наблюдаем две культурные ветки на территории Индии. Одна культурная ветка – это какая-то культурная ветка местного населения, и вторая культурная ветка – это то, что, как бы, ветка ведическая, то, что принесли с собой Арии. Дело в том, что действительно на территории современной Индии, ну, а если быть более точным, на территории современного Пакистана, существует масса интеллектных раскопок. И одни из самых любопытных раскопок – это как раз раскопок в районе городов Махенджадара и Хараппа. Ну, по названиям современных, собственно говоря, мест, и названа соответствующая культура. Дело в том, что, ну, как бы, по самым скромным подсчетам, как бы, этим находкам около четырех с половиной тысяч лет. Но, на самом деле, эти, скажем так, утверждения достаточно скромны по той простой причине, что, ну, как вы понимаете, сейчас достаточно проблематично осуществлять раскопки в Пакистане. Это как раз та зона, куда сейчас не рекомендуют ездить даже с охраной, как бы, и так далее. Я узнавал, собственно, этот вопрос. То есть, раньше туда возили специальные охранные агентства, то есть, с автоматчиками, как бы, там, со всеми предмомбасами и так далее. Сейчас уже охранные агентства за это не берутся. То есть, это уже слишком опасно. Кроме того, как бы, эта зона болотистой почвы, как бы, большой, даже во времена, когда там были англичане, это было трудно копать. Но англичане, тем не менее, народ упорнил, что-то раскопали. Вот, как бы, дальше эти исследования, к сожалению, остановились. Но даже то, что было накопано, оно, как бы, производило огромное впечатление. Во-первых, было видно, что это, как вы видите, достаточно развитая культура. Культура Махенджатара, это была мощная городская культура. С многоэтажными зданиями, с канализацией, так сказать, с высокой степенью культуры, со своей письменностью. Вот здесь сверху вы можете увидеть такие, как бы, графемы, да, которые считаются как раз им, да, с развадской письменностью. Эта письменность до сих пор не расшифрована, к сожалению, не хватает материала, нет никакой билинг, вы не понятно, на что опереться и так далее. Но, смотря уже на эти элементы, как бы, мы увидим некоторые вполне узнаваемые элементы современной индийской культуры, да. Ну, первое, что бросается в глаза, вот этот бычок, который справа, сверху изображен, да. Ну, как-то очень узнаваемо мы видим Нандина. То есть, как бы, Вахану, ездовое животное Шивы, да. Характерное такое, как бы, корова-зебу с большим горбом над, так сказать, над холкой. Собственно говоря, сейчас при входе в любой индийский храм мы увидим точно такое же изображение Нандина. То есть, здесь какой-то явный культурный параллелизм, какая-то традиционность прослеживается. Но если мы посмотрим на изображение слева, а это изображение традиционно называется печать Пашупати, то фактически мы увидим некое божество или человека, или шамана, или непонятно кого, который сидит в диагической позе, ну, по сути говоря, там хадрасана. Как бы, у него специфическим образом лежат руки, которые четко выдают медитативную позу. На голове рога, вокруг изображены животные. Собственно говоря, такая манера изображать животных вокруг сохранилась на изображении Абшивы. По сути говоря, одно из имен, которые в современной традиции, Пашупати. Пашу – это животное, Пати – это владыка. Корень Паш связан, то есть, животное – то, что связано. В тантре Пашу еще называют людей, которые связаны своими эмоциями. Скотинка, да? Но фактически, вот этот владыка или защитник животных Пашупати, подобного рода изображений есть и в намного более поздних традициях. Более того, если мы присмотримся внимательно к лицу, то вот эти боковые, торчащие в стороны штучки, мы могли бы интерпретировать как недорисованные или схематически изображенные дополнительные лица. А традиция изображать трехлика Вашиву Махакалу, то есть, три лика, которые связаны с прошлым, настоящим и будущим, тоже достаточно поздняя индийская традиция. Но в этом смысле это изображение действительно как-то очень глубоко и гармонично вписывается вообще в дальнейшую, что называется, историю Индии. Но, что еще интереснее, и что интересно нам в данный момент на этой лекции, мы четко понимаем, что изображенное существо сидит в георгической позе. Вот эта печать Пашупати, ее можно считать первым вообще изображением йога. Датировка ее, как я уже сказал, порядка четырех с половиной тысяч лет. Но это датировка условная, потому что сама по себе эта печать, она вырезана на камни. Поэтому датировать ее радиоуглеродным анализом нельзя. То есть, радиоуглеродный анализ позволяет датировать только биологические объекты. Может быть, она и древнее. Культура Махенджадара до сих пор не раскопана, там 15 метров не раскопанных культурных слоев, так что, в принципе, вопрос о датировке открыт. Как и многое из того, о чем мы будем говорить в древности. Итак, вот первое изображение йоги в такой традиционной дравидийской индийской культуре. А что же касается арии? Ну, как вы знаете, наиболее древнейшим письменным, а до этого устным памятником культурного творчества в истории человечества являются веды. Веды это некие тексты, такие, скажем так, поэтические тексты, отчасти религиозные тексты, хотя тут слово религия, наверное, еще не применимо, потому что это очень древние экспонаты, которые принесли с собой арии в полуостров Индостан или они у них были всегда, непонятно. Датировка вед вообще является очень туманным вопросом. В данном случае я недаром написал в виде вопросительный знак 3,5 тысячи лет назад, потому что действительно, ну, скажем так, самые сдержанные оценки в датировке вед – это 3,5 тысячи лет назад. Но это действительно самые сдержанные, слептические, сухие, как бы, и так далее, оценки. Индийские бромины считаются ведом около 10 тысяч лет. Ну, и у них свои способы, как бы, определения давности и так далее, в этом есть определенное здравое зерно. Есть, как бы, научные датировки, которые уводят нас в 4,5 тысячи лет назад, 5 тысяч лет назад, как бы, и так далее. Как бы то ни было, как бы, мы не можем определить точно возраст свет просто по той простой причине, что арийская культура во многом была все-таки кочевой, и она оставила слишком мало материальных памятников, за которые можно было бы зацепиться. Ну, или их еще не нашли. С другой стороны, для того, чтобы определить датировку чего-то, оно уже сравнительно с чем-то уже отдатировано, да? Но ничего еще не было отдатировано. К сожалению, какие-то древние записи и вед мы тоже найти не можем. Почему? Потому что очень долгое время веды передавались из устно. То есть они передавались на память, они запоминались, передавались учителя к ученику, заучиваясь при помощи очень сложных методов мнемоничных заучивания, слово в слово и так далее. И записали веды уже сравнительно недавно, буквально 2,5 тысячи лет назад. Более того, еще в Манус-Мрите, законах Ману, существовала строчка, которая проклинала людей, которые пытаются записать веды. К тому времени письменность уже была, но веды считалось недопустимым записывать. По сути говоря, это была тоже некоторая революция внутри индийской культуры, право, уже даже имея письменность, изложить, записать веды, потому что в этом самом они немножечко десакрализировались. С одной стороны, конечно, это интересно с точки зрения такой культурной, что действительно люди сумели в течение нескольких тысяч лет передавать из уст в уста огромный по размеру текст. А ригведа, это три вот таких тома на русском языке, это только ригведа. А еще примерно таких же размеров есть. Самоведа, Тхарваведа, как бы, Джурведа и так далее. То есть, по сути, это действительно огромный объем текста, который нужно было зазубрить с точностью до буквы наизусть, до буквы, до интонации, до произношения и так далее, и пронести в течение нескольких тысяч лет так, что действительно все имеющиеся списки вед сейчас, они тождественны. Я где-то читал в одном месте, что есть два списка вед, и они отличаются на одну букву, северную и южную. На одну букву. Понимаете? То есть, это вот в таком количестве этих санкций. Ну, я сам не сравнивал, как бы, и не гарантирую достоверность этой информации, но, тем не менее, феномен интересный. Но, к сожалению, с точки зрения датировки вед, это создает огромные сложности, потому что понять их подлинную древность становится практически невозможным. Ну, это уже, как бы, вариант записанной, как бы, рик веды, как бы, шрифтом Деванагаре, то есть, это довольно поздний текст, наверное, как бы, там, ему всего несколько сот лет, как бы, и так далее. Но, так или иначе, веды до нас дошли, и они являются самым древним в истории человечества культурным памятником. С другой стороны, вопрос, есть ли в ведах упоминание о йоге? Прямого упоминания слова йоги в контексте нашей практики в ведах еще нет. Слово йога используется в ведах, но оно используется немножко в другом контексте, в контексте упряжи, да, потому что юдж – это соединять, йога – это, ну, как бы, связь, упряжка, как бы, и так далее. Но, зато в Ригведе, в Десятой Мандале существует несколько гимнов, которые очень точно передают суть того, чем мы занимаемся. И вот один из гимнов Ригведы, который называется «гимн Кешину», в русском переводе «косматому аскету», на самом деле «кеша» – это волосы, да, кто был в Индии, «риши кеш», место, где риши мыли свои кеши, волосы. Ну, собственно, русское слово «коса» происходит от санскритского корня «кеш», да, как бы, ну, и, соответственно, «кешин» – это человек, который обладает лохматыми волосами. Даже сейчас вы, наверное, замечали такой феномен, что индийские садху, они, как правило, не бреются, да, они, как бы, заплетают такие специфические косички или дреды. В отличие, как бы, от париграхинов, то есть, как бы, домохозяев, которые, как бы, в индийский период брились на лысо и оставляли такого типа чуба, да, типа казацкого оселеца, небольшой кусочек волос, который можно было пропустить через колечко, которое одевалось, по-моему, на большой палец. Вот, но когда человек уходил от мира, начинал практиковаться, он переставал, как бы, брить голову. Поэтому, собственно говоря, вот эти, как бы, люди, которые ушли от мира, и назывались кешины. И вот, если прочитать этот гимн, надеюсь, вам его видно, нет? Если не видно, я немножко прочитаю, да? Ну, кешин в русском переводе – косматы, да? Косматы несет огонь, косматы несет яр, косматы несет две половины Вселенной. Косматы делает мир, чтобы мир увидел Солнце, косматы завез этим светилом. Аскеты, подпоясанные ветром, одевают коричневые грязные одежды. Они следуют порыву ветра, когда боги вошли в них. Возбужденные состоянием аскета мы осадлали ветры. Только тела наши, вы, смертные, видите перед собою. Он летит по воздуху, глядя вниз на все формы. Аскет – каждому богу добрый друг и готовый на благое деяние. Вот если, как бы, посмотреть на эту поэтическую метафору, то мы увидим, что многие, как бы, моменты йоги уже здесь есть. Ну, начнем с следующего. Кешин несет две половины Вселенной. То есть, все равно для, ну, скажем, бытового человека, а тем более, наверное, для древнего человека, мир дуален. Вот есть правильное, неправильное, хорошее, там, плохое, как бы, свои, чужие и так далее. Но для того, чтобы человек действительно мог развиваться, необходимо избавиться от этих дуальностей. В более поздней йоге существует и категория адвайты, недвойственности, как бы, и упоминание в йога-сутре по поводу того, что дела черны и белы для людей, но не белы, не черны для йога. Как бы, то есть, если для того, чтобы человек мог воспарить, выйти в некоторый мета-контекст, увидеть что-то с более глобальной позицией, необходимо, чтобы, как бы, он увидел две стороны одной медали. Вот метафорически упоминается. Кешин несет две половины Вселенной. Как бы, он соединил в себе некоторые противоположности. Про эту тему соединения противоположностей многократно потом говорили, как бы, например, тоже Аурабинда, уже в более поздний период, который говорил, чем выше крона дерева двигается к свету, тем глубже корни должны уйти во тьму. Как бы, в общем, как бы, это очень распространенный, как бы, и значимый йоговский архетип. Дальше. Как бы, лишь тела наши вы смертные видите перед собой. Здесь мы видим четкую коннотацию к шаманским практикам, да, к идее шаманского путешествия, которое совершает человек в каком-то состоянии транса, да, возбужденный в состоянии москета. Но, если мы посмотрим еще внимательнее, то очень интересно, как бы, он летит по воздуху, глядя вниз на все формы. Ну, поэтому мы не будем брать какое-то наивно-материалистическое трактование, что он как Бэтмен летит, так сказать, по небосводу, да. Но о чем в данном случае здесь речь? Я бы сказал, что о некотором способности увидеть ситуацию сверху, в метаконтексте, как бы, в глобальном каком-то аспекте. Опять же, следующая строчка. Аскет каждому богу добрый друг. Заметьте, там в оригинале, специальный оригинал здесь привел, Митрам, так и написано, друг. То есть, заметьте, он не поклоняется богам, он с ними дружит. Причем, заметьте, с какими? Да со всеми. Как бы, вот это ощущение, как бы, толерантности, ощущение, как бы, сопричастности ко всему, к любой культуре, к любой традиции, как бы, умение входить всюду, это же одна из глобальных ценностей йоги. Дальше. Ну, готовы на благое деяние, тем более понятно. Он живет между двух морей, которая восточная и которая западная. Опять же, вот это ощущение космополитизма, ощущение, как бы, пребывания человеком мира. Это, заметьте, сейчас легко быть человеком мира, когда ты сел, как бы, полетел куда-нибудь на самолете. А в древности, когда каждый был привязан к своей общине, к своей деревне, к своей какой-то там маленькой, как бы, тусовке и так далее, это огромный духовный подвиг. Действительно, быть не человеком данной маленькой общины, а человеком мира, человека мира, человека вселенной. А, собственно говоря, вот здесь в первой строчке, там, где еще две половины вселенной, там и использовано слово вишва, то есть всеобщесть, вселенная, как бы, и так далее. То есть, в этом смысле, хотя этот гимн очень метафоричен, он уже содержит в себе, ну, по сути говоря, многие из ценностей йоги, которые тем или иным способом дошли до наших дней. Это не единственный гимн, сразу хочу сказать, в ригведе, который так или иначе коннотирует к йоге. Про некоторые другие я вам, как бы, расскажу немножко позднее. Ну, итак, вот, что мы знаем, как бы, о периоде Вет. Но, как бы, время идет, как бы, и в рамках индийской традиции рождается новая система, как бы, текста, которая получила название Упанишады. Сам термин Упанишада, как бы, строится лингвистически следующим образом. Упа, вблизи, ни, усиливающая приставка, шада, корень, сад, присаживаться. То есть, как сит, как бы, английская, там, русская, садиться и так далее. То есть, Упанишада, это вблизи присаживание. Упанишады были первыми древнейшими текстами, которые, как бы, претендовали на некоторую дополнительную эзотеричность. То есть, по сути, Упанишады, это были некоторые тексты, которые, в отличие от Вет, которые провозглашались официально и ритуально, Упанишады, это были некоторые частные разъяснения, которые учитель давал ученику. Откуда, собственно, название? Вблизи присаживания. Упанишады, метафорически говоря, как бы, произносились на ушко, как бы, ученику. Это было более глубокое разъяснение. В рамках традиции Упанишад, как бы, возникла новая идеологема относительно того, что, ну, если, как бы, Веды, все-таки, носили характер какого-то внешнего жертвоприношения, то Упанишады, как бы, делали акцент на некоторой внутренней психической работе, которую должен совершить человек. Из этих самых Упанишад, Упанишад много. Считается, что их 108, на самом деле, их больше. Просто каждая традиция выделяет свои 108 любимых Упанишад. Но, так или иначе, из этих 108 Упанишад существует, как бы, ну, 8, 10 или 11, в зависимости, опять же, от традиции, так называемых древнейших или великих Упанишад. Почему они древнейшие? Потому что они древнейшие. Почему они великие? Потому что, как бы, это те Упанишады, которые были выделены в качестве самых значимых еще в 8 веке Шанкарой. Он же написал на них комментарии. И, собственно говоря, очень многие потом мыслители более поздние, так или иначе, и комментировали комментарии Шанкары, или давали свои комментарии на эти самые Упанишады, признавая, что именно эти Упанишады являются основой всего остального индийского знания. Датировка Упанишад тоже непонятна, особенно от этих древнейших. Но, скажем, по самым скромным подсчетам, им около 2,5 тысяч лет. Менее скромно, опять же, допустим, индийские пандиты утверждают, что Катху Упанишады, например, 7 тысяч лет. Как бы, ну, опять же, и то, и другое до конца недоказуемо, но факт остается фактом, как бы, древнейшие Упанишады существуют. И вот одно из наиболее древнейших, наиболее архетипических и наиболее интересных Упанишад является эта самая Катху Упанишады. В чем сюжет Катху Упанишады? Катху Упанишады начинается со следующего пролога. Жил некий брахман, который совершил некое жертвоприношение, принеся в жертву коров, скот, как бы, там, прочие, так сказать, дары, так сказать, сельского хозяйства. Но его сын по имени Начекетос, посмотрев на эту ситуацию, сказал, может ли это жертвоприношение быть, ну, как сказать, результативным. Ведь принесены в жертву коровы, которые уже, так сказать, давно не терятся, так сказать, вещи, которые уже давно не нужны. Ну, по сути говоря, жертвоприношение совершено по принципу «на тебе боже, что мы не нагружены». Ну, тогда, видимо, этот принцип уже тоже существовал. Как бы, а задача на этим вопросом, как Упанишаде говорится, вера проникла в него, провисто, как бы, в него, как бы, он подошел к отцу и выразил свои сомнения. Как бы, ну, что отец был разгневан, и тогда сын спросил, а кому ты отдашь меня? И в русском переводе отец сказал, я отдам тебе яме. Но в оригинале написано, я отдаю тебя яме. То есть, по сути говоря, яме – это Богу смерти. А, вероятно, он его принес к сыну. То есть, сына. А, может быть, речь идет о романском путешествии. И тогда начекетас пошел к яме, будучи отданным. Он пришел к дому яма. Но ямы не было дома. Вот. И он три дня просидел у него под двериной. Наконец, через три дня яма пришел, как бы, и был озадачен тем, что гостью брахманского происхождения не предложили ни воды, ни почетного места, ни еды. То есть, нарушили обрядности приимства. И яма почувствовала себя виноватой. И тогда для того, чтобы загладить вину, он спросил, чего ты хочешь на чекетас, для того, чтобы снять мое прегрешение. В ответ на чекетас попросил разные дары, чтобы отец перестал на него гневаться, чтобы он мог вернуться к отцу. И, наконец, он попросил яму изложить ему такой очень важный вопрос. Это был, как бы, простенький третий вопрос, да? Когда человек мертв, он есть или его нет? Что происходит с человеком после смерти? Кто, как не ты, яма, может ответить на этот вопрос? Яма попробовала уйти от ответа. Он сказал, он отчекетас. Даже боги затрудняются в ответе на этот вопрос. Проси чего угодно. Проси колесницы, лошадей, золото, женщин. Все это будет твоим. Но не заставляй меня отвечать на этот вопрос. Но на чекетас резонно возразил. Как я смогу наслаждаться всем этим, о, яма, если ты рядом? Если я видел тебя? То есть, по сути говоря, о чем катхаупанишада? Я бы сказал, катхаупанишада – это древнейшее описание медитации на смерть. Действительно, когда человек размышляет о смерти, или приближается к смерти, или оказывается в ситуации какого-то жизненно опасного выбора, очень часто он понимает, что для него действительно в жизни важно, а что не важно. Что действительно ценно, а что является вторичным. И яма не смог уйти от ответа на вопрос, ответить на который я обещал. Он был вынужден начать что-то рассказывать. Он рассказал на чекетасу относительно того, что такое огонь духа, который пылает в человеке. Заметьте, метафора огонь духа, который пылает в человеке, впервые была произнесена в катхаупанишаде. Ни горьким в сердце Данка, ни Цвейгам, которые использовали эту метафору, ни Гессе, ни средневековым авторами. Вот образ человека как огня, идея горения человека внутри. Все это было произнесено впервые. Эта метафора впервые была дана в катхаупанишаде. Вообще это потрясающий на самом деле мотив. Я когда-то специально пытался читать веды под таким углом, что очень многие метафоры, которые мы используем в современной поэзии, в современной литературе, культуре и так далее, в действительности идут из вед. Веды своего рода являются тезариусом, некоторым базовым сборником всех метафор, на которых строится вся наша европейская культура. Это огромная на самом деле работа, я ее не сумел пока проделать, но вот видите эти древнейшие метафоры, допустим, горение человека. Человек горит на работе, не горит на работе. Каждый человек, который такое произносит, он даже не понимает, что он в действительности коннектирует к катхаупанишаде. Так вот, когда на человеке это спросил, ему было рассказано про огонь духа. Но самое главное, яма начала рассказывать об учении, которое позволяет человеку избежать усмерти. И вот впервые в катхаупанишаде используется слово йога. Более того, в третьей главе катхаупанишады как бы дается абсолютно точное определение йоги. На санскрите оно звучит следующим образом. Там йогам эти маньяте, стхирам индрия дхаранам. Там йогам, эта йога, вот, маньяте считается, стхирам, твердая, индрия, органы чувств, дхаранам, дхарана, удержание. Или, по сути говоря, на русском языке, йога это устойчивый контроль чувств. Но под чувствами в данном случае мы понимаем не просто, ну, не feeling в английском ключе, да, в русском языке у нас слово чувство переплетается словом органы чувств, да, и так далее. А именно органы ощущений. Индрии это органы ощущений. Но, когда мы говорим в органах ощущений, следует понимать такой феномен, что в данном случае имеется в виду не просто глаза, там, глаза можно закрыть, да, уши можно заткнуть и так далее. А йога это устойчивый контроль внимания, который направляет наши органы чувств на те или иные объекты. Развивая идею контроля, в Кадху Панишаде Яма произносит метафору, которая является одной из фундаментальных метафоров в более поздней йоге. Метафора колесницы. В чем она состоит? Тело человека сравнивается с некоторой тележкой. Тело это тележка, деха на санскрите, да, или шарира. Органы чувств это индрии, это кони. Если у человека органы чувств вяленькие, да, кисленькие, дохленькие и так далее, то тележка никуда не поет. Если органы чувств бешеные, да, эмоции человека бешеные и так далее, они к чертовой матери могут разнести эту самую колесничку. Поэтому для того, чтобы чувство внуздать, необходимо что? Манос, разум. Он играет роль колесничева, который управляет органами чувств. Если манос, разум человека, достаточно искусственен, как колесничек, он может заставить, как бы, эту колесницу ехать, куда ей нужно. Он управляет чувствами, он может направить достаточно активных коней туда, куда нужно, и колесничка все-таки поедет. Но возникает вопрос, а есть ли в колеснице хозяин? Ведь сам по себе возниться не является смыслом существования колесницы, как колесница не является смыслом существования тому и себя. Должен быть кто-то, ради кого эта колесница едет. Этот кто-то в Кадхова Панишаде назывался Дхира, мыслящий, от корня Дхьяй, тот, кто мыслит, тот, кто думает. Позднее, как бы, в Хагаватпите этот же персонаж стал называться Дхим, тот, кто обладает телом. В Йога-Сутре он стал называться Драштар, внутренний наблюдатель. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в человеке есть что-то, в позднем экзистенционализме он стал называться экзистенция, зейн, как бы, и все прочие, как бы, феномены. Но это уже 20-е века, да? То есть, по сути говоря, сам по себе этот образ говорил о том, что внутри человека есть что-то, как бы, какая-то его самая основа, которая не тождественна ни эмоциям, ни телу, ни даже разуму. Что-то, что, как бы, и составляет суть и полноту бытия. И задача этого чего-то установить контроль над всеми, как бы, более нижней ступенью. То есть, по сути говоря, вот эта, как бы, основа человека, атман, должна научиться контролировать будхи, высший разум, да? Как бы, та, в свою очередь, манас, разум выночайся суждения, интеллектуальный разум. Та, в свою очередь, чувства. И уже, как бы, чувства управляют телом. Вот, по сути говоря, метафора контроля или суть йоги, которая, как бы, была изложена в катхо-панишане. Надо сказать, что точно такую же метафору использовал Платон совсем в другой части мира. Вообще, это очень интересный момент относительно того, ну, собственно, здесь это изображение, я так понимаю, фонтана из Лувра, но изображение в стиле Древней Греции или Древнего Рима, да? Посейдон, как бы, на конях, да? Но очень хорошо показано, что эти кони, видите, носят даже еще и разный характер, да? Как бы, и так далее. То есть, некоторые из них такие змеистые, некоторые, собственно, конистые, как бы, да еще и летят в разные стороны. Мне кажется, что эта колесница даже лучше показывает переживание человека, да? Потому что разные чувства, разные, как бы, привязанности тянут человека в разные стороны. И вынуждать все это сразу достаточно сложно. Заметьте, опять же, тот же Платон, а за ним уже Аристотель, тоже говорили о существовании человека, но Аристотель говорил, например, о существовании нескольких душ. То есть, есть у человека животная душа, есть растительная, и человеческая, и задача человека состоит в том, чтобы внуздать, опять же, свою животную, растительную и все прочие, как бы, более нижние начала. Опять же, возникает вопрос, связаны ли эти как-то учения между собой? Вопрос непростой, и ответа на него, как бы, научного, по крайней мере, нет. Но можно заметить некоторые вещи, что вообще, для нас, как людей, которые, ну, в постсоветском пространстве, да, все равно, вот есть такой феномен, как железный занавес, который все равно у многих в голове остался. Все равно поездка за границу для нас воспринимается как нечто такое, как бы, значимое. И предположение, относительно того, что люди, как бы, ездили раньше намного легче, вот оно, как бы, в голове не в конце укладывается. Но, вот, казалось бы, Индия, да, где она находится? Ну, далеко, 5 часов на самолете. И, там, Греция, 3 часа на самолете от нас, да, 8 часов на самолете. Ну, на валах, как бы, годик, как бы, можно доехать, да, и так далее. Казалось бы, существовали ли культурные контакты? Да, культурные контакты существовали. Например, у многих историков, например, у Плутарха, у Апулея, в Апологии, упоминается, что Александр Македонский, когда, например, был в Индии, он привез с собой гимнос софистов. Гимнос, это кто? Обнаженный софист, мудрецов, обнаженных мудрецов из Индии, которые оказали огромное влияние на индийских мудрецов. С другой стороны, мы можем посмотреть на, например, в буддийской традиции существует такой текст вопроса Мелинды. Но, что такое Мелинды? Мелинда, это произнесение на индийский лад, на полийский лад, греческого имени Минанда. Царь, который организовал диспут между монахами, который описывает этот текст, был греком. В санскрите существует специальное слово Яван, которое означает греком. Яван очень легко образовался. Иония. И превращается в Аф, в Я, О превращается в В, Яван. То есть, произнесение на санскритский манер. То есть, на самом деле, культурные контакты были. Насколько они были глубоки, мы не знаем. Существует, например, теория относительно того, собственно говоря, даже сами греки считали в своей мифологии, что Дионис, который являлся основоположником и дионисийских мистерий, и участвовал как некий персонаж в архических мистериях, это как бы эзотерические традиции Греции, совершил трехлетнее путешествие в Индию. Кто поднимался под Дионисом, был ли этот персонаж на самом деле, или это некоторый такой красивый миф, мы не знаем. Но я думаю, что дыма без огня не бывает. И в конечном итоге мы можем еще один очень важный момент сказать, но ведь греческий язык действительно похож на санскрит. То есть, может быть, какие-то действительно есть общие корни всех этих учений, которые, с одной стороны, мы видим в индийской традиции, с другой в греческой. Недавно вышла такая книжка, которая сравнивала, есть такой греческий поэт Пиндар, она сравнивала гимны Пиндара и гимны Регведы. И в этой книге показано очень много параллелей, что действительно гимны чем-то похожи друг на друга. Опять же, то ли это архетип коллективного, бессознательного, то ли действительно общие корни. Опять же, доказать на этом в наше время уже не получится. Но так или иначе, вот метафора колесницы, я к чему это все говорю, она была присуща не только йоге, но и в греческой философии мы тоже с этой метафорой как бы сталкиваемся. Кроме вот этой метафоры колесницы и идеи йоги как контроля, в катхо-панишаде были провозглашены многие другие основополагающие идеи йоги. Но одна из фундаментальных идей необходимость познания себя. То есть в катхо-панишаде было сказано примерно следующее. Ведь если человек находится как бы в привязанности своих внешних объектов, объектов к внешним, точнее чувств к внешним объектам, то его рассеивает. И тогда он попадает в лапы смерти. Но если он устремляет чувство внутрь, он начинает чувствовать как бы то, что спрятано у него в сопротивнике сердца. Его истинное яд. И вот это истинное яд является ответом на вопрос. То есть по сути говоря, катхо-панишаде впервые ставит вопрос о рефлексии, о возможности саморефлексии. Причем саморефлексии не в духе современного психоанализа, какой-то ипокондрии, самокопания, депрессирования и так далее. А познание как бы внутреннего яда. Как бы активного, деятельного познания внутреннего яда. Если мы сопоставим это с современными техниками, то мы поймем, что когда мы познаем себя, что мы познаем? Мы познаем свои истинные желания. Мы познаем как бы свое предназначение. Мы решаем в конце концов, исходя из своих собственных, а не внешне навязанных факторов, что мы хотим сделать в той или иной ситуации. Вот о чем речь идет о познании внутреннего яда. С другой стороны, если мы найдем какие-то аналогии, то необходимость познания себя сразу мы вспоминаем опять же Грецию. Кого? Сократа. Познай себя, и ты познаешь весь мир. Помните, у Сократа была теория относительно того, что все знания изначально представлены в человеке. Доказывано это очень легко. То есть, если мы можем, задавая правильные вопросы человеку, подвести его к правильному ответу, значит, ответ был у него, просто он не мог на него сам добраться. Значит, душа изначально обладает всеми ответами на все вопросы. Нужно только заглянуть в себя. Похоже это на Кадхава Панишады? Ну, немножко похоже. Не будем говорить, что совсем похоже, но какие-то, по крайней мере, параллели в своем сознании вы простроите можете. Дальше, следующая концепция Кадхава Панишады. Кадхава Панишады впервые используют категорию прана в индийской традиции. Что такое прана? Как образовано это слово? Корень ан в санскрите означает дышать. Пра всеобщее. прана всеобщее дыхание. В Кадхава Панишаде впервые провозносится, что в основании всего, в основании жизни, в основании мира, вселенной и так далее лежит прана. Что это такое? Пока еще не объясняется, но по крайней мере, это концепция, которая используется всеми более поздними йогурскими источниками. Но кроме того, Кадхава Панишада впервые говорит о необходимости ее сохранения. Метафора у Панишада следующая. Человек представляет собой город с девятью вратами. Врата это опять же органы чувств, то есть Жнанендрия познающие органы чувств и Кармендрия деятельные органы чувств. Как-то руки, ноги и так далее. Если человек как бы проявляет внешнюю активность, если он привязан к внешним объектам, то энергия прана уходит из этого города. Но если он концентрирует и удерживает ее, он сохраняет ее в себе. Эту метафору мы потом увидим в более поздних традициях. И в йога-сутре, и в современной йоге и так далее. Дальше. В третьей главе в самом конце Катхова Панишада я писал по этому поводу в блоге, есть идея энергетических завязок, которые так и называются узлы или связи, которые как бы идут в сердце. И для того, чтобы человек мог освободиться из узкармы и так далее, ему необходимо избавиться от этих привязок, завязок, и только тогда он будет свободен. Ну и многое другое. На самом деле можно было бы, ну я читал собственно по Катхову Панишаду лекцию, она по себе была 3 часа, поэтому я не буду сейчас дальше углубляться, но я хотел бы обозначить насколько глубока этого Панишада и какие значимые, ну скажем, основополагающие направления в йоге как бы она открыла для более поздних поколений. Ну само слово йога, как я уже сказал, было использовано в Катхову Панишаде в смысле дачи его определения, но кроме того слово йога использовалось и еще раз, например, строчка следующая, когда человек познает себя с помощью йоги, то есть йога воспринималась как некоторое средство самопознания, то есть слово йога в Катхову Панишаде упоминалось два раза. Была еще одна важная метафора, которая упоминалась, но мы про нее поговорим позднее. Следующая Панишада, пример, который считается моложе Катхову Панишады, хотя опять же все это, как вы понимаете, вилами по воде писано, Шветошватарова Панишада. Ну, Шветошватарова Панишада просто уже как бы слово йога использует многотрапно, говорит о йоге, полемизирует о йоге и так далее. Ну, например, подняв три части тела, держать ровно тело, заключив сердце, чувство и разум, то есть переправиться мудрым Владимир Брахмана через все потоки несущие страх, сдерживая здесь дыхание, владеющие своими движениями, то есть мы уже четко понимаем, что какие-то основы йоги четко как бы прописаны, на ровном чистом месте, свободным от камешков, огня песка, не оскорбляющим взора, то есть приятником, да, и так далее, защищенным от ветра, пусть он продается упражнением, легкость, здоровье, невозмутимость, чистый цвет лица, благозвучный голос, приятный запах, все это вот первое проявление йога. Подобно тому, как загрязненное пылью зеркало снова ярко блестит, когда оно очищено, так поистине наделенным телом, узрепущенность астмана становится единым, достигшим цели. То есть, ну, какие-то мотивы йоги уже здесь прописаны совершенно точно, в Свидашавадаре Упанишаде огромное количество цитат о йоге, можно сказать, что это уже первый такой, как бы, чисто йоговский текст. Следующая очень важная Упанишада, одна из моих любимых Упанишад, Кайтрия Упанишада, как бы, описывает в ней слово йога само не упоминается в чистом виде, но упоминается огромное количество концепций, которые мы сейчас легко бы узнали. Одна из концепций, то, что мы сейчас назвали бы тонкие тела, представление об эфирном теле, прана-маая-коша, наполненном праной оболочке, которая опоясывает ма-ана-маая-коша, то есть, наполненную едой оболочку, физическое тело, которая, в свою очередь, охватывается ма-ана-маая-коши, наполненная разумом оболочкой и так далее. То есть, как бы, вот теория тонких тел впервые описана в Таитриио-Панишаде. Это тоже одна из древнейших Панишад, датировка, там, раньше двух-провин тысяч лет. Но, кроме того, в пользу того, что я называю йогой социальных взаимодействий. Один из стихов Таитриио-Панишаде звучит примерно следующим образом. Обращаясь к духовному человеку, Упанишада говорит, да не отвернешься ты от пищи. Что имеется в виду? Ну, по сути говоря, от материального как бы обеспечения до будешь ты производить пищу, до будешь ты готовить пищу, до будешь ты раздавать пищу, до будешь ты счастлив пищей. То есть, вот это, как бы, переживание, как бы, взаимодействие человека с материальным миром, с значимыми, ну, как бы, с каким-то социальным пространством, вот это впервые, этот момент сделан в как раз Таитриио-Панишаде. Ну, про другие аспекты я пока дальше рассказывать не буду. И вот, после периода Таитриио-Панишад, как раз я специально закончил на юге социальных взаимодействий, потому что следующий период и следующий важный текст, который является следующей вехой в истории йоги, является Пхагавадгита. Что такое, по сути, Пхагавадгита? Самый главный эпос индийской традиции, ну, не считая веды, которые являются не эпосом, по сути, а некоторым прототекстом, является Махабхарата. Сюжет Махабхараты разворачивается, так сказать, от момента творения мира до некоего момента кульминации, которая состоит в следующем. Существовало два клана, ну, по оценкам индийских астрологов, это было четыре с половиной тысячи лет назад, по предположениям ученых, чуть позже, порядка трех тысяч лет назад, но, в общем, никто не сомневается, что что-то подобное было. Существовало два клана, которые, по сути говоря, были двоюродные братья, Пандавы и Кауравы, которые вступили в очень мощную битву между собой за власть над всей тогдашней Индией. Кульминацией этого сражения, которое длилось много лет, которое длилось на разных уровнях, разными способами и так далее, стала побоище на поле Куру, битва на поле Куру. Когда, так сказать, оба клана, приведя с собой, так сказать, огромное полчища своих союзников, по сути говоря, вся Индия разделилась на два враждующих лагеря, как бы, стали напротив друга для того, чтобы сразиться и в конечном итоге поделить эту самую власть. С одной стороны, как я уже сражались братья Пандавы, с другой братья Кауравы. Среди братьев Пандава считался наиболее героическим Арджуна, серебряный, корень ардж блестеть, сходу слово аргентум латинское, серебряный волосый Арджуна, который считался в мире. И вот, естественно, он должен был принять участие в этой битве и, скорее всего, приняв участие в этой битве, он переломил бы ее ход. Он бы все-таки как бы принес победу Пандава. Но когда он выехал на колеснице между двух воюющих армией и посмотрел на эти армии, его охватило огромное сомнение. В чем было сомнение? С одной стороны, сзади его стояли его братья, с другой стороны стояли его двоюродные братья. Рядом с двоюродным братьем стоял Дрона, его учитель и учитель всех остальных братьев. Стоял Бхишма, их дед родной. Стояли все их прочие родственники и так далее. И тут Арджуна понял, а правильно ли я делаю? Ведь если я вступлю в эту битву, я убью всех своих близких людей, может быть не стоит сражаться? И одна из глав Махабхараты, которая так и называется Йога Уныния Арджуны, описывает его состояние, кстати, первое в истории человечества подробное описание депрессии. Где описаны все симптомы, как у него вспотели ладошки, как он не смог держать лук, как его охватило уныние и отчаяние, и он стал говорить, что ему там плохо, и так далее, и так далее. О чем, по сути, эта глава? На самом деле, эта глава действительно о ситуации, ведь заметьте, метафора колесницы, она здесь совершенно не случайна. Мы уже помним, что такое метафора колесницы, это метафора человеческого тела, в которой есть кони, эти самые индри, в которой есть возница, которым, кстати, был сам Кришна, и в которой есть, собственно, хозяин этой самой колесницы. Но ситуация, в которой Арджуна говорит следующее, если я сражусь, я испорчу себя карму, но если я не сражусь, тогда перебьют моих братьев, я тоже испорчу себя карму, что же делать в этой ситуации? Какую дхарму мне выбрать? По сути говоря, то, что описывается в этой ситуации, есть не что иное, как ситуация некоторого эквистенциального выбора. Ведь, заметьте, человек развивается тогда, когда он попадает в ситуацию эквистенциального выбора, когда его привычные социальные роли, которые он традиционно играет, вступают в какой-то ситуации, в противоречие между собой. И в этой ситуации у человека два выбора. Или депрессия, разрушение и так далее. Или человек должен пересмотреть свой взгляд, должен пересмотреть свое социальное позиционирование, пересмотреть свои роли, взгляды, идентичность и так далее. В этом смысле такая ситуация, в которой оказался Арджуна, это прекрасная иллюстрация эквистенциального выбора. Я думаю, что это одно из первых историй человечества, вообще описание этого самого выбора. Причем, заметьте, что такую интерпретацию, как я вам даю, это не изобретение поздних психологов XX-XXI века. Впервые, ну, известного мне, по крайней мере, Бхагавадгиту рассмотрел под таким углом, что описан именно внутренний, а не внешний конфликт. был эстет и философ, один из основателей кашмирского шиваизма Абхинава Гупта, это 8 век н.э. Он как раз рассмотрел Кхагавадгиту под этим углом. Ну, конечно, слово эквистенциально он не говорил, это слово все-таки характерно для XX века. Но в остальном, как бы, он рассмотрел Кхагавадгиту как арену внутреннего конфликта. И в этой ситуации внутреннего конфликта, когда Арджуна пришел, как бы, вне полное смятение, заговорил Кришна его колесничий. А мы помним, кто такой колесничий? Раву. Который начал выводить его из этого кризиса, рассказывая ему различные техники. По сути говоря, точно так же, как Яма провозгласил Начакетасу йогу, Кришна тоже провозгласил Арджуне разные аспекты йоги. По сути говоря, каждая из 18 глав Кхагавадгиты называется так или иначе йога. Первая глава называется йога уныни Арджуны, вторая называется санхья йога, третья карма йога, и так далее, и так далее, и так далее. По сути, он дал разные методы, опираясь на которые, человек мог бы выйти из подобного кризиса. Методы разного уровня сложности, нюансов, деталей, но тем не менее. Йога и так далее, Кришна развернул целый диапазон, устами Кришны, автор Кхагавадгиты, а индусы очень любили этот жанр диалога на всех своих этапах. Устами Кришны было объяснено много разных аспектов йоги. Некоторые нюансы Кхагавадгиты дословно повторяют уже известные нам за панишады. Более того, в Кхагавадгите много строчек дословно скопированных в той или иной панишады. По-моему, из Кхагавадгиты я заметил две абсолютно рождественные строчки, возможно, их больше просто я не заметил. Но, например, идея относительно того, что йога это контроль, образ колесницы сохранился, идея относительно того, что человек должен контролировать индрии сохранилась, но эта идея должна усложняться. Если, например, в Кхагавадгиты речь шла лишь только о контроле индрии, то есть о том, чтобы чувства не уходили к внешним предметам, то в третьей главе Кхагавадгиты упоминается следующая строчка. Тот, кто контролирует внешние чувства, но при этом внутри привязан к предметам, все равно обманщик. То есть, грубо говоря, ты можешь закрыть глаза и делать вид, что мне это не касается. Но если ты думаешь об этом, ты на этом западаешь, почему же не касается? Касается. Твоя энергия, твоей индрии все равно там. Но некоторые нюансы йоги русское тво, то есть равенство или уравновешенность йога, учитывая, называется йогой. То есть, йогой называется теперь не только контроль чувств, но и уравновешенность. Уравновешенность между чем и чем? Здесь для того, чтобы понять эту строчку, нужно понять европейскую традицию. Традицию стоицизма, то есть умение равнодушного или как бы равнодушно не в смысле отморожено, а спокойно воспринимать плюсы и минусы, успехи и неудачи, как бы позитивное и негативное, и так далее. Вот умение пройти по этой серединке, удерживая равенство его в свое состояние, это йога. Но это какой-то уже более тонкий нюанс в развитии этой самой идеи контроля. Следующее определение, которое дано в Кагавадгите. Йога кармасу каушалам. Йога кармасу в действиях, в поступках каушалам искусность, качество, как бы хорошесть, как бы и так далее. То есть йога это не просто некоторый внутренний контроль, а это еще и эффективность достижения своих целей. В умении социально простраиваться, быть успешным, как бы и так далее, и так далее. Следующее, как бы, ну это уже не определение, но тем не менее очень важная категория Кагавадгиты. Здесь, в состоянии йоги, решителен и однонаправлен разум, но многоветвистый и нескончаемый мысль нерешительный, то есть не йога. О чем речь? О тотальности. Кагавадгита, кроме идеи контроля, добавляет новую идею, идею тотальности в каком-либо совершении действия. То есть, если мы совершаем какое-то действие, то мы тотально именно в этом действии, а не в чем-то другом. Мы не рассеиваемся, не уходим в разные стороны, как бы, не теряем себя и так далее. Мы только-только в одном как бы направлении. Этого не было в Кадхово-Панишаде, этого мы, по крайней мере, не видели в Ведах, но это очень важный мотив. Позднее, в средневековой йоге, этот мотив, особенно в кшатрийских стилях йоги, был очень, как бы, поднят на щит и я в блоге, по-моему, писал эту притчу про царя Викраму, который вызвал бога Агния, каким образом он вызвал, ну, сказка такая, да, он сказал, что если я брошу плод и боги не примут мою жертву, то следующей жертвой это будет моя голова, да, то есть вот эта тотальность, готовность, как бы, идти до конца, как бы, быть сосредоточенным на одном, вот это йога. Ну, надо сказать, это идея тоже из Хагавадгиты. Впервые в Хагавадгите формулируется идея самадхи как цели йоги, но здесь очень интересный момент, потому что вот строчка, которая вводит эту категорию самадхи, звучит следующим образом, когда твой противопоставленный писанием разум утвердится в непоколебимом самадхи, тогда ты достигнешь йоги. Заметьте, противопоставленный писанием. То есть, что бы ни писанием, это традиции, вдумайтесь, это не сейчас противопоставить свой разум писанием, это тогда, то есть, в ведический период, когда, как бы, все находятся в состоянии как бы какой-то дхармы, как бы, служения там, ведического ритуала и так далее, и тут выясняется, что ты опираешься не на писание, а на свое понимание, свое самадхи. Что такое самадхи, мы уже поговорим чуть позднее, когда поговорим о йога-сутре, да? Ну, представляете, какая для этого нужна, как бы, смелость, чтобы искать опору в самом себе, а не в чем-то внешнем. Но по поводу опоры в самом себе, как бы, в хагавадгите ценностей несколько шло. Выводится новая ценность йоги. Наконец, как бы, если рассмотреть хагавадгиту в таком широком контексте, а не только в аспекте йоги, хотя все, что описано в хагавадгите, так или иначе имеет отношение к йоге. Выводится очень много новых идей, ну, как бы, в широком ключе. Например, идея социальной ответственности. Пусть мудрые не смущают ум невежественных, привязанных к деятельности, пусть сосредоточенные действия побуждают их любить всякое дело. То есть, там, предыдущая строчка говорит примерно следующее, что если ты перестанешь действовать у Арджуна, как бы, если ты забьешь, как бы, на свой долг, то все люди, которые были ниже тебя по статусу, тоже забьют на свой долг. Они тоже перестанут, как бы, делать то, что им положено. Человек, духовно развивающийся или духовно развитый, должен быть образцом для остальных. Как бы, действуя, он должен побуждать остальных тоже к соответствующему действию. Вот вам категория социальной ответственности. Дальше, совершенно потрясающая идея Абхагавадгиты по поводу следования своей внутренней природы. Даже знающие следуют своей природе, существа следуют своей природе. Что же даст ее подавление? Сама по себе идея, что у человека изначально есть некая природа, которую нужно лишь развернуть, которую нужно воспоследовать, которую нельзя обусловить какими-то внешними факторами, идущими от ума или от социума или еще от чего-то и так далее. Ну, как бы, это, в общем, очень не очевидно. По сути говоря, человечество заново пришло к этой идее только две с половиной тысячи лет спустя в гуманистической психологии. Вот идея Маслоу о самореализующейся личности, о самоактуализирующей личности, по сути говоря, здесь в скрытой форме содержалась уже в хагалгите. Опять же, некоторая индивидуализация и идея дхармы. Своя дхарма, даже несовершенная, лучше, чем хорошо исполненная чужая. И опять же, мы понимаем тут две вещи. Одна вещь, похожая на предыдущую строчку, относительно того, что у человека есть личная природа, личная дхарма, которой нужно воспоследовать, и она отличается от дхармы других живых существ. То есть, мы не можем написать единое предписание для каждого человека. Нужно найти свою дхарму. А с другой стороны, в этой строфе содержится совершенно глобальный, гениальный, просто невероятный по своей мощи духовный посыл. Ведь фактически здесь изложена идея о трансцендентности социума. Ведь что такое по сути дхарма? Дхарма – это некоторая социальная роль, которую играет человек. Как бы некоторая функция, которую он должен выполнить. Например, профессия. Ну, например, мы начинаем заниматься какой-то профессиональной деятельностью. Что мы сразу, с чем мы сталкиваемся? С некоторыми сложностями. Каждая профессия требует определенных навыков, определенных качеств, определенных стилей взаимодействия с людьми, черт характера и так далее. Для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, необходимо себя внутри изменить. Человек же часто не хочет менять себя внутри. Когда в таком случае что происходит? Он выпадает в низы соответствующей профессии. То есть, он начинает мало зарабатывать. Но, для того, чтобы тем не менее начать зарабатывать в той или иной профессии, необходимо признать тот момент, что дхарма, то есть, твоя профессиональная функция выше тебя. В ней содержится что-то, чего ты не понимаешь. Твое ограниченное привычное я, вот эта скорлупка эго, которая окружает человека, она как бы не вмещает в себя всей глобальности социума. Если посмотреть потом, как эти техники использовали позднее, например, использовали в суфийской традиции. Помните, есть описание книги учителя Джиева, там описано, как суфи обучали ученика. Когда он пришел, допустим, он был очень дерганый, то есть, такой резкий парень и так далее. Поэтому, перед тем, как вы сказали, подожди учиться суфизму, вначале научись чеканить блюда. Его заставили быть учеником чеканщика. Суфия чеканщика. Почему? Потому что в чеканке есть одно маленькое но. Ты можешь все прекрасно понимать, ты можешь быть эстетом, замечательно, но в чеканке нужно бить немножечко. Цок, 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 цок. Вот один раз сильно ударишь, все, заготовка испорчена, начинай сначала. Поэтому, как говорится, человек прорабатывает эту самую резкость. Когда он проработал резкость, его отправили учеником нищего, суфия нищего. Он ходил, бил барабан, собирал милость. Почему? Потому что у него было много гордыни. Но нищий это тоже профессия. Если ты смотришь на людей с высока, сидя, так сказать, с подаянием, тебе никто ничего не подаст. Это по-другому с людьми общаться. Мягче. Вот человек нарабатывал мягкость. Как бы через профессиональную деятельность, через новую дхарму. Потом его отправили учеником в медресе профессора, условно говоря, Муэдзина, человека, который, Мурида, который преподавал в медресе, для того, чтобы научиться коммуницировать с людьми, еще чему и так далее. Каждая дхарма, каждая профессия сама по себе содержит в себе какой-то духовный потенциал. Ну, это я уже говорю о более поздних учениях. Но идея эта опять же была изначально прописана в Хагавадгите. Впервые, ну, может быть, не впервые, все это Шатария Панишаде уже упоминается немножко в Хатха-йоге, но упоминается Хатха-йога впервые именно в Хагавадгите. А заметьте такую забавную вещь, что в Хатху Панишаде про Хатха-йоге еще речи не было. То есть, собственно говоря, наше нынешнее представление о йоге как о Хатхе, вообще оно появилось намного-намного позднее. Оно относится к 11-12 веку нашей эры. То есть, 3-4 тысячи лет до этого йога существовала совершенно в другом виде. Она воспринималась как более психическое учение, именно способ управления эмоциями, чувствами, вниманиями, органами чувств, как бы, манасом, разумом и так далее. И только потом уже вместе с надхами пришла идея Хатха-йоги. Но какие-то основы Хатха-йоги в древности уже, видимо, были. И вот в Хагавадгите упоминается такая строчка. Иные последователи пранаямы сдерживая движение праны и апаны приносят жертву прану апани и апани прану. О чем идет речь? Ну, по сути говоря, о задержках дыхания. Когда мы в момент, когда мы хотим вдохнуть, не делаем этого, мы приносим апану или прану в жертву апани. В момент, когда мы хотим выдохнуть, но не делаем этого, мы приносим апану в жертву прану. То есть, фактически, написано метафорически, но на самом деле мы понимаем, что какие-то первичные пранаямы к этому времени уже были. Ну, асаны, честно говоря, в Хагавадгите еще про них ни слова не говорится. Ну, на самом деле, много еще чего описано в Хагавадгите. Я недаром назвал слайд йоги Хагавадгиты, потому что их много. В Хагавадгите описано и категории чнано-йоги, и категории бхакти-йоги, а именно трансценденции посредством эмоциональности. Что такое трансценденции? Смысл любого йоги, любого духовного учения в конечном итоге в том, чтобы выйти за привычные границы себя. Вот есть, опять же, некоторая панцир, некоторая, что называется, скорлупка. И как выйти из этой скорлупки в что-то большее, большее, чем ты? Как трансформироваться? Один из путей действительно лежит через карма-йогу, то есть, опять же, через видение духовной задачи внутри своей профессии и своей функции. Другой путь лежит через познание своего внутреннего переживания, которое глубже, чем тот, опять же, панцирь, который ты носишь на себе. Есть путь бхакти-йоги, который основан на том, что ты, как бы, через очень яркие эмоции, через, очень яркое эмоциональное отношение к окружающему миру, опять же, выходишь за рамки себя. Но это уже, наверное, тоже тема для отдельной истории. И по поводу йоги пхагадгита мы пока прервемся. Я хотел просто обозначить те идеи, которые в йоге появились благодаря пхагадгите. В этот же период, примерно в этот же период, опять же, плюс-минус много лаптей, как раз с человечеством случилось такой феномен, который называется осевое время. Сам термин осевое время ввел в научный обиход Карл Ясперс, известный историк, психолог, психотерапевт 20 века. Он заметил такую штуку, что все самое интересное в истории человечества случилось как раз в период 2,5-2 тысячи лет назад. Ну, не то, что все самое интересное, но какие-то самые значимые обороты. Заметите, что то, что мы сейчас назвали бы мировыми религиями, все это возникло тогда. То, что мы все 9 мировых религий, то есть христианство, ислам, иудаизм, зороастризм, все разновидности индуизма, конфуцианство, даосизм, буддизм, все это возникло тогда. Дальше. Греческая классическая философия. То, что является краеугольным камнем европейской культуры. Это было тогда. Римское право. Ну, чуть-чуть, плюс-минус 200 лет, это было тогда. Это все тогда, да? Вот, по сути, наверное, мы сейчас не найдем ни одной толком идеи, которая не имела бы каких-то корней в тот период. Так вот, в Индии в тот период тоже как бы происходило, да, и что еще очень интересно, это происходило одновременно по всей истории, по всей поверхности Земли. То есть, и в Греции, и в Индии, и в Китае. В Китае в этот же период жили Конфуция и Лао Цзи. В Индии в этот же период жили Будда Галтама и Джинда Махавира. А в это же время в Греции бродил Сократ и получал всех, да? Ну, как-то хорошее было время. Я подозреваю, сейчас тоже примерно такое же. Вот, но мы этого еще не поняли. Это потом будет понятно. Вот. Но, действительно, в Индии в этот момент как бы происходило качественное изменение всего. Академик Смирнов писал как бы ситуацию в Индии и некоторую нестабильную ситуацию кшатрийско-брахманского противостояния. То есть, на социальном уровне возникло некоторое как бы противостояние между высшими кастами. Какая-то была не очень устойчивая система. Правят кшатрии, а высшая каста брахманы, да? Как-то это не совсем стабильненько. Плюс какие-то как бы моменты традиции уже где-то себя отжили, где-то еще что-то. Но, так или иначе, в этот период начали появляться очень мощные реформаторы. Причем, заметишь, что все эти реформаторы были как-то кшатрия. Ведь Кришна был кшатрием. Хотя и считался Богом, да? И Арджуна был кшатрием. И, собственно говоря, те стили йоги, которые про вас гласил Кришна, они в более поздней традиции всегда называются кшатрийская йога. В отличие от брахманической йоги или шиваитской йоги, к которой относятся хатха-йога, раджа-йога, джнана-йога, как бы подобного рода стилей. Будда и Махамира основатели двух крупнейших мировых религий того времени тоже были кшатрием. Будда был принцем, ну, про Махавиру есть некоторые сомнения, считают, что ему приписывают и так далее. Хотя их биографии очень похожи. Долгое время ученые даже считали, что это одно и то же лицо. Вот. Ну, просто как бы трансформированный миф. Сейчас уже доказано, что это действительно разные, открыты новые тексты и так далее. Доказано, что это такие разные личности. Справа Будда, основатель буддизма, справа Махавира, основатель джайнизма. Но учения, которые они создали, были невероятно похожи. А вот историческая судьба их оказалась совершенно различной. Учение Будды вспыхнуло просто как какое-то такое маленькое сверхновое. И просуществовало в Индии, ну, практически захлестнуло Индию и просуществовало в Индии примерно порядка 1200 лет. То есть, где-то до 7 века н.э. когда оно резко начало идти на спад. И буквально к 10 века н.э. в Индии вообще не осталось буддизма. Зато из Индии буддизм распространился практически по всем странам Юго-Восточной Азии. Учение Махавиры не вспыхнуло так ярко. Оно спокойно просуществовало эти 1200 лет в намного более камерной обстановке. Но и не исчезло после исчезновения буддизма в Индии. А продолжило существовать. Вот тоже видно, как иногда природа сеет с запасом. Вот для меня какой-то образ отношений буддизма и джайнизма в Сарнатхе под Варанасе есть такой Олени парк. Это место, где была первая проповедь Будды. Там была построена огромная ступа под последствием царем Ашоки. Ашока она сейчас стоит очень реконструирована уже и так далее. И обычно мы в поездках по Индии заезжаем в это место. Оно достаточно энергетично, интересно, связано с буддизмом и так далее. Я про него еще расскажу, про Сарнатх. Но на территории этого Олени парка обыкнулся внедриться маленький кусочек от Тяпали и внедрился ну как маленький, по индийским меркам маленький, вообще так и не маленький. Маленький кусочек джайнистского храма. Потому что знаете, а вдруг одно не прорастет? Прорастет что-то другое. И действительно сейчас джайна в Индии намного больше. И собственно говоря это одна из самых богатых влиятельных общин в Индии. Почему? Потому что в силу их религиозных запретов если Будда сделал акцент на Матхиамарга срединном пути, на умение уходить от каких-то критических зон и так далее, Махавира сделал акцент на Ахимсе, на невреждении. И джайном запрещены все виды деятельности, которые хоть как-то могут повредить живым существам. Сельское хозяйство, естественно война и так далее, и так далее. Остается что? Банковское дело. Оно никому не вредит. Поэтому значительная доля всего золота Индии сосредоточена в джайнистских банках. Все самые богатые люди Индии за исключением одной общины еще более специфические это джайни. Но сам Махавира вообще не пользовался одеждой, у него ничего не было. Парадокс. Вот такие забавные судьбы учений. И внутри буддизма, и внутри джайнизма сформировалась своя йога. Точнее учение йоги взяло себе на вооружение некоторые идеологические интерпретации и буддизма, и джайнизма. Но так сказать у меня нет на этой лекции времени и ресурса рассказывать подробно про буддийскую и джайнистскую йогу. Это потребовало еще десятков часов и так далее. Поэтому просто упомянем такой феномен появления Будды и Махавиры в период осевого времени. Но в это же время естественно поскольку осевое время было некоторой точкой сборки всей культуры и соответственно индийской культуры, жил еще один важный для нас мудрец Патанжали. Который написал, ну дальше вопрос, что он написал, как всегда, сложный. Дело в том, что зачастую в такой классической религиозной индийской традиции считается, что Патанжали, ну дело в том, что есть минимум три трактата, которые написал мудрец Патанжали. Собственно говоря, известную нам Йога-сутру, трактат Махапхаша, который грамматический трактат, который является разъяснением Аштадхиа и Панени, то есть основы грамматики санскритской. И был еще мудрец Патанжали, который написал трактат по Аюрведе. В индийской традиции классической считается, что это один и тот же божественный мудрец, который даже канонизирован. Более того, мало того, что канонизирован, вот это изображение Патанжали, а не змеи. Как бы из храм около Пуны, как бы южноиндийских, где как раз он посвящен мудрецу Патанжали, который считается воплощением вселенского змея Шеши. Даже само имя Патанжали считается, что родился он Пата, упавший, Анджали, ладошки. Он упал в ладони матери. Ну понятно, что это уже поздняя мифологизация. Но от чего происходит такая мифологизация, канонизация? От признания колоссальной роли этого человека. Долгое время в Индии считалось, что все три Патанжали это одно и то же лицо. Сейчас уже практически доказано в науке, считается, что это все-таки три разных человека. То есть был Патанжали грамматик, был Патанжали аюрведист и был Патанжали автор трактата по йоге. Нас интересует в первую очередь, конечно, автор трактата по йоге, потому что вот этот трактат по йоге, подобно тому, как в севое время было некоторой точкой сборки вообще всего человечества, так и йога-сутра Патанжали явилась точкой сборки всей йоги. Сам Патанжали в первой строфе йога-сутры называл свой трактат анушасанам. Трактат называется после там шлоки, посвященной Ганеше. Первая шлока звучит адха йога анушасанам. Вот разъяснение йоги. Анушасанам это последующее разъяснение ану после шас разъяснять горе. То есть по сути анушасанам называются трактаты, которые как бы подытоживают все имеющееся. И в этом смысле можно сказать, что Патанжали подытожил все имеющееся и даже те огромное количество текстов, которые скорее всего до нас не дошли или школ, которые до нас не дошли. Хотя надо сказать, что в наше время уже довольно много до нас дошло благодаря сбору информации и в буддийских школах, и в джайнистских и так далее. То есть сейчас уже еще 50 лет назад мы не могли так глубоко понимать, что происходило в период например 234 лет назад. Сейчас уже довольно глубоко изучен этот период, это время и так далее. Но тем не менее как бы считается, что в этом трактате Патанжали подытожил все, что было. Но положа руку на сердце, он не только подытожил, но и на самом деле опять же ввел в обиход огромное количество новых идей, концепций, взглядов, которых, ну может быть они и были в каком-то как бы прото-зачаточном состоянии, но они стали актуальными, они стали понятными. Ну, в первую очередь Патанжали дал новое определение йоги. Йога читаш в ритане ротха. О чем в данном случае? Я даже не стал переводить его на русский язык, потому что перевести его на русский язык невозможно. Но о чем в данном случае идет речь? Помните, в Катхау Панишаде была метафора относительно города с девятью вратами, через которую вытекает что? Прана. Человек может потерять прану. В Пхагавадгите была метафора относительно того, что человек должен контролировать индрии и манас. Подобно тому, как черепаха втягивает в себя лапки, подобно этому человек, ну, или практикующий йог, пусть тянет в себя как бы индрии, совершит пратьяхару, то, что в йоге называется пратьяхара, противоположное втягивание. Но Патанжали заговорил не о некоторых текстах в качестве того, что теряется, когда человек улетает, назывался манас. Но Патанжали теперь говорит не о пране, не о манасе. Он вводит новую категорию читта, которая на самом деле содержит некоторые новые нюансы. То есть, в принципе, читта происходит в корне чит, думать. То есть, читта это как бы мысль. Но русское слово мысль вообще никак это все не переводит. Ну, я пробовал в блоге объяснить, что такое читта, и наиболее простым объяснением является такая субстанционированная материя мыслей. Вот, грубо говоря, если вы задаете себе вопрос, где сейчас я, например, я задумался о том, что там у меня происходит дома. Вот моя читта там. Если я подумал о будущем, моя читта там. Но если я как бы здесь, то моя читта здесь. Вот, как бы, по сути говоря, где я самоощущаю себя. Но неровка более или менее слово понятное. Контроль, удержание, и так далее. Тут мы вспоминаем метафору контроля коней, метафору контроля этих лапок черепахи и так далее. Но вот слово вритти является, ну, можно сказать, концептуальной находкой потанжали. Ведь, заметьте, если в предшествующих йоговских трактатах, Катко-Панишаде, к чему могла привязаться мысль, или к чему привязывались органы чувства, к внешним объектам, то категория вритти, она шире. В одной из следующих строчек потанжали перечисляет пять видов вритти. Промана, Випарияя, Викальпа, Нидра, Смрити. И вот, когда мы начинаем их анализировать, мы понимаем, что, когда мы Смрити, памятование, воспоминание, когда мы вспоминаем о каком-то реальном объекте, это уход читы к внешнему объекту. Когда мы мечтаем о будущем, это тоже уход к внешнему объекту. Но как объяснить Проману, Випарию и Викальпу? Дело в том, что Викальпа это уход читы в пустотные категории. По сути говоря, мы переходим в некоторую новую категорию, на некоторый новый уровень абстракции понимания. То есть, если мы пользуемся словами, сути которых не понимаем, если мы пользуемся какими-то образами, которые в действительности не можем определить, это тоже удерживает нашу читу. А не только совершенно материальные, плотные, понятные внешние объекты. Я думаю о чашке, соответственно, моя чита там. Нет, когда я думаю некорректно о каком-то философской категории, моя чита тоже там. Если я заблуждаюсь випарьяе, если я неправильно что-то интерпретирую, моя чита там. Но даже если Промана, первое из Врити, даже если я правильно обо всем думаю, моя чита все равно сдержана. Потому что любое, даже правильное знание, оно носит ограниченный характер. Возможно, потом мы узнаем что-то большее, и мы сможем расширить свое понимание. В этом смысле вот это определение йога как чита в лета неродха, оно является, это не просто анушаха нам, не просто какое-то еще одно объяснение уже известного. Это совершенно новый шаг вообще в понимании, новый шаг в уровне абстрактного понимания йоги. Дальше. Ну, наверное, говоря о йога-сутре, следовало бы поговорить о... начать с заблуждения потом с основных идей. Потому что йога-сутра является с одной стороны как бы фундаментальным трактатом, на который опираются все нынешние школы, с другой стороны, ну, поскольку ее толком никто не читал, вот, как бы является источником, которому приписываются все заблуждения свои собственные. Какие в данном случае заблуждения чаще всего приписываются йога-сутре? Первое. Ну, вы помните, что о Паранжале говорится об ашта-анга восьми ступенях. Так вот, анга это не ступень. Анга это часть. Например, ангула это палец, часть тела, или анга шарира части тела. То есть, это не ступени, это ступени иерархизированы, а части йоги нет. Восемь анг-йоги это восемь принципиально разных способов развития, а вовсе не последовательно проходимые яма-не-яма, асана, пранаяма и так далее. Хотя, если вы возьмете любую статью в Википедии, там где угодно, там будет разлагаться, это абсолютно абсурдная мысль. Дальше. Патанжале очень подробно излагает категорию самадхи. Но, почти все, вот опять же, вы набираете самадхи в Википедии и получаете сто тысяч статей как бы с объяснением того, что самадхи это цель йоги. Патанжале нигде не сказано, что самадхи это цель йоги. Более того, вся третья глава йога-сутры посвящена результатам, которые можно достичь, совершая самадхи над разными объектами. А раз мы еще ставим какие-то дополнительные цели, это уже не цель. Более того, самадхи это не трансовое состояние, опять же, это не столбовой инсульт, это не истерический припадок, это не каталептический ступор. Но, опять же, если взять такое понимание йоги наивно-дилетантское, то чаще всего мы приходим к одним из этих мыслей. Но, в действительности, для того, чтобы понять слово самадхи, нужно, опять же, понимать его этимологию и то, как его использовал сам Патанжале. Слово самадхи этимологически разделяется сам приставка, а усиливающая приставка, сам вместе, а усиливающая приставка, да корень, это тот корень, который в русском языке превратился в корень де. Куда ты дел эту вещь? То есть, локализовать, что ли? И суффикс и, самадхи. То есть, по сути говоря, если расшифровать все это слово, то наиболее точное русское эквивалент будет собралось. Что-то собралось воедино. Вот ты что-то не понимал, а стал понимать. Ты о чем-то думал, как бы оно не шилось, а теперь оно прояснилось. То есть, самадхи это некоторое интеллектуальное переживание. Более того, для того, чтобы понять насыщенность любой системы, очень важно иногда понять, можно провести частотный анализ слов. Наш инструктор специально сделали частотный анализ слов в йога-сутре и обнаружили такую вещь. Самый встречаемый корень в йога-сутре, самый частый, корень джна, знать. Йога по танжале это исключительно интеллектуальная система. Это, по сути говоря, некоторая сложная теория познания, это сложная модель управления творческими какими-то силами, а вовсе не какая-то система для впадания в физиологический транс или еще чего-то. Поэтому самадхи это некоторое интеллектуальное прозрение. Если говорить терминами западной психологии, ситуация, когда завершился гештальт, или сложился гештальт, или вырисовался гештальт, когда действительно сложилось, собралось и так далее. Следующее распространенное заблуждение, их много на самом деле, порядка 20, но я все не буду перечислять, потому что это опять же заняло бы несколько часов. Известные, я опираюсь на ваше первичное знание йоги все-таки, наверное, есть, категории яма и не яма. Обычно пишут это этические ступени йоги, это неэтические ступени йоги. Корень ям, который лежит в основании слова яма, равно как в основании слова не яма, потому что ни, это всего-навсего приставка усиливающая. Корень ям это контролировать. Собственно говоря, имя бога смерти яма происходит от этого же корня. Яма это смерть, смерть это контролер. Именно сравнивая с ней мы что-то можем принять какие-то решения. Именно смерти все боятся и поэтому как бы в мире что-то контролируется. Но суть категории яма и не яма это степени внутреннего контроля. Причем те уровни ямы, которые дают потанжали, а он выделяет, помните, астея, брахмачария, апариграха, сатья и ахимса. По сути говоря, мы очень легко можем понять, что каждый из этих ям это контроль определенного вида энергии. Что такое астея, не при своем, не чужого? Это контроль муатхарной энергии. Брахмачария это контроль сексуальной энергии. Ахимса это контроль манипурной энергии, энергии причинения вреда. париграха, привязанность к дому это контроль анахатной энергии. И, наконец, сатья и правдивость это контроль вишутковской энергии. Точно так же, как и ни яма, тоже мы можем как бы свести к некоторому контролю разных видов энергии, но это как бы отдельная тема. Поэтому, как бы, вопрос здесь вовсе не в этике, вообще не в этосе, а в уровне внутренней простроенности. И тогда мы четко понимаем, что такое на самом деле яма-ни яма. Ну и, наконец, еще один очень важный момент в йога-сутре, хотя все обычно ссылаются, ну, как, может, не очень грамотные люди ссылаются, что йога описана в йога-сутре, увы, в йога-сутре не описаны никакие хатха-упражнения. Вообще, того, что мы назвали бы хатхи, в йога-сутре посвящено четыре строчки из 186. Одна строчка, которая объясняет, что собирание чита возможно путем сдерживания дыхания. Одна строчка определяет, что такое асана, стхира-сукха-масанам, то есть устойчивая стхира, мы уже помним это слово, да, и сукха, приятная, это асана в положении. Еще две строчки поясняют смысл, как бы, асаны, ну, пять, извиняюсь, строчек, и одна строчка объясняет суть праная. Все. Все остальное посвящено познавательным процессам, медитативным процессам, творческим процессам, процессам контролирования внимания, как бы, процессам осознавания и так далее. В этом смысле в период Патанжали, видимо, хатха-йога уже была, раз я ее упоминал, Патанжали, но ее место было достаточно мало, примерно, пять строчек из старости 25. Понятно? Что же, какие же идеи Патанжали вел? Это не полный перечень, у меня есть статья на блоге по поводу новых идей в йога-сутре, там я перечисляю порядка 20 идей. Я много раз уже порывался дополнительно статью, потому что я уже нашел больше. Но, если так, как говорится, сократить басенку, то можно сказать следующее. Ну, я уже одну, наверное, основную идею объяснил по поводу категории в ритте, которая вышла за рамки только объектного мира, а перешла как бы в некоторый абстрактный мир. Второй момент. Психологическая природа кармы. Дело в том, что до Патанжали во многом воспринималась карма как нечто что ли внешне объективное. То есть, ну, грубо говоря, есть какая-то неотвратимая сила, которая тебя заставляет, побуждает и так далее. Патанжали, ну, по крайней мере, из понятного мне, впервые написал следующее, что основой кармы являются самскары, то есть внутренние собственные устремления человека. Карма определяется не внешним, а внутренним. По сути, наше собственное желание. Ну, для того, чтобы проиллюстрировать эту идею с самскарами, есть классическая притча, ну, она уже намного более поздняя, конечно, чем Патанжали, по поводу того, как два человека, там, брахман с своей супругой, уже будучи очень глубоко старыми, решили сделать ритуальное самоубийство и уморить себя голодом, потому что жить уже не могли, так сказать, ну, в общем, автаназию такую в древнем мире, да, и так далее. Но, так сказать, когда они как бы уходили из этой жизни, ну, как бы, мужчина, как бы, ушел спокойно, да, а женщина в последний момент почувствовала запах рыбы. И у нее появилась мысль, рыбки быть. И в следующей жизни он родился царем, а она рыбачкой. Почему? Потому что все ее, как бы, естество захотело рыбы. И следующее рождение было обусловлено этим самым желанием. Ну, даже если не рассматривать вопрос перехода из перерождения в перерождение, там, и так далее, а рассматривать какие-то более, ну, простые, непонятные вещи, мы можем понимать, что события, которые случаются в нашей жизни, определяются нашими собственными вытесненными желаниями, а не какими-то внешними факторами. По сути, наши собственные скрытые желания, мотивы, там, и так далее, ведут нас самих бессознательно к своей реализации. Это и есть карма. И, соответственно, возможность работать с кармой обусловлена работой со своей психикой, самосознаванием, избавлением от ненужных желаний, и так далее, и так далее, и так далее. Вся методология, которая после нее была в тибетской йоге, в современной йоге, по сути, она строится на этой одной мысли, которая впервые сформулировала Фатанжали. Дальше. Следующая мысль еще глубже. Вот она по гениальности просто, мне кажется, превосходит все, скажем, сказанное выше. Дело в том, что совершенно понятно, что важным аспектом работы, если мы понимаем, что карма определяется желаниями, по сути, эмоциями, там рага, двеша, как бы все остальное, то для того, чтобы человек управлял собой, ему необходимо управлять эмоциями. Но как управлять эмоциями? Ну, если взять какие-нибудь такие наивные, психологические школы, или там какие-то недоделанные, там современные, и так далее, то есть в той серии, если ты хочешь быть счастливым, будь им, а если ты хочешь быть веселым, ну, будь веселым, не гордись, как говорится, не переживай, и так далее, и так далее. Блин, да как? Как это можно сделать? Да никак, на самом деле, потому что эмоции не управляются через эмоции, эмоции управляются через осознавание, через более высокую функцию. Например, если вы там, допустим, человек сказал вам что-то неприятное, вы в ответ на него вызвались, да сколько себе не говори, да нет, он хороший человек, да что я, да что я зверюсь, да не надо, не надо, и так далее. Вряд ли это сработает надолго, скорее это будет вытеснение в психоанализе. Но если в этот момент вы, например, поймете, почему на самом деле человек рассказал, например, у него был действительно с ним что-то неприятное случилось, или он на самом деле обижается на вас за то, что вы сделали, но вы еще не знаете, изменяется. То есть для того, чтобы изменить эмоции, необходимо изменить понимание ситуации. По Танжаре будет специальную идею, ну или концепцию, а сам праджна-то, то есть осознавание, если почти дословно перевести на русский. То есть когда мы осознаем и смотрим на какую-то ситуацию с более высокого контекста, вот только тогда мы можем изменить эмоции в отношении этой ситуации. На мой взгляд, это гениально, это превосходит понимание даже большинства современных психологических школ. Которые все равно, ну наивных таких психологических, которые все равно пытаются работать с эмоциями через эмоции. Следующий момент. Какова же цель йоги по Танжаре? Опять же, вот не Самадхи, а как раз четвертая глава Танжаре называется Кайвалья Пада, или глава Кайвалья. Танжаре вводит некоторую новую категорию, которую, если мы глубоко подумаем, она была и в Тадхо Панишаде, и в Хагавадгиде, но она не была названа так красивой. Что такое Кайвалья? Кайвалья это абстрактное существительное, которое происходит от прилагательного Кевалом. Кевалом это быть одному, но не в смысле такого русского одиночества, что такое депрессивное, негативное, а скорее такое английское лонали, вот как бы в одиночку, без какой-то негативной коннотации. Соответственно, абстрактное существительное, которое отсюда происходит, Кайвалья, это как бы одиночность. Я бы перевел, может быть, на русский как даже не самодостаточность, а обособленность. Чтобы понять, что такое кайвария, мне кажется, наиболее яркую метафору этого состояния, хотя они не использовали это слово, дали Олдики в черном баламуте в образе, помните, там был такой персонаж Рама с топором, которому Шива подарил топор. И он сказал, что до тех пор, пока с тобой будет этот топор, ничья иная воля, даже моя собственная, сказал Шива, не будет властной над твоими решениями. Ты сам принимаешь свои решения, ты сам за них отвечаешь. По сути, для нормального человека, в кавычках нормального, естественно, что его выборы, его решения навязываются к тем-то извне, его же собственными желаниями, его стереотипами, какими-то привычками, динамическими стереотипами и так далее. Его, в конце концов, другими людьми, рекламой, наконец, и так далее. Получается, что до тех пор, пока нами дрыгают другие люди, или дрыгают другие обстоятельства, это не мы живем, это не мы принимаем решения. Хотя несем за них полную ответственность. Ха-ха-ха, да? Но переживание кайварии как раз и состоит в том, что человек отрешается от всех этих внешних факторов и начинает принимать решения, которые соответствуют его внутреннему существу. В третьей главе как раз в Хагавадгите есть похожая строка, но она как бы немножечко на уровне абстракции не дотянулась до йога сутры Патанжали. Там тоже примерно говорится следующее, что человек, который достиг некоторого состояния целостности, он ничего не хочет от других людей. Его решение обусловлено только им самим. Он ничего не хочет, в смысле не пытается на них свалить ответственность. Но как бы вот это переживание кайварии, или если мы возьмем опять же Катхал Панишаду, вот эта идея, что если ты дошел спрятанное в тайнике твоего сердца свое истинное я, то оно определяет твои поступки и твои решения. Не эмоции, не желания, не безумные кони, которые тянут тебя, морковь куда-то показал, как бы они побежали и так далее. Как бы нет, это ты принимаешь решение. Хозяин колесницы принимает решение, куда ехать. Дхиро вот этот самый. Или то, что потом Патанжали назвал Драктар, наблюдатель. И вот когда человек, первая строчка Патанжали, вы помните, йога, шчитаврита, неродха. А вот две следующие, как бы они очень гениальны. Тогда, тогда Драктуху, сварупяя вастханам. В состоянии чита, неродхи, Драктар, внутренний наблюдатель. И находится в своем истинном состоянии. В остальное время, вритти сарупьям и таратра. В остальное время он растворен в своих вритти. Его нет. То есть, это не вы существуете в тележке. Это вы слились с конями. Но в состоянии, когда вы управляете тележкой, вы решаете, куда ехать. И в этом смысле вы являетесь хозяином своей собственной жизни. Это цель йоги. Не абстрактное мокша, растворение, улетание в радужном сияние и так далее. Нет, это цель вполне реалистична, как бы жизненно и так далее. Чем-то это, опять же, перекликается с идеалами стаицизма. Чем-то это перекликается с другими какими-то греческими школами. Но, тем не менее, идея такова. Понятно? Дальше. Патанжали, наверное, более чем кто-либо гениально описал этапы процесса познавания. Последние три анги, а именно Дхарана, Дхьяна, Самадхи, он объединил в некоторый общий процесс, который назвал сам-яма. Корень ям контролирует сам, самоконтроль. Но в чем состоит смысл этого переживания сам-яма? Для того, чтобы познать что-то, необходимо в первую очередь достичь состояния Дхарана. Дхара, корень Дхр, это держать. Дхарана, это удержание. То есть, удержание своего внимания на объекте. То, о чем говорили древние йоги. Ты можешь думать о том, о чем решил думать, а не о том, куда тебя там эмоции разносят. Но, первый этап, ты должен научиться концентрироваться, по сути. Второй этап, Дхьяна. Корень Дхьяй, думать. Но думать, в санскрите около десяти корней, которые означают разные аспекты мышления. Так вот, Дхьяй, это мышление корректное. В отличие, например, от Ман. Вот я мню себе, думаю, себе что-то придумал и придумал. Нет. Это корректное, грамотное мышление. Дхьяна у человека наступает тогда, когда он не может больше ни на какую другую тему думать. Ему не нужно себя специально удерживать. Как бы на каком-то объекте. Его этот объект захватывает настолько, что ни о чем другом он думать просто не может. И вот только после этого наступает самадхи. Когда тот объект, над которым вы размышляли, та задача, над которой вы размышляли, сложится на конец. И вы увидите ее во всей полноте. Гениально, да? Ну, на самом деле, я думаю, что в области психологии и творчества ничего лучше и не написано. Это как раз об этом. Дальше. Патанжали дал точное определение каждого из анг, каждого из элементов йоги. Что такое пратирхара, что такое дхарана, дхьяна, самадхи. Ну, я не буду сейчас на эту тему говорить. И многое-многое другое. Но думаю, что тут пока хватит. Надо сказать, что йога-сутра не только один из самых известных текстов, но и один из самых комментируемых. Известно очень много классических комментариев йога-сутры. Ну, вот я, например, здесь перечислил 8 или 7 комментариев. Но самым известным является так называемая йога-бхашья-вьясы. Которая была написана, например, условно через 500-1000 лет после Патанжали. Поскольку точное дирование Патанжали тоже не вполне понятно. Это довольно развернутый комментарий. Если сама йога-сутра занимала всего 186 строчек, то йога-бхаша это уже целая книжка. Но надо сказать, что на мой взгляд, это же самый известный, самый цитируемый комментарий. Но лично я считаю, что йога-сутра внес в текст йога-сутры много изменений. Ну, по крайней мере, комментированных изменений. То есть, например, в одной из строчек он дописал слово саматхи в своем комментарии. И, по сути, многие современные комментарии, опираясь на комментарии йога-сутры, говорят не о сам-праджете как отдельном состоянии, а о сам-праджете о саматхи. Хотя такого, собственно говоря, в йога-сутре изначально не было. Дальше, в некоторых строчках он немножко переизменил перевод слова. И получилось, скажем так, смысл йога-сутры под влиянием в яси немножко поменялся в сторону обезмысливания. Вот это знаменитое высказывание, которое почти все цитируют в неграмотных переводах и так далее, что чита-брида неродка йога – это остановка деятельности сознания. Вот на самом деле первое, что на мой взгляд является полным бредом, как бы и так далее, потому что, подожди, Адраштар – это не сознание, что он же в своем истинном состоянии. Чего же становилась деятельность сознания и так далее. Но на самом деле вот эту тему с бессмыслием, как бы, с остановкой деятельности сознания и так далее впервые в комментариях внес как раз в яси. Дальше. В ясу, в свою очередь, прокомментировал очень известный философ Ачатпати Мишра. Он много чего написал. Он был крупным классиком Санхи, написал Швара Карику, какие-то еще несколько трактатов по Санхи и так далее. И сделал огромный развернутый комментарий как раз к йога-фаши Татровой Шравани. Чем для нас интересен этот комментарий? В нем впервые упоминаются уже подробно асаны. Вот, по сути говоря, какой-то базовый набор примерно из двух десятков асан где-то появляется на этом этапе. И подробно он уже появляется в комментарии Шанкары. Не того, кстати, Шанкары, Шанкарачария, другого. Но там уже как бы описан нормальный список из 20 или 30 асан. Я не посчитал, надо было иголочкой посчитать, но как-то поленился. Для того, чтобы вы поняли, сколько реально комментариев к йога-сутре, я специально сфотографировал свою коллекцию. Вот это все классические комментарии к йога-сутре. Это целая полка, и она сюда не вся влезла. Вот, допустим, когда двухтомничек стоит желтенький такой, это комментарий Шанкары. А вот этот четырехтомник, четырехтомник на 186 строчек, это комментарий Рижняна Пхишу, 17 век. Вот, как бы, а вот эта большая желтая книга, это первый том комментарии в Яссе. То есть, к первой главе комментарии и так далее. То есть, всего тут порядка 20 классических комментариев. А всего, если брать еще английские комментарии, около 50. Уже более поздно. То есть, как бы, к вопросу о том, насколько комментированным является йога-сутра. Ну, к йога-сутре мы, возможно, еще вернемся. А пока мы сделаем небольшое отступление. И поговорим о зарождении в этот же период, ну, как в этот же период. Начало эры, плюс-минус 500 лет, такого учения, как тантра. Дело в том, что, ну, сам по себе вопрос о зарождении тантры очень сложный и неоднозначный. Некоторые считают, что тантра это, как бы, очень древнее учение, которое еще восходит к именно драведическим временам, доарийским и так далее. Некоторые, как раз, считают, что оно зародилось в этот период. Я лично считаю, что нужно, как бы, разделять два аспекта тантры. Ну, как бы, с одной стороны, конечно же, всегда существовал какой-то аспект, как бы, связанный с переживанием, как бы, там, экстатическими переживаниями, переживаниями женского начала и так далее. И это архетипически, это есть у всех народов и уходит в очень древнюю древность. С другой стороны, появилось некоторое интеллектуальное учение. Так вот, интеллектуальное учение все-таки не могло появиться в очень глубокой древности. Для этого нужны какие-то интеллектуалы. И я все-таки связываю зарождение тантры с деятельностью, ну, как косвенный или побочный продукт, деятельностью такого важного учебного заведения, как университета на Ланге. Дело в том, что практически после смерти Будды, в штате Бехар, ну, если представляете себе Индию, в Варанасе чуть-чуть правее, да, как бы и так далее, возник первый буддийский университет. Чтобы вы понимали масштабы этого университета, он просуществовал 1200 лет. То есть примерно, да нет, даже, наверное, чуть-чуть дольше, 1500, он где-то в X веке был разрушен мусульманами. Ну, в общем, где-то 1500 лет. Для сравнения, самый древний нынешний университет Сарбонна, да, какого там, 1100 какого-то года, да. То есть самому древнему нынешнему университету около 900 лет. Тогда, в тот период, в нем обучалось до 10 тысяч студентов. Вы понимаете, вообще масштаб этого учебного заведения. В тот период, когда 10 тысяч, это было очень много. С Батыем на Русь пришло 25 тысяч человек арты. А тут 10 тысяч студентов. Понимаете? По сути говоря, он создавал вокруг себя очень мощную прослойку интеллектуальной элиты. И, естественно, да, плюс надо сказать, что это был период, ну, скажем, одного из расцветов вообще Индии, как страны, как бы, и так далее. А любой расцвет, он всегда связан с утолщением прослойки интеллектуала, да. Когда, как бы, ситуация стабильна, когда и людям есть возможность подумать, когда существует пространство, как бы, коммуникации. Ведь будем реалистами, индийская традиция, это не ощущение, что там сидит себе Брах, он в своей хижине, там, получает студентов, все, и пошли, да. Это огромные диспуты, которые собирали цари, так называемые Брахмаваки, да. Как бы, это школы, гурукулы, из которых ученые перемещались из одной в другую. Это традиция, как бы, типа ученых советов одобрения новых ученых трактатов. Как бы, это традиция переписчиков. Это огромная интеллектуальная традиция. То, что мы видим сейчас в Индии, это интеллектуальные осколки той гигантской традиции, которая только была. И вот одним из эпицентров этой традиции, как раз, и был университет Налам. С одной стороны, это был, безусловно, буддийский университет. С другой стороны, как всегда, в университетской среде возникает что? Пожжение и смута, да. Потому что, когда интеллектуалы начинают задумываться, они все равно приходят не совсем к каноническим выводам. И вот вокруг этого университета и начала формироваться такая традиция, которая, как бы, выходила за рамки традиционной догматики. Ну, на самом деле, многие из тех, кого мы сейчас называем махаситхами тантрическими, ну, по сути, в буддийской традиции или в индуистской традиции, так или иначе были связаны с этим университетом. Вот один из первых, например, там, условно, тантриков, безусловно, это мифологическая личность и так далее, Сараха, ну, правильно говорить, Шараха, как бы, Стрела, почему он атрибут Стрелы, да. Как бы, вот рассказ про него очень интересен. Он был традиционным брахманом из брахманской семьи, но, как бы, при этом полюбил женщину из низшей касты, она была дочерью кузнеца. Мало того, что он полюбил ее, мало того, что у него были с ней сексуальные отношения и так далее, так он еще считал ее своим учителем. Что было вообще для брахмана немыслимо, да. И когда народ, как бы, возмутился и пришел, как бы, разбираться, да, а он был известным ученым, как говорится, уважаемым человеком там и так далее, он спел, так называемую, песню Сарахи, которая звучала примерно следующим образом. Вы действительно ли уверены, что от ваших всех, как бы, ритуалов и так далее есть какая-то польза? От внутреннего переживания, на самом деле, есть польза, а не от внешнего соблюдения ритуала. Как бы, чувства дают человеку освобождение, а не забирают его. То есть, по сути говоря, он создал какой-то совершенно, ну, как бы, новый дискурс, который потом, как бы, неоднократно тантрики под тем или иным углом, как бы, повторяли. Чуть в другой части Индии, как бы, рождается другой текст, примерно в тот же период, плюс-минус 300 лет, который, как бы, фактически сейчас является одной из основ вообще современной тантры и, безусловно, основой такой тантрической традиции, как ашмирский шиваизм. Текст этот называется Шива-сутры. Это вообще совершенно потрясающий текст. Почему? Потому что он невероятно короткий. Вот он содержит несколько десятков всего строчек, и каждая строчка, ну, буквально содержит два-три, максимум четыре слова. Я для себя этот текст назвал манифест мистика интеллектуала. Вот то ощущение, которое испытываешь, когда читаешь Йога-сутру, понимаешь, что такое мог написать только человек, который действительно, как бы, он воспри... Это не религиозная мистика, это не базарная мистика, это не экстатическая мистика. Это глубочайшее поразвление человека, который, как бы, всю жизнь, как бы, мыслил и, как бы, очень тонко отрефлексировал свое мышление. Свои мысли он изложил невероятно коротко, что, по сути говоря, позволяет, ну, скажем, воспринимать этот текст, как некоторый медитативный текст, я бы сказал, как такими слоганами эстетическими. Кстати, я тоже не сказал такую важную вещь, когда говорил о Йога-сутре. В чем вообще состоит жанр сутры? Дело в том, что сутра на санскрите — это нить. Сутра — это короткие высказывания, которые нитевидно, логически связаны друг с другом. По сути говоря, сутра — это как раз и конспект, смотря на который ты можешь, ну, что ли, вспоминать какие-то основные элементы. Это может быть конспект для преподавателя или конспект для студента, который кратко записал за преподавателем, чтобы потом подумать. Или, как говорится, какой-то конспект, который передан другому человеку, чтобы он над ним поразмыслил сам. Вот в таком жанре. Но, как будто Йога-сутра в этом смысле очень короткие сутры, но еще короче сутры — шива-сутры. Но каждая из них — это просто кладезь какого-то понимания. Вот я выписал свои любимые здесь сутры. Ну, возможно, конечно, они выпадают из этой нити контекста, но просто, чтобы вы поняли, наверное, специфический взгляд человека, который являлся автором этой шива-сутры. Ну, естественно, она считается в мифологическом ключе, написанном на камне, который нашли, и так далее, и так далее. Ну, как говорится, я в такое не верю, но думаю, что просто был очень умный человек, который, так сказать, сказал очень красивые мысли. Кстати, вот здесь показано изображение. Эта шива-сутра переводилась на русский язык Олегом Ярченковым, как бы очень известным санкретологом, как бы очень яркой личностью. В принципе, она доступна на русском языке. Вот, например, начинается шива-сутра с следующей фразы. Чайтанья Атмана. То есть, чайтанья — это корень чит, а чайтанья — это абстрактное, существительное, вот думать. То есть, разумность божественна. Ну, куда дальше? Где мы ищем Бога, да? За тот факт, что мы разумны, вот дальше уже искать нечего. Это и есть самое главное чудо во Вселенной. Способность познавать, способность самосознавать, как бы и так далее. Вот она. Ну, как я понимаю, по крайней мере, эту строчку. Следующая потрясающая строчка. Джданам Бамханам. Знание Аковы. Почему знание Аковы? По той же самой причине, почему Патанжали записал Проману в качестве первой в рите. Да потому что любое локальное, ситуативное знание, оно не дает тебе возможность усомниться и попробовать понять что-то большее, чем ты уже сейчас знаешь. Как бы, поэтому это Аковы. Для интеллектуала это понятно. Как бы, ты всегда пытаешься понять больше, чем ты понимаешь сейчас. Завтрашнее знание, оно разрушает вчерашнее. Ты начинаешь знать больше, чем знал. И ради этого ты, по сути, живешь. Вот в Шивасутре прямо упоминается слово йога. Удивительные ступени йоги. Опять же, ну, там, по-моему, корень хас использован. В общем, как бы радуют, как хас, это смеяться. Там, как бы, заставляют улыбнуться, как бы, каждая новая ступень. Почему? Да потому что каждый новый шаг познания, он только тогда актуален, он только тогда интересен, когда он заставляет тебя, как бы, что называется, поднять волоски на теле и говорить, блин, это еще так интересно. Я так многого еще не знал. Я открыл для себя что-то новое. Как бы, и это потрясающе. Большинство людей боится открывать новое. Они хотят удержаться в своем нынешнем состоянии. Но на самом деле это зря, потому что это настолько интересно открывать, как бы, что-то, с чего ты раньше не видел. Как бы, делать новые шаги, как бы, расширять себя. Ну, непонятно. Следующая известная строчка. Я когда-то написал ее в своей красной книжке, ну, еще до того, как познакомился внимательно с Шивасутрой, да, по поводу того, что мы кормим свое ментальное тело новыми знаниями. Но на самом деле, как бы, это тоже было написано в Шивасутре. Знания джнанам, аннам, знания пищи. Точно так же, как мы питаем себя новой едой, точно так же мы питаем свое эмоциональное тело новыми впечатлениями, мы должны питать себя новыми познаниями, новыми идеями, новыми концепциями. Иначе мы умрем с голоду. По крайней мере, наш мозг умрет с голоду, да. Ну, современные исследования, кстати, подтверждают, что если мозг перестает получать концептуально новую информацию, он быстро стареет. То есть нужно постоянно изучать, не просто, употреблять, например, линию в мессенджере каком-то или еще что-то, а узнавать новые идеи, которые заставляют, опять же, тебя удивиться, как говорится, подняться волоски на теле и так далее. Следующая строчка, ну, я просто выбрал еще раз, вы самые интересные. Тело жертва. То есть, почему тело жертва? Да потому что для того, чтобы приобрести новое знание, новый опыт, мы жертвуем чем? Днями жизни, годами жизни, ситуациями, здоровьем, еще чем-то и так далее. Тело – это жертва, которую мы приносим на алтарь своего собственного познания, на алтарь приобретения нового опыта. Сознательно приносим или несознательно? Иногда приносим, но не приобретаем новый опыт, по глупости. Иногда приносим и понимаем, да, я потратил столько-то времени, но теперь я знаю, теперь я понимаю, я обладаю новым знанием. Это самая главная жертва, которую приносит человек. Не козленочка, как говорится, в единические времена, или не цветочную пуджу, как говорится, кинуть в гампу и так далее. А тот факт, что ты бросаешь свое тело или самого себя в какие-то новые-новые переживания, приключения, ситуации и так далее. Понимаешь, что это все реально серьезная плата? Ну, глубоко, насколько глубоко, да? Ну, по сути, чтобы понять танк. Гуруру поехал. Гуру метод. Опять же, странное вроде бы высказывание, да, но если вдуматься, опять же, ощущение, вот, для, ну, как бы, каких-то ведических времен, гуруру воспринимается, конечно, вот, он сказал, ты сделал, как бы, ты научился и так далее. Но на самом деле, как бы, это только подсказка, это только метод. Познание является целью. А гуру – это метод, который помогает в этом, как бы, как бы, это один из методов познания, что ты можешь познать и без гуру. То есть, ну, по сути, здесь тоже, как бы, по индийским меркам, это почти мунтарское высказывание, да? Но для интеллектуала это понятно, что мы, как бы, учимся у всех, у кого можем научиться, а не только из того человека, по отношению к которому ты сделал какой-то ритуал и так далее. Ну, и совершенно потрясающее высказывание Атма-Анартака, как бы, Атман – бог актеров, как напоминает Шикпировского, только наоборот. Весь мир театра и люди в нем актеры, и каждый в нем свою играет роль. Но здесь, как бы, по-другому. Ты зритель, а мир – это театр, в котором происходят какие-то события, да? Которые тебя восхищают, как бы, которым ты аплодируешь, которые тебя вовлекаешь и так далее. Ярко? Ярко. Вот, насколько глубокий текст, ну, это, я привел просто для примера какие-то вещи, надеюсь, вас, как бы, удивить, как бы, вдохновить, как бы, и так далее. Но для того, чтобы понять еще один, как бы, ну, как бы, этап в развитии йоги, вот теперь уже со стороны тантры. Кстати говоря, о манифесте «Мистика интеллектуала», но я здесь уже не стал эту информацию приводить, пример, есть, как бы, ну, как бы, на мой взгляд, родная сестра Шива Сутры Айминабиджняна Бхайрава Тантра. Хотя написана она была, на самом деле, на 400 лет позже и так далее, но я бы сказал, что это манифест «Мистика хедониста». Огромное количество техник, которые там описаны, это техники именно чувственные, переживательные, как бы, в частности, там описано куча сексуальных практик и так далее, да, то есть проживание каких-то эмоциональных состояний и в опоре на эти эмоциональные состояния познавания себя. Так что, ну, вот, такова она была тантра и такие новые идеи. В период, это вот мы закончили периодом примерно 6, 6 и 8 век наше. Примерно в этот же период, плюс там 100 лет, начала формироваться новая традиция, которая получила название традиции надхав. Ну, надх – это, дословно, хозяин, мастер, как бы, руководитель, ну, что-то такое. В чем интересность традиции надхав? Надхи, как бы, практиковали йогу. Как бы, один из первых надхав был Горокша-надх, или, ну, в санскритском произнесении Горокша, Горокша в бенгальском Горокхо. Это, видимо, реальная историческая личность, потому что ему приписывается куча трактатов, ну, кто-то же писал, в конце концов, да, наверное, как бы, например, известный куча трактатов Горокша-шатака, как бы, и так далее. Более того, от него происходит целый народ, который называется Гуркхи, считается бойцами непальскими, как бы, и так далее. Есть огромные ордена, которые, ну, йоговские, как бы, традиции, которые происходят от него. Но, то есть, ну, сомневаться в историчности личности не приходится, хотя, безусловно, личность потом канонизирована, мифологизирована, там, обросла легендами, сказками, там, и так далее. Но в чем была основная идея традиции надхав? Идея, на самом деле, очень здравая. Вот вдумайтесь, мы, безусловно, практикуя йогу, ищем освобождение. То есть, ищем кайвадью. Как бы, ищем какую-то мокшу, еще что-то, сказали надхи. Но как-то бестолково все это происходит. Вот вдумайтесь. Первые, там, условно, лет 20 жизни, человек бестолковый. И так далее. Он пока раздуплит, пока родится, пока молока насосется, пока ходить научится, пока раздуплится, пока веды выучит, пока, так сказать, тело освоит. Уже 20 лет как не бывало. Последние 20 лет жизни тоже, в общем, идут достаточно бестолковые. Нужно лечить то это, то это, то поноску, золотуха, там, как бы, и так далее, и так далее. Остается довольно мало. Тем более, если вы вспомните, что в те времена, так сказать, люди жили довольно короткой продолжительной жизни, была, как бы, и так далее. Ну, как бы, там, не все так запущено, конечно, но, тем не менее, короче, чем сейчас. И получается, что, собственно говоря, на практику йоги достаётся очень мало времени. Вывод. Надо удлинять жизнь. Надо удлинять жизнь, подумали надхи, и этим занялись. По сути говоря, они занялись проблемой работы с физическим телом. Для того, чтобы удлинить вот этот самый активный период практики. В качестве инструментов были использованы расаяна, индийская алхимия и фармакология. То есть, по сути говоря, лекарственные средства. Айурведа. И усложнение системы физических упражнений. По сути, в этот период надхи создали то, что мы и знаем сейчас, как хатха-йогу. Как хатха-йогу, как оздоравливающую систему упражнений. В рамках этой традиции существовала своя идеология. То есть, откуда, собственно, взялись перевёрнутые позы. Например, как бы в надхической традиции считалось, что перевёрнутые позы способствуют накоплению жизненного эликсира. Бандхи, которые способствуют нержиганию этого эликсира. Более сложные асаны, которые способствуют прогонянию энергии и управлению вайю. Более сложные пранаямы. Всё, что мы сейчас знаем, как изощрённейший мотив, изощрённейшую систему хатха-йоги, в действительности было изобретено надхами именно с вот этой самой целью. Но более того, когда они начали более серьёзно заниматься проблемами хатха-йоги, они предположили, что управление телом, оно даёт не только физическую пользу, но и пользу духовную. Вот гаракша-шатака, шатака — это специфический жанр в индийской традиции, шата — это 100, шатака — это соточка. То есть гаракша-шатака — это жанр, при котором человек пытается изложить какое-то учение или какую-то мысль — это 100 строчек. Ну, и 100 шлопов, чтобы быть точно. Вот гаракша-шатака — это как бы один из главных текстов гаракши, который как бы излагает основы его йоги. Вот как бы одна из таких, ну, вторая часть, в сто он не уложился, поэтому он написал вторую часть гаракша по датхате, но вот шлопов, который очень чётко выражает отношение надхов к практике физического тела. Регуляция дыхания — это огонь, сжигающий семена проступков. То есть теперь мы воспринимаем, если Патанжали установил связь между кармой и эмоциями, то, по сути говоря, надхи сделали следующий шаг. Они установили связь между кармой и физическим телом. И, соответственно, появилась идея, что управляя физическим телом, ты управляешь и кармой, и эмоциями, и многим другим. Поэтому, фактически, надхи сосредоточились на этом самом физическом теле. Чему мы ещё обязаны традиции? То есть мы обязаны традиции надхов современной хатха-йогой. Если посмотреть на более поздние хатха-йогические трактаты, например, на ту же геранда, самхиту, хатха-йога про дипику, то мы опытным взором, без труда обнаружим, что очень многие шлоки откровенно скопепощены с надхических трактатов. То есть фактически средневековая хатха-йога — это было какое-то позднее перелопачивание хатха-йоги надхов. Но ещё чем мы обязаны надхам? Традиции чакральной системы. То есть именно надхи, как раз в Гаракши-жатаке, впервые, по крайней мере, из известных мне текстов, настолько подробно изложена чакральная система. Более того, там уже даются названия практически те же самые, функции чакр практически те же самые, свойства дхараны, то есть какие результаты мы получаем при разных видах дхараны, то есть удержания на разных чакрах и так далее. Ну, правда, в более ранних надхских трактатах чакры ещё назывались не чакры, а адхары, то есть места удержания. Ну, смысла это не меняет. На самом деле, конечно, чакры упоминались и раньше в индийских трактатах. Вообще, как бы самое первое косвенное упоминание чакр, я вижу в Лигвене, в этом знаменитом гимне Акуруши, там упоминается о то ли восьми, то ли семи оградах, которые существуют внутри него, ну, в Акуруши — человек, да, внутри которых горят огни. Я считаю, что это и есть символическое упоминание чакры. Тем более, концепция ограды, да, пуры, как бы и так далее, ну, осталось в одной из названий чакр — Манипура. В Адхарвавене тоже есть упоминание о восьми городах, которые символически, как бы, существуют внутри человека и так далее. Тоже, ну, как бы, Манипура тоже очень напоминает. Но уже откровенное упоминание чакр есть в тантрических трактатах. Вот есть такой трактат Гухни Самаджа Тантра, это, ну, примерно, там, шестой-восьмой век нашей эры, где описано уже пять чакр, и, по сути, описано и Дейпингала, техники работы с ними, как бы, способы прогоняния вайю, то есть энергии через воздух и так далее. Но так, чтобы вот эта система практически полностью совпадала с тем, что мы знаем сейчас, вот это тоже, как бы, было сформулировано в трактатах надхарских. Ну, про надхарских пока хватит. Что у нас происходило дальше? А дальше у нас происходило следующее. Период, вот где-то, там, условно, с четвертого по, условно, восьмой, там, в некоторых местах десятый век, это был период такого расцвета городской культуры Индии. То есть, ну, конечно, воевали, конечно, были проблемы, конечно, все как обычно и так далее, да, но культура находилась в таком, как бы, сочном пике. Вот кто путешествовал по Индии, по центральной, если там вы видели храмы Каджураха, это как раз тот период. Как бы, вот оно просто, вот как европейское рок-окол, ломится от каких-то деталей, нюансов, вкусняшек и так далее. То есть, такое не создают во времена войны или, как бы, во времена напряга, да. Это создаётся от изобилия. Как вот в этот самый период в Южной Индии возникло несколько мощных государств, ну, которые называют по названиям династии, Палавская династия, как бы, там, потом династия Чола, она прихватила эту Палавскую, как бы, территорию, с центром в известном многим вам городе Мамалапураами. То есть, как бы, на берегу Индии, ну, если кто-то будет путешествовать, это одно из топов номер один, где нужно побывать в Индии. На берегу стоят гигантские храмы, красивую, человек, к сожалению, не догадался сделать слайд, но найти несложно, да. Огромные стелы с очень сложными вырезанными, как бы, изображениями. Это все какое-то, вот оно такое сочное, яркое, вкусное и так далее. В этот период, как бы, все, ну, Южная, или, получается, Юго-Восточная Индия, видите, как бы, по сути, объединилась в рамках сильного государства, которое, естественно, начало что? Культурную экспансию. Прямо даже колонизацию, как здесь изображено на карте, Юго-Восточной Азии. Естественно, поплыли в первую очередь куда? На Шри-Ланху, дальше куда? Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Китай и так далее. Ну, дальше, собственно, некуда. Завиняйте. Собственно говоря, если вы путешествовали по каким-то из этих стран, то, например, вы приезжаете в Таиланд, и что вы там видите? Ну, вы видите, что там есть буддизм, да? Но, например, там на тайском Арун Сават, это что? Доброе утро. Аруна, это... Мы сразу увидим санскридские корни. Свасти Аруна. Аруна, это колесниче бога солнца, бог посхода. Ратри Сават, спокойной ночи. Ратри, это ведическая богиня ночи. Спокойной ночи, до свидания на ночь, как бы, и так далее. То есть даже в языке мы четко видим санскридские корни. Если мы приплываем, условно, на Бали куда-нибудь, да? Мы четко видим и на Яве, и на Бали индуистские храмы. Это обычный индуизм. Но не тот индуизм, который сейчас выйдет. Это тот ранний индуизм. Мы прилетаем во Вьетнам, в конце концов, в какой-нибудь там Нангхай, да? И опять же, главная запримчательность какая? Индуистский храм 10 века. Приходим в Ангкор-Ват и видим Шеварингамы. Откуда все это там взяло? Вот благодаря этой экспансии тамильского государства, которая совершила мощную культурную экспансию от Шри-Ланки до Вьетнама, в период своего расцвета. И вместе с этой культурной экспансией произошла экспансия и йоги. По сути говоря, йога завелась на всех странах, где были тамильские мореплаватели. Тайская йога. Это фотографии, наделанные в храме Ватпо около Королевского дворца Таиланда. Вот если мы внимательно посмотрим, они соотносятся с... То есть это храм массажа, но изображение очень старое. Заметьте, это не массаж, это самомассаж. Это совершенно узнаваемая суставная гимнастика, совершенно узнаваемое упражнение йоги. Более того, вот на левом слайде чувак еще мало того, что стоит в сложной асане, так он еще и делает явно какую-то сложную банку, как бы с удержанием ребер и так далее. Но, конечно, когда мы смотрим на эти изображения тайской йоги, это уже тайская йога. Вот какая-то другая подключка, другой нюанс. Она какая-то более ленивая, ну, как-то там встает так напрягаться тяжело, на самом деле. Такое место, где реально... Вот она какая-то более мягкая, более сладкая, более расслабленная, но по сути это йога. Существует вьетнамская йога, которая называется, ну, извиняюсь за вьетнамская, которую, я не знаю, ее называют дзонгшинг или знеонгшинг, но, наверное, она произносится не так, но мы все равно выговорить не сможем. Корейская йога, Данхак, китайская йога, ну, иногда Сандао, хотя, в общем-то, половину даотских практик, на самом деле, можно свести к йоге. Ну, я не видел, честно говоря, индонезийской йоги, но уверен, что что-то подобное там осталось. Ну, главным образом, потому что Индонезия довольно хорошо была перелопачена голландцами, как бы, и так далее, и то, что сейчас преподают как йога, все-таки это европейская йога. Вот. Я не видел малазийской йоги, но в Малайзии зато я видел, как бы, храм, индуистские храмы, как бы, индуистскую традицию, и уверен, что в какой-то форме она там есть. Так что, по сути говоря, масса таких боковых ответвлений от этой самой южноиндийской традиции мы видим в разных местах. Но одновременно йога пошла и на север, в Тибет. В Тибете немножко все по-другому, конечно. Главным образом, что? Холод. Вот. Поэтому хатха-йога в Тибете очень сильно отличается. Я забыл точное название на тибетском, тем более, если я вам правильно не буду говорить. Но хатха-йога Тибета отличается от индуистской традиции главным образом тем, что в нем огромное количество разминающих упражнений. Очень мощная нагрузка на суставы, явные заимствования из китайской традиции. Как бы, очень много динамики. Существенно проще аса. Ну, потому что одно дело делать асаны, если не быть, в районе Мумбая, где там всегда плюс 30, как бы, и так все хорошо тянется, как бы, и так далее. Другое дело, там, как-то по зиме в Тибете в пещере вышел, так сказать, на улицу был сильный мороз, да, как бы, быстро зашел, как бы, согрелся, как говорится, скипятил чаю с цампой, как бы, и тебе стало легче, да. То есть, ну, как-то по-другому вся практика шла. Ну, в Сети, тем не менее, можно найти, как бы, ролики с описаниями какой-то тибетской йоги, как жесткой, какой-то такой, плотненькой, как бы, согревающей, и достаточно простыми упражнениями. Но тибетцы пошли по другому пути. Они углубились в психопрактику. И, в частности, в рамках тибетской йоги расцвела, ну, я не буду рассказывать всю историю, это тоже потребовало безумного времени, а мы еще только первую часть изучаем, из пяти, да. Ну, я пойду быстрее дальше. Но, как бы, зато, как бы, в Тибете, как бы, под эгидой буддизма расцвели йоги, связанные с психопрактикой. Ну, наиболее, как бы, можно сказать, квинтэссенцией всей этой йоги стали, так называемые, шесть доктрин Наропы, или шесть йог Наропы. Я не буду рассказывать историю Наропы, тело, по-кому, как он учился, как он создавал, как бы, очень интересная история, но отдельное переживание. Но, как бы, шесть этих йог таковы. Йога Туммо, известная йога внутреннего тепла. Вот этот прикол сушить простыни на морозе, как бы, на себе, это все оттуда, да. То есть, по сути, йога управления эфирным телом, управления энергетикой. Йога иллюзорного тела, йога сновидений, йога ясного света, йога бордо, йога переноса сознания. Ну, опять же, я сейчас не буду углубляться в смысл каждой из этих доктрин, скажу только самую суть всего, да. Что, по сути говоря, смысл всех этих йог состоял в том, чтобы укрепить свое внутреннее переживание, свое энергетическое целостность до такой степени, чтобы быть в состоянии хранить осознанность даже в момент переноса из одного тела в другое. То есть, по сути говоря, вот эта пятая йога, йога бордо, бордо это состояние между смертью и следующим рождением. То есть, тибетцы пошли по следующему пути. Еще в Хагавадгите было сказано что, подобно тому, как человек сбрасывает одну одежду и находит старую одежду и находит новую, так и душа сбрасывает старые тела и находит новые. То есть, бессмертие невестрижимо. Но, для чего нам физическое бессмертие, если мы можем сохранить интеллектуальное бессмертие? Если мы можем перейти из одного тела в другое, не потеряв единственного потока сознания. В принципе, это уже и не нужно. Поэтому, а что нам мешает не потерять единственного потока сознания? Аффекты, которые разрушают наше тонкое тело. Поэтому тибетцы пошли по пути укрепления тонкого тела до такой степени, чтобы можно было переродиться, не теряя потока сознания. Собственно, их традиция Тулку, перерожденцев, как бы реинкарнирующих в одном и том же монастыре и так далее, вся она традиция строится на Депьев. По сути, а что для этого необходимо? Что нужно для того, чтобы человек стал осознанным? Ну, как бы в момент смерти, да? Хотелось бы, чтобы он при жизни стал осознанным. Если человек при жизни не контролирует свое сознание, которое разбросано так, фиг знает где, да? То в ситуации, где у него не будет физического тела, он будет еще менее осознанным. То есть человек после смерти не умнее, а глупее. Тибетцы сравнивали это переживание с состоянием пребывания в сновидении. Можете ли вы контролировать себя в состоянии сновидения, свое сновидение? Если да, вы достаточно плотный, осознанный человек. Но если как бы нет, то в состоянии бордо вы тоже ничего не сможете проконтролировать. Как это нарабатывается? Это, по сути, есть, как бы, такой суть и смысл содержания вот этих докторий народа. Ну, если так, очень-очень кратично. В этот же период, в этот же период формируется четкое понимание, ну, уже не в Тибете, а в Индии, мы опять вернулись, так сказать, к родине йоги, к колыбели, к Индии, да? Формируется такая идея о стилях йоги, о доктринах йоги. И, в частности, произнесло разделение на хатха-йогу, на млая йогу, на нана йогу и так далее. Ну, по поводу хатха-йоги скажу только одно. Собственно, в периоды, там, где-то, в Средневековье впервые появился термин хатха-йога. И распространенным заблуждением относительно хатха-йоги является идея относительно того, что ха – это солнце, тха-луна. Нет, это ерунда. Корень хатха существует в санскрите, которое означает «быть жестким». Вот мне объяснял мой учитель по санскриту, хатха – это вот, допустим, ребенок что-то просит, а ты ему не даешь, потому что ему вредно. Ну да, быть жестким, в этом аспекте. То есть, по сути говоря, хатха-йога – это йога дисциплинирования своего тела. Появился термин «раджа-йога». Вчера как раз статья по этому поводу вышла, по поводу этимологии слова «раджа». Переводится часто как «царская йога», но на самом деле тоже неправильно. Корень не «рак» в «раджа-йоге», а «ранж» – «быть окрашенным», от которого происходит слово «вайрагья» – «бесстрастие». В этом смысле «раджа-йога» – это йога управления эмоциям, которое и является как бы квинтэссенцией, по сути говоря, йоги. Да, в этот же период, где-то в районе 10 века, началась медленная, в начале, а потом быстрая, экспансия арабской культуры на восток. В смысле, на восток в Индию. И, естественно, началось взаимодействие йоги с арабской культурой. Одно из самых ярких аспектов такого взаимодействия был первый арабский перевод йога-сутры, который был выполнен Аль-Беруни, так сказать, харизмийским ученым известным, астрономом, полиглотом, интеллектуалом и так далее, и так далее, и так далее. Он написал книгу, перевод йога-сутры, назывался у него «Китаб Патанжала», то есть книга Патанжали. Выполнил ее очень в арабской манере, то есть из маленькой, тоненькой книжечки на 186 шлоп образовалась огромная книга в форме диалога учителя с несколькими учителями, которые задавали разные вопросы, тот давал некоторые разъяснения, но, тем не менее, книга в моем понимании потрясающая, потому что никто, мне кажется, так глубоко не понял суть йоги, как Беруни в своем переводе. Дело в том, что, как он перевел первую строчку «йога-чита-врита-ниротха». Слово «чита» он перевел арабским словом «нафс», который соответствует греческому слову «психе». А слово «врита-ниротха» перевел как «контроль». В этом смысле Беруни перевел «йога-это контроль психики». Вот лучше не скажешь. Мне кажется, ни в одном более позднем переводе никто никогда про йогу лучше не сказал. Я когда-то, у меня есть статья на блоге, кто не читал, когда-то провел исследование, повлияло ли китап-патанжала на суфийскую традицию, поскольку все-таки Беруни был связан с суфиями, хотя и не принадлежал ни к одной из школ. На основании уже анализа другой его книги «Индия» я пришел к выводу, что нет. На самом деле Беруни сделал подробнейшее сопоставление йоговских практик и суфийских, причем йоговских на основании китапа-патанжала, а суфийских на основании своего знакомства с суфиями и показал, что да, у них есть очень много общего, но на этом этапе уже и та другая система была довольно сформированной. Но тем не менее, наличие общих моментов, безусловно, в этой ситуации интересно. Но, надо сказать, что были и другие влияния йоги на арабскую культуру. В данном случае здесь текст, который, видите, написан арабскими бессиминами, хотя я подозреваю, что он написан не на арабском, а на урду, но не могу проверить этого факта. То есть видно, что в арабской традиции четко было, пессиминами урду пользуются сейчас в Пахистане. Но тем не менее, люди практиковали йогу и внутри исламской культуры. Что опять же говорит лишний раз о том, что йога не является религиозной традицией, она может находиться и сосуществовать с любой религиозной традицией. Это некая практика, которая сама по себе и так далее. Еще более интересные картинки соотносятся с учением надхов. Это изображение, которое приводит известный исследователь йоги Малинсон, барон, кстати, и человек, который имеет одну из высших ступеней тетрических посвящений в традиции кул, как бы и так далее, каул в смысле, но одновременно он профессор Оксфорда. Но в данном случае в статье он привел ситуацию, где на одной картинке изображены и арабские дервиши, и йоги. Вот видите, со связанными ногами, то есть такая веревка паши, которая позволяет дольше находиться в асанах, стабилизатор такой, пропс, как бы мы сейчас сказали. Более того, Малинсон доказывает, что на этом изображении изображены Матсиэн Дранат, учитель Гаракхо, и сам Гаракханат. Но изображены они, как видите, в арабской и суфийской одежде. Хотя на шеях у них висят свистки, которые являются символом, как бы, натхов, атрибутом натха, и уши пробиты специальными кольцами, которые тоже носили только высшие посвященные натхических орденов. Но при этом суфийская одежда. То есть на самом деле очень интересный момент, что йога совершенно спокойно проникала в арабскую культуру, и явно и на поздний период оказывала существенное влияние и на суфийские ордена, и вообще на арабскую культуру. Более того, вот уже я когда-то читал такой, типа, переписи населения в начале 20-го века, которую проводила английская администрация, и она проводила это по орденам. В частности, там исследование ордена натхов, ну, на начало 20-го века было и так далее. И в орденах четко было описано, сколько из участников ордена, ну, это йоговский орден натхов, сколько из них были индуистами, сколько из них были буддистами, сколько из них были мусульманами, как бы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, видите, Видите, несмотря на религиозную принадлежность, люди совершенно спокойно принадлежали к одним религиозным школам и так далее. Что происходило в Индии дальше? События трагические, завоевание мусульманами Индии, становление империи великих моголов, но йога не исчезала в этот период. Были написаны самые известные йогические произведения, которые дошли до наших дней. Гиранда Самхита, Хатха-йога Прадипика, Шива Самхита, которые по сути являются уже компиляторами всего йоговского учения, как бы именно Хатха-йоги, в основном с акцентом на Хатха-йоги, куда добавлены к Асанам Пранямам всевозможные очистительные процедуры, как-то там всевозможные Шаучи, Басти, Насте, там как бы всякие прочие очистительные процедуры, которые тоже стали неотъемлемой частью йоги, которые, собственно, вошли в йогу благодаря как раз традиции Натха. Были написаны йогические упанишады, такие как Теджа Бинду, Джнана Бинду упанишада, Шурика упанишада и многие там десятки текстов, которыми сейчас тоже нет времени заниматься. Ну, в общем, как бы традиция йоги, тем не менее, стала переходить на более такое сдержанное положение, ну, в условиях все-таки, как бы чуждо ей изначально культуры. И на этом мы, как бы, завершили первую часть нашей лекции, как бы, познакомились с истоками, как бы, йоги, да. И теперь мы попробуем понять, как же йога попала на Запад. Ну, по сути, мы начинаем там же, где закончили, да, примерно в тот же самый период, период колонизации Индии. Вообще, скажем, колонизация Индии, конечно, для Индии, ну, как бы, наверное, оказала не очень приятную услугу, да, как бы, разрушив традиционную индийскую культуру, смешав ее там с чем-то еще, как бы, высосав Манипуру, безусловно, из индийского эгрегора и так далее. Но для Запада это был, конечно, колоссальный прорыв и экономический, и весь остальной, потому что вообще было давно замечено, что Восток, Запад, когда ему становится хреново, всегда обращается на Восток, да. Ну, будь то какая-то традиция путешествия, там, крестоносцев, ну, или, скажем, крестовых походов, благодаря которым крестоносцы принесли те утраченные, благодаря средневековому христианству, элементы греческой культуры, которые были переведены на арабский, как бы, там, вернули традицию, там, грубо говоря, мыться в бане, так сказать, лечиться нормальными лекарствами и так далее, и так далее. Вот период, как бы, обращения Индии, то есть, Европы к Индии, тоже был, как бы, таким некоторым специфическим обращением к этой самой индийской традиции. Надо сказать, что в это время в Европе уже была своя эзотерическая традиция. А эзотерической традицией Европы всегда было что? Масонство. Вот, опять же, если отбросить всякие, как бы, представления о масонском заговоре и прочей билиберде конспирологической, да, что такое, по сути говоря, масонство? Масонство — некоторая эзотерическая традиция трансформационного типа. Эзотерическая в смысле скрытая, трансформационная в смысле ставящая целью трансформацию личности. Вот, масонские символы, которые, как бы, являются традиционными масонскими изображениями, да, об этом примерно и говорят. Молоток — вот, у человека есть некая старая личность, пирамида, да, которую необходимо разрушить, отмерить при помощи уголка и мастерка новую, и построить новую. То есть, мы меняем себя, мы меняем общество, как бы считали масоны, да. Вот, в чем, как бы, заслуга масонства вообще перед европейской культурой? Масонство было трансформационной системой не только в рамках индивидуальной личности, но и в рамках социума. Можно сказать, что все революционные идеи, которые существовали в рамках европейской культуры, всеми этими идеями мы обязаны масонам. Идея либерализма, идея, как бы, естественных прав человека, идея свободного рынка, идея, как бы, незакрепощения человека, идея конституции, в конце концов, все эти идеи зародились внутри масонской традиции. Я как раз, ну, я в контакте на Робители, я путешествовал там где-то пару месяцев назад в Петербург, и там была конференция по эзотериологии, то есть, ну, как бы, науке, которая изучает эзотерику. Вот, одним из основных посылов, который, как бы, там стал понятен, хотя, в принципе, для меня он и так был понятен, что, действительно, в чем смысл, как бы, эзотерики как таковой, вообще, в мировом масштабе, в каждой эзотерике, в своей традиции и так далее, в своей культуре. Эзотерика генерирует новые идеи, которые лежат за пределами текущей социальной реальности, но потом, как бы, эти идеи принимаются и поглощаются социальной реальностью, и реальность таким образом развивается. Я потом покажу это на многих более поздних примерах, но пока, вот, как бы, остановимся на, как бы, кратком упоминании о масонах и либерализме. Собственно говоря, даже идея о масонском заговоре, почему она существует? Собственно говоря, она же возникла в период, ну, как бы, царизма, да, как бы, консервативного, да, и масоны понимали людей, которые хотят свергнуть царя и установить демократию, или либерализм, или что-то такое, да, поэтому они делают заговор, мы против них, ну, такое традиционное, знаете, общество традиционного типа, которое боится впускать в себя что-то новое, какие-то новые, более демократические, более свободные ценности, как бы, и так далее. Вот, собственно говоря, сейчас эту идею просто повторяют по привычке, да, как бы, и так далее, ну, не разобравшись с историей. Почему, собственно говоря, я про это говорю? Потому что масонство к периоду, вот, скажем так, конца 18 века, где-то уже немножко подостощилось, и в качестве способа добавления каких-то новых идей, оно сделало очень интересный шаг. Оно, как бы, проложило дорогу на восток. В чем это проявилось? Вот два, две уникальные личности, которые во многом открыли для нас первые, как бы, даже не форточки, а, наверное, какие-то замочные скважины на восток, Анкетиль Дюперон и Чарльз Уиткинс. Чем они интересны? Расскажу вначале про Анкетиль Дюперона. Он был, как бы, весьма таким, как бы, пытливым, интересующимся человеком, и в молодости пристроился, в общем, для того, чтобы посмотреть мир, пристроился в австинскую компанию, рядовым. Пока он плыл к Индии, кто-то, кто-то заметил, что как-то человек явно превосходит возможности нормального рядового. Вывод был сделан необычным. Ему дали увольнительную, свободную, выделили пенсию, ну, как бы, денежное содержание, и предложили шляться по Индии. Что он и сделал? Надо сказать, люди, которые выделили, это были, безусловно, масоны, да, как бы, отпустив человека в свободное от фонарное плавание, да, были очень тонкими знатоками человеческой натуры, потому что их вложение окупилось на 100%. Это был человек, который нашел первые панишады. Он нашел первые панишады, даже не на франскрите. Он не смог освоить франскрит, он освоил фарси, персидский язык. Как бы, и он же нашел первый текст о Весте. Он перевел в 801 году текст о Весте и тексту панишад, и впервые издал его в Европе. На первом европейском языке, на французском, естественно. Когда он приехал во Францию, его опять нашли, и дали ему новую пенсию в качестве переводчика и хранителя текста в каком-то, в какой-то небольшой библиотеке. Что его вполне устраивало уже на старости лет, он занимался переводами, как бы, и так далее, и так далее. Какую от этого пользу получили масоны неизвестно, но какую от этого пользу получила европейская культура колоссально. Как бы, под впечатлением этих упанишад писал Гегель. Вот я впервые познакомился с упанишадами, еще там в подростковом возрасте, когда читал Гегеля, да, когда открыл, как бы, там были цитаты из упанишад, меня они когда-то пронзили просто, что называется, пронзительно. Потом я узнал, что это как раз и были цитаты из упанишад, переведенных Анкетиль Дюпероном. Под впечатлением этих же упанишад и переводов обреста писал Шопенгауэр. Вообще, как бы, если вдуматься, каковы связи между европейской философией и европейским железотеризмом, они колоссальны, я к этой еще теме вернусь. Но вот, как бы, маленький человек, который сделал огромную работу. На самом деле, конечно, сейчас эти переводы кажутся жуткими, да, и так далее. Они сделаны с фарси. И даже вот название «упаникхат» четко показывается, переводили их с фарси, да, буква «ша» в фарси трансмутирует букву «ха», и так далее. Само название, оно даже какое-то непонятное, да. Перевод сейчас считается отвратительным, как бы, и так далее, и так далее. Но это перевод. По крайней мере, мы познакомились, ну, мы, как Европа, мы впервые познакомились с этой темой. Очень похожая судьба была у второго человека. Уиткинса. Он был англичанином. Как бы, он тоже связался с устынской компанией. Правда, он был более статусным, да, поэтому не пришлось служить рядовым. Как бы, но, как бы, он, работая в Индии в типографии, это человек, который создал первые санскритские шрифты типографские. И, кроме того, он же был первым переводом в Хагавадгита с санскрита на английский. 1785 год. А уже через три года Хагавадгита переводится на русский язык. Багуадгита или беседы с Кришной, с Арджуном. Которая была издана в типографии Николая Новикова. Единственного человека в истории России, осужденного официально за масонские взгляды. Как бы, по сути говоря, это был глубочайший просветитель, который в своей типографии издавал все самое передовое. Уже через три года этот текст был переведен на русский язык. Первый перевод Хагавадгита на русский язык. С английского, конечно, не с санскрита, но тем не менее. Вот каково влияние. По сути говоря, чем занимались масоны в этот период? Они занимались просветительством. И любые новые идеи, которые попадали в европейскую культуру, они создавали пространство для существования этих идей. За что им, как говорится, отдельное человеческое спасибо. Значит, у нас наступил 19 век и появилось научное востоковедение. Насколько переплетена европейская интеллектуальная тусовка? Ну, таких переплетений много, но я потом про это особое общество буду говорить, расскажу. Сэр Манье Вильямс, выдающийся востоковед, его цитата у настоящего аристократа должно быть два хобби. Востоковедение и разведка. Причем разведка не только пассивная. Манье Вильямс, как бы, это человек, который, с одной стороны, создал самый лучший до сих пор словарь санскрита. Это два вот такенных размера тома. И так далее. Сто тысяч слов. Причем, как это, в общем, можно было сделать без компьютера? Я до сих пор не вспомнил, то есть только с усиленным пером, да, и усидчивостью. Вот. Ну, с другой стороны, это человек, который принимал участие в проекте, который создавало английское правительство. А именно. Ведь большинство индусов, вы удивитесь, но большинство индусов не знает санскрит. Они читают свои тексты или на английском, или на хинди. Даже Махат Маганди познакомился с Пхагавадгитой вначале на английском. В Лондоне. Вот в этом переводе. Понимаете? И только потом он смог прочитать ее на кого-то из родных языков. Я, кстати, даже не знаю, скорее всего на хинди, да? Потому что он был вайшей эпокасте, как бы он, скорее всего, с этого не знал. Но, как бы, что делало английское правительство? Оно, как бы, выдающиеся английские востоковеды, это описывает Синглтон, один из исследователей йоги, английское правительство начало аккуратным образом трансформировать классические индийские тексты, внося в них некоторые элементы христианства, убирая аспекты Манипуры из Ватистана. Собственно говоря, Манипуры из Ватистана удаляли и жесткими путями. Например, одно из первых, что запретили в Индии, это традиционные боевые искусства. Калайри Праят, тамильское искусство, сохранилось в ничтожных вариантах. Да и так далее. Хотя совершенно понятно, что индусы были очень воинственной нацией. И Дханур Веда, да, и Дханур Шастра, как бы, Веда Лука и так далее, это были целые огромные произведения. Как бы, более того, именно индийская армия остановила армию Александра Македонского. То есть, индусы умели воевать. А сейчас, как бы, когда смотришь на индусов, понимаешь, что они не смогут воевать. Это сделали англичане, будем реалисты. Но из Ватистана тоже удалялось. То есть, ведь, ну, наверное, многие из вас видели индийские танцы, бхаратнатьям, да? Видели, в чем танцует сейчас современная танцовщица? Там такое саре, там на ней полкилограмма украшений, там, ткани наворачиваются метров 18, как бы, это шутка. И так далее. Так вот, бхаратнатьям танцевался в древности, но он танцевался практически обнаженный человек. Вот, как вы видели на изображениях Анкора, да? То есть, грудь обнаженная, легкая набедренная повязка и так далее. Зачем вся эта ткань в Индии? Это уже влияние англичан, которые пытались перекрыть в Индии с Ватистана. Как бы, из текстов извлекались. Даже перевод Камасутры, вот если кто-то видел перевод Камасутры с английского на русский, а потом сравнивали с академическим переводом, там половина текста нету. Русский перевод, который делал сразу сыркин, санскрита, на порядок лучше, чем английский. Только сравнительно недавно, лет 20 назад, заново перевели, по-моему, Малинсон же и перевел, заново перевели Камасутру полностью. То есть, с Ватистана изымалось из эгрегора. Ну, честно говоря, в этом участвовал и, к сожалению, Мандивилин. Вот, как бы, аккуратненько переведу, я потом переведу примеры таких переводов и так далее. Но, в другой момент, конечно, человек для исследования Востока, Сярос, делал очень много. А по поводу переплетенности из тусовки европейских интеллектуалов, видите, фотография Манье Виллинс, сделанная Льюисом Перовым. Тусовка была одна. Другая известная личность, Макс Мюллер. Не только выдающийся санкритолог, но и выдающийся востоковед и историк философии. Знаменитая высказывания, кто знает одну религию, не знает ни одной. Религии можно понять только сравнивая друг с другом, сравнивая с их истоком. Вот, я показывал количество переводов или там вариантов йога-сутры, да, но, к сожалению, у меня нет этой фотки, я не сделал ее. Чтобы понять, сколько сделал Макс Мюллер, нужно зайти в академический магазин индийский. Там обычно верхняя полка, вот такая, знаете, там, на два моих обхвата. Это все, Макс Мюллер, Макс Мюллер, Макс Мюллер, Макс Мюллер. Он перевел все веды, он перевел самхиты, он перевел то, перевел все, написал кучу учебников и далее. Даже не понятно, учебников по английскому, по санскриту, учебников по философии, там, шесть систем индийского брахманизма. Это какой-то колоссальный объем работы, который человек проделал. Вот тоже, как бы, человек, который, как бы, проложил для нас путь в понимании индийской культуры. Наконец, первый перевод Йога Сутры Патанжали, репринтное издание 1852 года. То есть, первый перевод Джеймса Балентайна, Йога Сутры, вот в нем очень ярко видно, как некоторые моменты подтрансформировались под христианство. И, собственно говоря, это те моменты, которые до сих пор во многих современных школах, которые не опираются на классические тексты, вот они все равно находятся под влиянием этого заблуждения. Ну, например, вот одна из Йога Сутры, она коротенькая и легкая, да, связанная с Ишварой. Тарсия Вачака Пранаваха. Его Ишвары. Вачака название Прамаана. Пранаваха. Пранаваха. То есть, как бы, Пранаваха это Ом. Но, к примеру, Балентайн переводит. His name is glory. Его имя слава, да. И мы четко видим христианскую коннотацию. Таких элементов там много. Но, тем не менее, Йога Сутра стала все-таки доступна на английском языке. Хоть как-то. Уже спасибо. И вот следующий этап, который нам нужно понять для понимания пути Йоги на Запад, или следующие две личности, с которыми нужно познакомиться. Наша соотечественница Елена Петровна Блаватская, родившаяся в городе Днепропетровске. И слава Миконанда, который родился где-то под Калькуттой, по-моему. Не помню точно. Вот эти две личности сделали возможным, как бы, вообще, как бы, увлечение Востоком на Западе. А с другой стороны, эти две личности вообще очень сильно повлияли на судьбы современного мира. Просто мы не понимаем, насколько сильно. Но я попробую вам рассказать. Начнем с Елены Петровны Блаватской. По сути говоря, судьба эта человека невероятная. Как бы, ее невероятно ругали в Советском Союзе. Сейчас по традиции ее ругают, говорят, что она авантюристка, там, как говорится, шарлатанка, неучи и так далее, и так далее. Но, если кто-нибудь попробовал прочитать ее книгу «Разоблаченная Эзида», например, два вот таких тома у меня на пугодке стоят, как бы, и так далее. Ну, я человек достаточно образованный, но когда я читаю, у меня голова в кухне. Не потому, что там все правильно и так далее. Просто по степени эрудированности человека. Ну, у нее много и других книг. Но, по сути говоря, что сделала Елена Петровна Блаватская? Ну, еще в 16 лет, да, в 16 лет она поняла, что она хочет путешествовать. Путешествовать в Индию. Для этого она быстро вышла замуж за какого-то генерала. И прямо из-под венца, уже будучи замужней женщиной, укатила в Индию. Ее путешествия, результаты первого путешествия описаны в первой ее книге из пещеры Дебри-Индостат. Книга читается увлекательно. Безусловно, там много и лажи, ее разводили, где не попало индусы, как не попало и так далее. Но, в целом, великолепный приключенческий роман. После всех этих приключений у Блаватской возникло некоторое переживание относительно того, что, по сути говоря, нет смысла находиться в рамках одной традиции, одной религии и так далее. Нет, наоборот, образованный человек своего времени должен синтезировать эти традиции в себе. Или идти между ними что-то общее. И в определенный период своей жизни она создает то, что называет теософским обществом. С девизом, который на санскрите звучал следующим образом. Сатьят насти пород гармах. Нет религии выше истины. Нет хармы выше истины. Ну, это герб теософского общества. Теософское общество поставило себе несколько задач. Одной из главных задач была популяризация различного знания. В сотрудничестве с Еленой Павловной Блаватской начал работать, он был председателем теософского общества, она считалась вице-председателем, хотя он считал ее своим учителем. И у него есть описание, как он в течение, два месяца мы изучали, он помогал переводить разоблаченную зиду на английский, сидя по 20 часов в сутки и так далее. За два месяца я изучил больше, чем за весь свой курс в УЗИ. Настолько глубокими были ее знания в самых разных отраслях человеческой жизни. Совместно с полковником Олкотом Теософское общество провело огромную руку. Вообще, чтобы понять масштаб вот этих личностей, чтобы Лават сказать, что Олкота, нужно попробовать понять, как они повлияли на судьбы человечества. Вот, например, полковник Олкот, человек, который практически официально признан святым внутри шри-ланкийского буддизма, который он, по сути, заново создал. Большую часть современного буддийского канона, хиенического, написал именно этот человек, по которому молятся как бы в храмах, как бы и так далее, и так далее. В результате его деятельности возникло минимум два города. Города. Сарнатх, про который я уже упоминал, и Бадгая. Этот человек, который, хотя фактически он ничего не делал, он просто ездил и читал лекции. Но когда он приехал к буддистам и рассказал им про буддизм, и сказал, товарищи буддисты, вот Сарнатх, родина, Индия, родина буддизма, почему вы об этом забыли? Именно в этом месте проповедовал Будда, а в этом он достиг просветления. И сейчас в Сарнатхе стоит 40 буддийских монастырей, которые возникли благодаря Олкоту, всех видов буддизма. Там же стоит его статуя. В Бадгая возник целый город, который путешествовал по Индии, и который сделан вокруг местного просветления Будды, целая инфраструктура, которая возникла благодаря Олкоту. Когда он заехал в Бомбей и прочитал лекцию зороастрицам о зороастризме, и объяснил, что зороастризм это же первая религия Арии, это как бы первая идея дуальности, это самая древняя, это самая классная и так далее, то иранские зороастрийцы, которые всегда считали себя людьми второго сорта по сравнению с мусульманами, восприяли духом. Они послали к оставшимся индийским братьям людей за священными текстами, они возобновили выполнение зороастрицких ритуалов. Фактически на этой энергии произошло национальное освобождение движения в Иране, и пришла к власти династия Пехлеви, шахов иранских. А он просто читал лекции. Ну, скажем так, если посмотреть какие-то, да, это единственный человек в мире, которому индийские брахманы официально, которые презирают все и всех, будем реалистами, официально присвоили статус брахмана. За заслуги перед индуизмом. Понимаете? То есть на самом деле, как бы, он оказал на восток влияние не меньше, чем другой скромный лектор на запад и на весь мир, Пьер де Куберте. Основатель Олимпийского движения, который просто у него была идея фикс. Давайте возродим Олимпиады в античности, древним богам. Возродили. Сейчас, как бы, Олимпийское движение, вся спортивная катавасия 20-21 века, наверное, по финансам она больше, чем военные расходы. А это был просто скромный лектор, который двигал свою идею. Ну, как-то очень привлекательно. Что еще делал, по сути говоря, Иолка Тебловацкая? Одна из их главных идей была заново возрождение индийской духовности. Дело в том, что Индия находилась к началу 19 века в очень плачевном состоянии в духовном смысле этого слова. То есть, по сути, да, какие-то оставались брахманские школы, вурукулы, которые вот теперь уже стали хижиной, в которой как бы сидят учители и ученики, и они там что-то другую рассказывают. Никакой централизованной системы образования нет никаких. И в Брахмавакии уже нет, как бы, так сказать, издания книг уже нет и так далее. И тогда они сказали, что? А давайте сделаем. И сделали. Практически любой текст, который вы сейчас можете найти, вот даже первое издание показывало Йога Сутры, но второе издание Йога Сутры 1882 года, сверху написано «Теософс Саити». Оно издано под эгидой Теософского общества. Я покупал антикварные книги в Аранасе и там Ситханха Каумуди, как бы и так далее, этот грамматический трактат. Открываю. Ой, эмблема Теософского общества. Оно издано под эгидой Теософского общества. Что, по сути говоря, они сделали? Они вдохновили индусов на восстановление своей собственной, как бы, интеллектуальной базы, на восстановление своей собственной духовности. И одновременно очаровали Запад. То есть, если до этого Запад воспринимал так, Индия – это колония, там чай. И слоны, в смысле их кости. Все, как бы, и эти черномазые обезьяны, которые никак не хотят одеть штаны, но мы им поможем. У нас бремя белого человека. То после этого Индия стала страной тайн, страной духовности, как бы, страной интересных текстов, страной чего-то непонятного, куда захотелось. Вот, что, по сути говоря, создали теософы. Какой мостик они создали между Востоком и Западом. И это гениально. Это не все. Я потом еще расскажу, что они еще натворили, но тем не менее. Ну, еще один для уже, как бы, контраста, одна значимая личность, Чарльз Лебиттер, Лебиттер, как бы, библиотекарь Теософского общества, ученый-секретарь, как бы, его и так далее, ну, который известен много чем, но, в частности, первой книгой про Чакры. Ну, конечно, сейчас эта книга не воспринимается так, как в те времена, но тем не менее, он был большой исследователь в этой области. Ну, одновременно, конечно, полковник Олкот был и целителем, он занимался мессмеризмом, как те времена говорили, как бы, и экспериментатором, они пробовали какие-то ставить духовные опыты, как бы, и так далее, и так далее. Занимаются они йогой, хатха-йогой? Я думаю, нет, судя по комплекции, как бы, и так далее. Скорее, для них йога была, как бы, формой познания, да? Нет дхармы выше истины. Как бы, сейчас многие, конечно, их тексты воспринимаются, ну, может быть, наивно с востоковедческой точки зрения, но влияние, ну, как бы, грубо говоря, если мы сейчас попробуем динамику, механику Ньютона применить к квантовым системам, тоже наивно воспринимается. Но в своем, как бы, ключе применения, оно сработало очень хорошо. Теософское общество проложило, по сути говоря, путь с востока на запад. Оно увлекло запад-востока. Надо сказать, опять же, не без контакта с масонскими кругами, которые, по сути говоря, начали плотно вплетаться в круги Теософского общества и тоже все больше и больше увлекались восточными идеями. Благодаря Теософскому обществу возникло еще две интересные личности. Возникло, конечно, бесконечно много, это отдельная тема, можно было бы часов пять читать, но эти две личности нужно знать. Рудольф Штайнер, основатель антропосовского общества, которое откололось на определенном этапе от Теософского. Ну, про него когда-то Стехан Цвейф писал, что это самый яркий оратор 20 века, и ярче в этом веке не будет. Потому что, когда Штайнер говорил, замолкали толпы. Но, по сути говоря, это был еще и выдающийся мистик. Очень многое из того, что мы воспринимаем сейчас как современные мистические практики, в действительности разработано Рудольф Штайнером. Очень многие техники, связанные с работой с чакральными системами, ну, мы забежали уже вперед, конечно, по времени, но тем не менее. Очень многие техники, связанные с развитием разных видов способностей. Но, кроме того, Штайнер поработал практически во всех отраслях деятельности. И его идеи предвосхитили многие современные идеи лет на сто. Он был одним из основателей вообще зеленого движения как такового. То есть, он первый, кто написал об экологическом ведении хозяйства в 900 году, когда только-только придумали удобрения, еще не было этой проблемы. Сейчас во многих европейских странах внедряют те идеи по сельскому хозяйству, которые внедрил Штайнер. Штайнер был одним из основателей идеи, то, что называется, вальдорфская педагогика. То есть, педагогика, основанная на развитии творческих способностей ребенка, а не на подавлении его, вальдорфская школа и так далее. То, что сейчас внедряется в передовых странах Европы. Штайнер был основателем, то есть, и одним из концептуализаторов теории театра, которая потом получила название системы Станиславского. Ну, о взаимодействии Станиславского с Антарпасом, я потом расскажу. И так далее. В общем, это была совершенно ярчайшая и потрясающая личность, один из выдающихся мистиков 20 века. Воспитанный теософами. Вторая личность, Ани Бизант, которая была после смерти Алкота президентом теософского общества долгое время. Кроме того, видите, она была масоном-мартинистом, она здесь в костюме верховного магистра этого ордена, как бы и так далее. Но, как бы, чем, что дала миру Ани Бизант? Ани Бизант, ну, много чего дала. Но одно из самых главных ее достижений, это создание Кришнамурти. Она создала выдающегося, ну, как бы, мыслителя 20 века Джиду Кришнамурти. Это был ее проект, она его вырастила. Идеи которого легли в основании революции 60-х. Сексуальной революции, идеи хиппи, демократизации и так далее. То есть, фактически, без этого человека, той степени либерализма и демократии, в которой мы сейчас живем, скорее всего бы не было. Потому что сами по себе эти идеи во многом были заложены именно теософами и антропософами. Это мы видели одну сторону медали. Что происходило в Европе? А теперь мы видим другую сторону медали. Вторую личность, свами Вивикананду. Индус. Его учителем был Шри Рамакришна, который здесь изображен. Но что происходило в этот период? В Индии самой по себе уже начинало накипать специфическое национальное освободительное движение. Но англичане, будучи гениальными в некоторых вещах, все-таки все ошибаются, даже гении. Что сделали англичане к этому периоду? Они сделали ставку на национальную элиту. Но они сказали следующее. Мы создадим национальную элиту, через которую можно будет управлять. Но оно и понятно. 100 тысяч англичан не могут управлять 100 миллионной Индией. Как потом сказала Индира Ганди, Индия это океан, которым невозможно управлять. Но есть твоя иерархия управления. По сути говоря, англичане сделали что? Они сказали, мы воспитаем национальную элиту. Мы создадим университеты, типа Бейчу, Бенрайт Хинду Юниверситет, как бы Сампурнанда, Санскритский университет, Варанаси. Я соберем, который был создан преподагидой масонов. У меня на сайте ВКонтакте, я выложил фотку из Сампурнанды, там изображена такая стелла на входе. Если вы ее увеличите, вы увидите, что на ней изображены карасмасонские символы. Сампурнанда создала несколько масонских фланг. Вот. Идея была какова? Помочь индусам восстановить их духовность. Мы дадим им все, короче, индийской элите. Любую интеллектуальную помощь, кроме военной. Вот армию мы оставим себе, сказали англичане, и просчитались. И индусы сумели освободиться без армии. Они освободились на понимании интеллектуального. Фактически, вот в период 19 века зародилась, ну, в рамках индийской интеллектуальной элиты, сформировался настолько мощный интеллектуальный потенциал, что этого потенциала хватило для того, чтобы выпустить его на Запад. По сути говоря, что сделал с вами Виконанда? Он стал просветителем на Западе. И в 1893 году в Чихаго состоялся Всемирный конгресс религий. Организация, которая предшествовала современным, всем современным межнациональным конгрессам религий. И, будем реалистами, Организация Объединенных Наций. Кто ее организовал, как вы думаете, Всемирный конгресс религий? Теосовское общество. Организовало его, опять же, Теосовское общество. Но туда поехал свами Виконанда, молодой свами Виконанда, который, к сожалению, не мог. Он практиковал йогу под эгидой Шри Рамакришны, но прочитать про это можно у Ромэна Ролана, известного французского писателя. У него есть великолепная книга «Жизнь Рамакришны и жизнь Виконанда». Идем подробно описывать все эти события. Ну, наверное, он тоже занимался йогой, как говорится, трудно догадаться. Но вопрос в другом. Когда Виконанда поехал для того, чтобы рассказать на всемирном конгрессе религии об индийской духовности. Но он не мог попасть на конгресс религии. Почему? Потому что никакой религии он не представлял. Но зато он был масоном, как и большинство индийской религии. Братья помогла ему выступить. Но когда он выступил, я у себя на страничке специально выложил речь. В этом ютубе посмотрите. Речь Виконанды на всемирном конгрессе религии. Он был невероятно харизматичным человеком. Невероятно хорошим оратором. Короче говоря, когда молодого йога выпустили, так сказать, на сцену, после этого зал аплодировал стоя и несколько минут. Началось глобальное путешествие Виконанды, после которого он путешествовал, что путешествовал по разным странам? От Англии до Японии, включая Америку. И Россию, где он выступал, постоянно неся какие-то идеи. Он, по сути, рассказывал об идеях индийской духовности. Его лекции стали основой нескольких книг, которые так и назывались. Карма-йога, Бхакти-йога, Раджа-йога. Есть еще Джнана-йога, но я не нашел обложку этой книги. Джнана-йога. То есть, по сути, он начал популяризацию йоги на Западе. Вот благодаря кому это произошло. Как сам Вивиконанды относился к хатха-йоге? Ну, сложно сказать. Существует цитата Вивиконанды относительно того, как вы будете бороться со своим умом, контролировать свой разум, если ваше тело не будет сильным. Вероятно, он занимался и практиковал хатха-йогу, по крайней мере, в современных ашрамах Шавананды. Вивиконанды, я был, допустим, в Каньякумаре, там практикуют йогу сейчас. Хотя именно уровень практики хатха не очень высокий, ну, по нынешним, по крайней мере, стандартам. Но место и роль Вивиконанды в популяризации Индии в мире и йоги в Индии настолько велика, что, чтобы вы понимали, насколько она велика, вот эта фотография верхняя, это фотография из Каньякумаре. Это самая южная точка Индии. А южнее только маленький островок. И на этом островке, это вид с берега, стоит огромная, просто нечеловеческих размеров, статуя Вивиконанды. Это место, где он считается, достиг первого своего просветления Самарки. Он доплыл до этого острова, несколько дней медитировал и пережил там свой первый, как бы, мистический опыт. Но, если мы посмотрим на восточную или на западную Индию, допустим, ворота Индии в Бомбее, то стоит ворота Индии, это ворота, через которые ушли англичане. А смотрит в ворота, буквально в 200 метров, вот прямо по прямой, еще одна статуя Вивиконанды. Как бы говоря, до свидания. Такая же статуя есть на западе. Вот ощущение, что Вивиконанда, он настолько уплотнил индийскую самоидентичность, он настолько уплотнил индийский эгрегор, он настолько популяризировал Индию в Европе, что не считаться с Индией, считать, что это просто обезьяны, обмотанные в ходе, уже было просто нельзя. Как бы возросла популярность Индией и возросла популярность Йоги. Он же сделал второй перевод Йога-сутры. Ну, я не знаю, может быть, еще какие-то промежуточные, но тем не менее. Ну, естественно, под эгидой кого? Да, Тесовского общества, да, как бы и так далее. Но второй перевод Йога-сутры, который, в общем-то, до сегодняшнего дня, я считаю, одним из самых лучших и самых здравых переводов Йога-сутры санскрита на английский. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Почему я назвал этот слайд Рык-Льва? Потому что, ну, как бы, сам Викананда, как бы, играясь, а у него, ну, его учитель Рамакришна, он был очень нестандартным человеком, как бы, очень сложных религиозных взглядов, очень сложных духовных взглядов. Например, он решил проэкспериментировать классический брахман. Чем отличаются все религии? Что он сделал? Он отказался от индуизма и принял ислам на год. И жил как мусульманин. Потом он отказался от ислама и принял христианство. И так далее. Пока все не перепробовал. И пришел к некоторым выводам. Это вообще немыслимо в то времена. Это даже сейчас сложно представить, да? Но тогда это был вообще, как бы, суперэксперимент, да? Он пришел к выду, что, в принципе, у всех есть что-то общее. Поэтому не стоит ссориться. Истина выше, чем религиозные убеждения. Поэтому внешняя форма не играет большого значения. Это не самый жесткий эксперимент, который он сам над собой ставил. Это был действительно великий мистик. Но, скажем, интерпретируя мысли Рамакришны, ну, Рамакришна мало чего писал, как бы, честно говоря, как бы он был скорее человеком экстатического типа, но Вивкананда, интерпретируя мысли Рамакришны, тоже начал говорить о, ну, как бы, играть с разными религиозными традициями. И вы помните, что, допустим, в христианстве есть такая метафора четыре евангелиста, которые соответствуют орлу, быку, льву и человеку, да? Так вот, он говорил, он играл с этой метафорой и говорил следующее, что существуют четыре способа познания, которые он соотносился с четырьмя видами йоги. Как бы, способ познания подобно орлу, когда ты паришь, как бы, над всем миром, как бы, смотришь в метаконтексте, видя глобальные связи и так далее. Способ познания подобно льву, когда ты вырываешь знания, как бы, опытом, как бы, и так далее. Человеком, который, как бы, подобно гирджиевскому пути хитреца, как бы, ищет, разбирается и так далее. И быку, когда ты впахиваешь, как бы, медленно, шаг за шагом, продвигаешься к истинам. Сам Левикананда, конечно, был звук. Как бы, он был очень страстным, очень отчаянным человеком. Он тоже ставил над собой страшные эксперименты, типа, как бы, пройти пешком через всю Индию, как бы, в одежде садху, как бы, там и так далее. Или переплыть, как бы, индусты вообще плавать не умеют, как вы знаете, как бы, переплыть там довольно большой кусок океана, чтобы помедитировать на отдельно стоящем острове, как бы, и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем, как бы, эта личность действительно уникальная, потрясающая и заразившая, можно сказать, Европу йогой. Следующая личность, о которой нужно знать, сэр Джон Вудроф, Артура Волонда. Это был первый европеец, он был достаточно высокого происхождения, он занимал пост какого-то генерального студии в Калькутте, по-моему, и так далее. Но это был первый европеец, ну, чуть позднее, как выжил, но тем не менее, знать эту личность надо. Первый европеец, который попал в реальную тантрическую традицию, традицию Каулы. И в этой традиции, как бы, он сумел собрать первые санскритские тексты, которые до этого индусы хранили невероятно тщательно. По сути, всю свою жизнь он путешествовал по Бенгалии, по разным традициям, уговаривал, как бы, поделиться текстами, получал разные посвящения и так далее. И перевел. Благодаря этому человеку мы знаем, что такое чакральная система. Потому что первый текст, в котором, как бы, была изложена чакральная система, который был переведен на английский язык, Шат-чакра-нирупаани, описание шести чакр. Это текст, примерно, шестнадцатого века, но в котором, как раз, чакра описана так, как мы сейчас знаем. Его перевел на английский Джон Вудроф, и он издал две известнейшие книги, хотя позднее он издал очень много книг, которые переведены, правда, частично только на русский язык. На русском она вот такая, на английском она вот такая, видимо, все-таки что-то недоперевели. Змейная сила, собственно, книга о чакрах, которая, по сути, является подробным описанием Шат-чакра-нирупаани. И вторая потрясающая книга о жерелье букв. Чтобы понять тонкость о жерелье букв, нужно понимать, что алфавит на санскрите называется Акшарамала. Акшара – это буква, а мало – это ожерелье, гирлянда. Гирлянда букв. То есть, игра с алфавитом, которая, по сути говоря, соотносит соотнесение лепестков чакр с буквами санскритскими, санскритской фоносемантикой и так далее. Все содержится в этой книге. Вознаврин создал очень много, по сути говоря, других переводов, где довольно глубоко создал первое знакомство Европы с тантрической традицией. И, по сути, сломал эту предустановку на танкру, как что-то оригинальное, грязное. Ну, в английской, как бы, викторианской тем более традицией это было, сексуальной практике фу-фу-фу, как бы там и так далее. Но, как бы, по сути, как бы он показал, что на самом деле нет, это очень глубокая, очень сложная, очень интеллектуальная традиция и так далее. За что ему тоже большое спасибо. Но, надо сказать, что йога оказала всегда огромное влияние на европейских интеллектуалов. Ну, вспоминается Стефан Цвейх. У него есть совершенно потрясающая книга, называется «Глаза из вечного брата». По сути, его некоторые переживания на темы Бхагавадгиты. Опять же, о влиянии поступка в роли человека, возможности недеяния. По сути, он обыгрывается весь сюжет Бхагавадгиты и приходит к похожим выводам, но для европейского читателя. Ну, я так подозреваю, что Стефан Цвейх производил огромное впечатление о антропосовское общество и он был знаком с восточным мистицизмом через антропосовское общество. Герман Гессе. Ну, тут вообще все понятно. Вот. Ну, и наконец мы закончили вторую часть и переходим к третьей части. Ренессанс Хатха-Йоги. Нам еще час нужно где-то. Надо сказать, что в этот же период, а именно период конца 19-го века одновременно в Европе и в Индии происходили два параллельных процесса. И в Европе это был процесс возвращения к интересу к физическому телу. В этот период Петер Генрих Линк создал то, что мы сейчас называем классический или шведский массаж. Тогда, конечно, его страшно критиковали, это было крайне ненаучно и так далее. Сейчас считается классическим, но тем не менее. Мюллер создал сверху фотографии известную так называемую систему Мюллера, по которому Маяковский не высмеял или упомянул, стараясь похватиться, женщина мажется, мужчина по Мюллеру мельницей машется. То есть возникло множество оздоровительных систем Европы. Это отдельная тема для изучения, с ней можно познакомиться, но пока мы просто упомянем, что такой феномен возник. А в это время в Индии началось национально освобождительное движение. Вот один из лидеров этого движения Балганхартилак известный сейчас по концепции арктической родины Веда. То есть который доказывал, что Арии пришли на самом деле не с какого там Черного моря или Средиземного тем более и так далее или Каспийского, а по сути говоря из далекого севера, из Арктиды, из какого-то специфического материка, и так далее. Он доказывал это на основании анализа Ригведы, показывая какие-то астрономические данные, мифологические данные. Сейчас эта книга уже не считается научной, хотя она по-прежнему очень интересная, очень глубоким знанием текста Ригведы и так далее. Но почему я собственно говоря показываю Тилак, а совсем не из-за книжки Арктическая родина Веда, а потому что Тилак был одним из тех, кто понял, что национальное освобождение движения в Индии должно происходить не в военном круге, а в голове, через смену идентичности, через изменение ощущения своего как чего-то второсортного, к ощущению обращения к своим духовным истокам. Что по сути и произошло в Индии. В 1825 году возникло общество Брахма Самаджи. Это общество, которое по сути пыталось возродить традиционную ведическую духовность. Чуть позднее, лет через 50, возникло общество Ария Самаджи, которое сделало еще какие-то шаги. По сути началось восстановление интереса к своим собственным корням. И в частности к йоге. И вот уже на рубеже столетий жило по сути говоря 4 человека, которые создали йогу так, как мы ее знаем. По сути говоря реформировали, трансформировали и создали что-то как бы новое. По сути говоря, на этой самой волне обращение индусов снова к своей традиционной духовности. Эти имена, их фамилии, это все духовные псевдонимы, конечно, по йогской традиции, но тем не менее, и фотографии этих людей, конечно, нужно знать. Это Свами Шавананда, Свами Крешнамачария, Шрия Генда, это Гендар Махмачария. Ну, начнем мы изучение этих великих личностей с Крешнамачарии, может быть, потому что его влияние на современную европейскую йогу было наиболее велико. К традиции Шрии Крешнамачарии относятся и традиция штанга-йоги Шри Потапта Джойса, и традиция БКСа Ингара, и традиция Десикачара, и Индра Дэви, наша тоже соотечественница, которая основоположник йоги в Америке и в Мексике, и еще несколько личностей, потом упомянул. Но, в принципе, чтобы понять, что такое Крешнамачария, его недаром известный исследователь йоги Мария Николаева русская назвала водоворотом в потоке йоги. По сути говоря, это человек, который не просто изучал йогу, он ее создавал заново. Достаточно сказать, что три из его учеников Патапха Джойс, Айенгар и Десикачар, все получили у него йогу. И все практикуют, это три из самых мощных школы йоги в мире. И все три практикуют абсолютно разное. И даже абсолютно не похожие друг на друга, если внимательно всмотреться. Как так получилось? В чем каждый считает, что он получил йогу от Крешнамачарии. Да потому, что будучи великим учителем, Крешнамачария каждому дал именно ту йогу, которая ему была нужна. А завтра он придумал еще одну. И дал еще, возможно, кому-то, кого мы не знаем. Там Бенеса, Сенгару какому-нибудь еще одному последователю или Махану или еще каким-то продолжателем и так далее. Потому что фактически Крешнамачария действительно творил новую йогу. Его реформаторский дух был просто поразительным. Начать с того, что он сумел синтезировать южную и северную ветвь йоги. Южная ветвь, это ветвь сам Крешнамачария происходил из древнего рода Альвара. Его одним из предков был один из известных мистиков тамильских, по-моему, сейчас, нет, точно забыл имя, не буду врать, но тем не менее, который считался автором легендарной йога Рахасии, известного произведения по йоге. Сам по себе первое знакомство с йогой Крешнамачария получил как бы в родовой традиции. Но потом, для того, чтобы понять эту родовую традицию, он стал изучать аюрведу, философию в университете, ну, индийскую, естественно, в индийском университете, а затем поехал в Северную Индию, в Непал, для того, чтобы дополучить как бы традицию йога Сутры и Северной Йоги. И вот в сплаве этих традиций он создал свой уникальный самобытный стиль. В этом стиле он произвел огромное количество трансформаций относительно привычной йоги. По сути, как бы он создал идею динамической йоги. Он, ну, опять же, я сейчас не буду даже говорить все, я просто для начала я покажу немножечко, Ладно, тогда у меня в Ютубе вы увидите как бы как занимается йога Кишнамачарья. И, по сути говоря, он, кроме того, что он как бы синтезировал все имеющиеся йоговские течения на тот момент, он еще и синтезировал эти йоговские течения с современными западными тенденциями. Фактически он создал динамику йоги. Но, если посмотреть, посмотрите этот файл сами, но если посмотреть как занимается йога Кишнамачарья, это великолепный файл и так далее, мы видим, что хотя он делает очень сложные упражнения динамические, это именно йога. Так как он их делает, иногда может сделать любой гимнаст, по крайней мере, то, что он делает. Но сделать это настолько же плавно, чтобы в его движении не было ни одного рывка, для этого нужен глубочайший контроль психики. Попробуйте сделать, и вы поймете, что там, где у вас чакральный зажим какой-нибудь, все равно как бы нож еще дернулся. Там, есть какое-нибудь напряжение, напряжется дыхание, еще что-то и так далее. Движения же Кишнамачарья, будучи одновременно силовыми, одновременно невероятно плавны и связаны с глубочайшим как бы расслаблением психики. Сейчас. Заработало. Вот так примерно выглядело изначально йога Кишнамачарьи, хотя я бы сказал, что наверное говорить о йоге Кишнамачарьи нельзя как о системе Станиславского. В каждый период, в каждое десятилетие это могла быть своя йога. Что еще сделал Кишнамачарья, кроме того, что он воспитал трех величайших учеников, а может быть даже и большее количество. Как я уже сказал, он синтезировал разные стили йоги и оздоровительных систем. И вообще он сделал йогу популярной в Индии. По сути говоря, будучи руководителем йога Шалы при Майсорском дворце, он популяризировал йогу и сделал ее востребованием. Он создал идею динамической йоги. Он создал вообще концепцию индивидуального подхода к практике упражнений, которые сейчас исповедуют в Мадрасе, в Чиннайе, в его Кишнамачарья йога-инститюте Десикачари. Он возродил идею, которую впервые упомянули в хатха-йога про дипики по поводу оздоровительной йоги, по поводу йога-терапии. То есть трактат йога-рахаси он написал заново. Считав его, как было написано, состояние мистического просветления и так далее. Но в йога-рахаси он уделил йоги не только как мистическому учению, но йоги как оздоровительной системе. Он существенно пополнил арсенал упражнения новыми упражнениями. И наконец он адаптировал многие тексты йоги под европейскую ментальность. Что я имею в виду? То есть существует перевод йога-сутры к Кешнамачари. Но честно говоря этот перевод изначально к тексту йога-сутры имеет очень маленькое отношение. Но тем не менее текст, который написан совершенно гениален это действительно глубокий текст, который понятен европейцу. Который говорит о проблемах современного европейца и так далее. И в этом смысле он невероятно полезен. Хотя очень далеко уходит от оригинала. Но вообще Кешнамачари я подозреваю был великим учительом и он не боялся творить. Например когда ту же самую йога-арахасию которую он написал заново сказав что это и есть та самая древняя йога-арахасия для этого нужна определенная смелость. Равно как смелость нужна для многих других его вещей например когда внедрение был период динамических упражнений в йоге. Сейчас это считается почти общепринятым. Идея виньясы динамического упражнения. Но я подозреваю создал это Кешнамачари. Внедрение силовых упражнений в йоге. По сути говоря Синглтон известный исследователь йоги пишет такую интересную вещь что одновременно рядом с йога-шала и Кешнамачари было место где качалка по-нашему где качались. И некоторые упражнения в арсенал йоги. Он творил йогу. Почему водоворот в потоке йоги. Он всосал все что было возможно. Перемешал это и создавал много-много йога направлений. Конечно сам Кешнамачари по всей видимости был человеком невероятным. Он прожил до 101 года причем практиковал до последнего года практически в 1980 в каком-то году мы еще могли его застать. Не так было просто выехать в Индию. Но человеком он был конечно чрезвычайно принципиально жестким и так далее. Допустим чтобы понять его отношение к действительности был такой случай когда после освобождения Индии при смене кодоправительства его йогашалу которая содержалась за государственный счет решили сократить. И губернатор штата написал об этом письмо и сказал ему явиться для получения соответствующей инструкции. Он сказал если ему нужно явиться пусть он сам приходит к мою йогашалу я ему расскажу. Он даже не пошел к губернатору. Губернатор озверел и естественно его йогашалу пытался сократить. Студенты устроили под воротами губернатора пикет забастовки или что-то в этом духе на что губернатор вышел и решил им сказать что так делать не надо. Но по дороге что-то себе сломал. Сломав он как говорится как всякий здравомыслящий индус понял что наверное он был не прав и извинился перед Крешном Ачари попросил его вылечить Крешном Ачари его вылечил. Равно как интересно что первое грантство он получил в Крешном Ачари вылечив Махараджо Майсора от какой-то достаточно запущенной болезни для того чтобы получить право поехать на север и так далее. Там ему пришлось лечить губернатора Шимлы и так далее для того чтобы дали разрешение выдвинуться в Непал и так далее. Это был конечно уникальный человек и наверное его вклад в йогу 20 века просто настолько велик что о нем даже бессмысленно говорить. Если бы не он мы очень мало бы знали о йоге. Следующая персоналия один из главных учеников Крешном Ачари БКС Айнгар Я хочу умереть зная что делал со своим телом все что возможно. Наверное многие знают традицию йоги Айнгара на западе собственно говоря особенно в Америке это одна из основных известных традиций хотя известна она стала благодаря опять же американскому музыканту русско-еврейского происхождения Яхуди Минухину который по сути говоря до этого эта традиция была известна только в Индии но он настолько вдохновился йогой Айнгара что стал продвигать ее в Голливуде ну и в общем это дало возможность этой йоге выйти за пределы так сказать не только лишь пуны традиция Айнгара и так далее. В чем основной вклад в БКС Айнгар ну для того чтобы понять величие этого человека нужно посмотреть на любого индуса и посмотрев на любого индуса мы понимаем такую забавную вещь индусы по сравнению с современными европейцами абсолютно не телесны если вы видели как индус например бежит да он бежит вот так и так далее ну может за исключением каких-то очень небольшой прослойки людей то есть даже когда люди занимаются вот видно там на набережной варанасе условно говоря йогой они очень хреново занимаются йогой почему тело не простроено Айнгар создал аналитический подход к выполнению асов то есть подход при котором ученика проставляют до детали этот палец сюда этот плечо сюда это бедро поверни сюда а колено при этом разверни а стопу поставь полностью а эту точку сюда а эту сюда а эту сюда а эту сюда и в принципе даже человек который не обладает изначальной естественной сватисханной телесностью его можно как бы при правильной простройке простроить правильную асану которая за счет правильной формы создаст внутреннее переживание ни одна другая школа не дает настолько глубокой проработке асан как школа Айнгара настолько детальной тщательной и так далее причем не только для ученика но и для инструктора опять же настолько подробно объяснить инструктору что нужно делать с человеком куда подложить ему матрасик куда подложить ему этот самый стульчик куда ему еще что-то сколько этих одеялей должно быть во сколько раз они должны быть свернуты такую как бы нечеловеческую детализацию это как раз заслуга Айнгар возможно благодаря тому что действительно изначально ну как бы он как и все индусы был не очень телесен и он через раз он через аналитику постиг эту самую телесность дальше Айнгар бесконечно пополнил массив упражнений классическая йога насчитывая будем реалистами хотя в Горокше Шатаге упоминается что существует 84 миллиона асан вот из которых особенно любимый 84 но по факту использовалось 32 в большинстве современных школ так и продолжается Айнгар дополнил этот список еще там пару сотен как бы асан добавил которые сам придумал вот или не придумал но в общем как бы он создал как бы существенно более широкий диапазон асан которые позволяли более глубоко работать в физическом теле он придумал им санскритские названия как бы асаны стали красивые показал как их делать расстантировал по строителям сложности но в общем как бы это более широкий диапазон Больше можно сделать. Дальше. Айнгар создал идею стандартизации процесса обучения. То есть, по сути говоря, люди, которые сертифицируются в айнгаровской школе, примерно, то есть придя в любой айнгаровский центр, ты, в общем, примерно можешь догадываться, что там будет. Почему? Процесс хорошо и качественно стандартизирован. Причем именно для инструктора стандартизирован. Что инструктор должен знать, уметь делать с человеком. Это правильно и гениально. Внедрение пропсов, вспомогательных средств. Кирпичики, одеялка. Стульчики. В конце концов, йога-стенка. Как бы веревочки. И все, что, как говорится, только можно. Все это, опять же, как бы позволил себе вернуть в йогу айнгар. Опять же, там веревочка Паша и так была. Конечно, как бы там вместо стенки, конечно, в традиционной йоге использовали дерево. Но, опять же, стандартизировать и довести это до ума, это сделал айнгар. Почему? Да потому что айнгар во многом работал с больными людьми, не только со здоровыми. Есть показательная история, которая иллюстрирует как бы его практику следующим образом. Когда-то к нему принесли дедушку, который уже, ну, в общем, не мог стоять своими ногами и попросил кого поздоровиться при помощи йоги. Айнгар сказал, да, конечно. И, помедитировав на дедушку, пришел к угоду, значит, будем делать стоячие асаны. Но что, так, дедушка ж лежать, удивились ученики. Значит, будем делать стоячие асаны, лежа, сказал Айнгар. То есть, дедушку выстраивали, там, например, вирасану, лежа, да, и все прочие асаны. Как бы и дедушка, но выстраивали правильно. И через полтора месяца дедушка все-таки мог делать эту асану уже стоя. За счет чего? За счет глубочайшей проработки тела. Ну, и, конечно, огромный вклад, который необходимо упомянуть по поводу Айнгара, популяризация йоги на Западе. Действительно, 80% йоги, которая известна в Европе и в Америке, это йога Айнгара. Остальные 15 где-то, это йога Потапки Джойса. И оставшиеся 5 уходят на все остальные школы. Ну, такой расклад в Европе, у нас немножко по-другому. Но, говоря о йоге Айнгара, нужно понимать, что есть, скажем так, нюансы, или прямо скажем, минусы, которые тоже в данном случае есть. Первый нюанс, недостаточное внимание к пранаямам. Сам Айнгар по этому поводу официально говорил следующее, что пранаямам имеет способ переходить только тогда, когда физическое тело уже полностью простроено, лет через 10. Но в своей автобиографии, которую я показал вам на предыдущем слайде, как бы Айнгар честно писал, что Кресномочарий не передал ему пранаяму. Он изучал пранаям, подглядывая за Кресномочарией. И, по всей видимости, правильной передачи подключки не произошло. Дальше. Ну, йога Айнгара не интеллектуальна. То есть проработка медитативных аспектов слабая. И то, что Айнгар называет, например, дьяна, я бы назвал это просто молитвой. К оригинальной дьяне это не имеет никакого отношения. В общем-то, йога Айнгара далека от классической модели. Если честно, йога Айнгара это именно йога Айнгара. Это отдельный вид йоги. К классической йоге это имеет очень-очень мало отношения, как по духу, так и по содержанию. Хотя это не говорит о том, что это плохо. Это как бы просто отдельный класс йоги. Показателен тот факт, который сам Айнгар описывает в своей автобиографии. Когда он привез свою йога-дипику Потапхи Джойсу, попросив, чтобы он прочитал, дал рецензию и по возможности написал предисловие, Потапхи Джойс начал читать, а потом отказался и выбросил ее. Не Патхи Джойс, а Кришномачария. Кришномачария отказался писать. Ему не понравилась йога Айнгара. Хотя, так сказать, возможно, это можно интерпретировать и по-другому. Ну и, наконец, следует понимать, что йога Айнгара весьма показана для людей как максимум капхистого типа, если по аюрведе. То есть она очень хорошо воздействует на мышечно-сухожильные какие-то аспекты, на соединительную ткань, но она дает недостаточно глубокую нагрузку, например, на мышечную систему. Подобно, например, йоге Потапха Джойсу. И тем более она весьма показана людям, которые обладают разобранным психотипом, которым нужна некоторая концентрация внутрь. Но она абсолютно избыточна для людей и так сватхисханных, которые и так хорошо чувствуют свое тело. Более того, для них она является даже некой формой насилия. Как, допустим, хороший певец, который голос от природы может сорвать его при правильной постановке. Как бы точно так же человек, который и так естественно чувствует тело, может потерять эту чувствительность при попытке его аналитической простройки. В этом есть некоторые, ну скажем так, нюансы при использовании йоги Айнгара. Ну и еще один нюанс, который описывает Синглтон в своей книге «Тело йоги». Ну она на английском, но тем не менее. А именно, что йога Айнгара не является абсолютно оригинальной. Синглтон показывает, что очень многие элементы йоги Айнгара в действительности заимствованы из тех самых европейских оздоровительных практик 19 века. По сути, здесь даже приводится в четкой картинке, из каких книг какие позы заимствованы. Хотя это все первая или верхняя картинка, это все делает европеец, а не индус, не Айнгар. Опять же, хорошо это или плохо? На мой взгляд, неплохо. Но понимать этот момент нужно. Что йога Айнгара во многом это смоделированная и созданная именно Айнгаром система, которая впитала в себя очень много именно европейских достижений. Почему я говорю, что она довольно далека от индийской классики. Переходим дальше. Шрифа Табха Джойс. Здесь он, видите, и в молодости, и уже в преклонном возрасте. Другой ученик Кришнамачарьи, который тоже претендует на понимание истинной йоги, так сказать, Кришнамачарьи, а именно Аштангайоги. Опять же, я думаю, что вы все знакомы немножко с Аштангайогой, ходили на факультативы или, как говорится, видели где-то и так далее. То есть Аштангайога такая йога динамическая, прыгучая, с сильной физической нагрузкой, хорошо развивающая мышцы, дыхалку и так далее. Но, и, скажем так, говоря о том, в чем же величие этого человека и этого йоги, я бы сказал следующее. Если посмотреть на то, как занимаются индусы, даже сейчас, скажем так, индусы дикие йоги, внесистемные. Вот если побывать в Ришикеш или в Ганготри и так далее, там масса йогов, которые практикуют что-то себе и так далее. Я когда-то познакомился с таким чуваком, допустим, в Ришикеше, у него пещерка там какая-то такая выкопанная, с дверью, правда, с замочком, такая нормальная пещерка и так далее. Ну, в принципе, больше там особенно ничего не нужно. Вода в Ганге, бананы на дереве и так далее. То есть он там что-то себя практикует. Я разговаривался с ним, спрашиваю, ну а как ты практикуешь? Вот у меня есть учитель в Ганготри, ну это там север несущественно. Он мне показал 10 асан, 8 лет назад. Вот я их практикую. Ну покажи. Он мне показал, на мой взгляд, асаны он делает хреново. То есть, по сути говоря, видно, что его показали, но не рассказали никаких ключей. Но, наверное, если системно и каждый день практиковать еще лет 10, он, скорее всего, допрет. А может, не допрет до этих ключей. Но выполняет он их, вот выполнил, постоял, вышел. Я ему говорю, слушай, а почему же ты с учителем-то не живешь своим? А учителю 101 год, он практически ничего не ест, одним тапасом питается и так далее. Он говорит, а ты понимаешь, он живет в Ганготри, там холодно, там снег, у него внутреннего огня много, ему не холодно. А я не могу, у меня туму нету, внутреннего огня нету, как бы, а в Шакеше плюс 30, там нормально. Вот, ну, говорится, аргумент. Вот, как бы, и так далее. Ну, к чему это я говорю? Потому что, вот, как бы, во многом, как бы, в йоге такой внесистемной, внетрадиционной, как бы, выполнение упражнений зачастую стало принимать характер в некой ритуальной деятельности. То есть, я посидел так, потом посидел так, потом посидел так, потом постоял на минуту на голове, вышел, все, я йогой позанимался. Это как некий ритуал. Но, Потап Хаджойс ввел отношение к йоге, как к тренировочному процессу. По сути, идея, которая была сформирована в рамках европейской традиции. И, так сказать, возникло понятие тренировочного цикла, как бы, продвижения в тренировке, как бы, системности тренировки и так далее. И для индусов, которые к этому моменту, этого момента не имели, это был колоссальный шаг, колоссальный план. Дальше, Потап Хаджойс создал, как бы, связки асан, ну, некоторые циклы. Утверждается, что их создал в Кресномачарье, но это вопрос, как обычно, сложный метафизически. Но, как бы, которые, как бы, последовательно переводили человеком. Первая связка, вторая связка, третья связка. То есть, по сути говоря, уже созданы готовые комплексы с правильными переходами, с правильным дыханием. Все, которые бери, как бы, и практикуй. Безусловно, это плюс. Ну, и, конечно, Потап Хаджойс оказался тоже крупным популяризатором йоги. Если вы сейчас приедете в Майсор, то любую школу, которую вы увидите, так или иначе, она будет завязана все равно на школу Потап Хаджойс. Но, как обычно, есть нюансы. Какие нюансы? Ну, первый момент, который нужно иметь в виду, что бренд Аштанга Йога, который использует Потап Хаджойс, то есть Аштанга, восьмиступенчатая йога там и так далее, никакого отношения к Йоге Потанжали не имеет. Более того, само по себе отношение или переживание, которое, ну, достижение читаврита неродхи, которое Потап Хаджойс описывает, ну, некое переживание, которое наступает после выполнения упражнений. Ну, понятно, что если прокрутить вот эти Аштановские комплексы, да еще, как говорится, там, много раз, да еще два часа подряд, как-то еще в плотном ритме там и так далее, то, в общем, безмысленное состояние достигается. Но при чем здесь читаврита неродхи? То есть, грубо говоря, так, если и дрова пилить, как говорится, 24 часа в сутки, будет то же самое безмысленное состояние, тоже офигеешь. То есть, ну, собственно говоря, эффект спортсмена, если ты нагружаешь мышцы, энергия идет в мышцы, а не в мозг. Мозг вроде бы успокаивается, но он не становится острым. В духе йоги Патанжали. Дроштарм не находится в своем истинном состоянии, и ты не можешь совершить сам яму. Будем реалисты. Поэтому, как бы, бренд Аштанга, который использует школа Потапха Джойса, это именно бренд. Как бы, и связь с Патанжали здесь очень-очень условная. Следующий момент, который, на мой взгляд, в системе Потапха Джойса является шагом назад относительно, конечно, Майчарьи, это уход от индивидуализации комплекса. По сути говоря, существуют стандартные комплексы Майсора, да, стандартные комплексы школы Потапха Джойса, где люди, как бы, вот они знают, что ты прошел с первой ступени, начинают крутить вторую. Пока не прошел, крутишь эту же, да, и так далее. Но, может быть, человеку нужны какие-то специфические упражнения, как бы, которые можно было поблагодарить. Может, ему нужен вообще другой стиль занятий йогой. Нет, все крутим это, да, а там, practice, practice, all will come, да, и так далее. И все, в конечном итоге придет. 99% практики, 1% теории. Девиз Потапха Джойса. Я думаю, что, как бы, это потеря. Следующий момент. Сокращение времени пребывания в АСО. То есть, с точки зрения общей физической нагрузки, аштанга великолепна. То есть, взбодрить и загонять себя, это прекрасный способ. Но с точки зрения некоторой внутренней рефлексии, равно как с точки зрения, именно, как бы, управления сознанием, равно как с точки зрения длительного статического влияния АСО, Майсторская школа это потеряла. Пять вдохов в АСОНе, это мало. Ну, Синглутон в теле-йоге считает, что идея пяти выдохов была придумана Кришнамачарией, как бы, во время демонстрационных упражнений. То есть, когда надо было показывать АСОНы во дворце, и этому обучали детей, чтобы это было красиво и зрелище. Ну, не очень прикольно, если человек сел в АСОНу и завтыкал там на 40 минут, так как бы там, ну, или даже хотя бы на 10, да. Пять выдохов, следующая красивая АСОНа, следующая красивая АСОНа. То есть, на самом деле, в этом не было терапевтической идеи, это была идея показательной. Но в школе Потапха Джойса, как бы, Потапха Джойса на этом сконцентрировались. Дальше. Ну, что характерно, кстати, и для школы АНГАРа, и для школы Потапха Джойса, неодобрение творческого подхода со стороны практикующих. То есть, идея относительно того, что ты можешь придумать свой комплекс, или свое понимание АСОН, или еще что-то, все это рубится. Ну, опять же, в угоду, что называется, канон. Ну, мне кажется, что это неправильно. Ну, есть какой-то элемент оспортивливания, отказ от медитативных практик, которых тоже практически, ну, настоящих медитаций там нет. И, опять же, ограниченность применения все-таки для людей, скажем так, невротического типа, то есть, которые просто долго и не могут находиться в одном положении. Как бы, они очень любят заниматься аштангой, потому что прыг, 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 кошка, собака, кошка, собака прыгнул там и так далее. Ну, если человека попросить постоять в АСОН недолго, вдруг выяснится, он не может, его там вытелепывает и так далее. Для такого человека как раз была бы полезна йога с удивительным углублением себя, прочувствованием себя и так далее, чего в школе Потапка Джойса, по сути говоря, не стало. Ну, и опять же, говоря о заимствованиях, в школе Потапка Джойса есть заимствования, об этом тоже пишет Сангутур, у меня есть соответствующие фотографии, как бы, из английской спортивной гимнастики начала 20 века. Есть даже упражнения, где делают английские солдаты абсолютно те же самые упражнения, которые сейчас мы знаем как упражнения аштангой. Поэтому, в общем, это тоже не вполне классическая йога. Ну, что мы знаем о школе Потапка Джойса сегодня? Ну, сегодня школу Потапка Джойса возглавляет Сарасвати Джойс, вот тут она с нашими инструкторами, как бы, после практики. В Майссоре есть масса, как бы, других. Сейчас потихонечку входит Шарат, как бы, управление школой. Есть, как бы, боковые ответвления, типа Шишадри, как бы, и другие подобного рода системы. Следующая традиция, которая следует из этой четверки, мы, великих людей, мы только разобрали одного. Теперь начнем разбирать другого, с вами Шивананда. Это совершенно другая традиция, которая не имеет, то есть, навачалец к иникулу отношения. Традиция северная. И вот если, как бы, сравнить Кришнамачарию с Шиванандой, то Кришнамачари – это водоворот в потоке йоги. Человек, который пытался впитать в йогу все самое новое, все современное на свой период времени. Шивананда делал наоборот. Он пытался внедлить йогу всюду, куда только можно. А можно было много, потому что Шивананда был еще и врачом. И, по сути говоря, это человек, который попробовал внедлить йогу в современную ему медицину. Не йога-терапию, хотя его одна из известных книг называется «Традиционный метод йога-терапии» и так далее. Но будем реалистами. Период, когда он работал, начало 20 века, в те времена и медицина-то была, по нашим временам, еще не медициной. Еще не открыли ни гормоны, ни поджелудочную железу, ничего не открыли толком. По сути говоря, только давление научились мерить еще. И аспирин уже изобрели. Грубо говоря, это было очень давно. Даже обезболивающих еще не было. Зубы рвали без обезболивания. Но, по сути говоря, Шивананда, который, скажем так, путешествовал по Малайзии, был долгое время директором госпиталя, потом вернулся в Индию, как бы увлекся йогой, как бы в Ришикеше пережил, как бы первые свои мистические переживания, создал некоторый стиль йоги, который принципиально, как бы, отличался по даже способу нагрузки от стилей, в стиле Кресномачари. Во-первых, это более мягкий стиль. То есть он предполагает медленно, неторопливо ход в Асану, длительное в нее пребывание, как бы плавный выход. То есть такое, ну, в общем, йога Шивананда, можно сказать, одна из самых таких ненапряжных йог. Во-вторых, как бы у Шивананды намного больше внимания уделялось именно проблемам медитативных практик. Сам Шивананда был большим, так сказать, специалистом по медитациям, как бы удалялся для длительных ретритов, медитаций. Есть пещера Шивананды в Аганготри, маленький домик Шивананды, в котором, наверное, были те, кто были в Ришикеше или еще будут, как бы, и так далее. Из великих последователей Шивананды нужно выделить две линии. Один из них, который стал, собственно, последователем и распространителем школы Шивананды на Западе, особенно в Америке, Свами Мишнадывананда. Он написал одну из первых книг, которые были переведены по йоге на русский язык, полно иллюстрированная книга йоги. И Свами Сатянанда Сарасвати, основатель Бихарской школы йоги, которая тоже сделала довольно много в смысле популяризации йоги, создала свой самобытный стиль хатха-йоги, основанных на таких плавных, мягких движениях, технике йога-нидры и так далее. Кроме того, в рамках Бихарской школы были переведены колоссальное количество классических текстов. Это просто их такая сева, переводы текстов на английский язык, потом на русский, популяризация и так далее. Ну, надо сказать, что школа достаточно закрытая, хотя нашим инструкторам в духе Аленке удалось туда попасть в мунгир, пожить какое-то время в этом ашраме, чтобы познакомиться с этим стилем и так далее. Хатха довольно сильно отличается от привычной нам хатхи, но, тем не менее, вполне узнаваем. Ну, и говоря еще о европейских учениках Шавананды, нельзя не вспомнить одну великую личность, я считаю, величайшую в европейской культуре, Мирча Элиада, который три года провел на берегу Ганги в рамках традиций Шавананды, изучая санскрит, изучая традиции йоги. И у него, видите, как бы в одном из его романов, в кознях он сделал такое признание, что если бы я остался в моей хижине на левом берегу Ганга, в моем скрытном, скрытом джунгами убежище, о котором я думаю не иначе, как о потерянном рае, может быть, там меня и настигла бы разгадка тайны, которая, может быть, после долгих лет приготовления и упорных попыток, я бы нащупал путь, ведущим невидимую страну. Но мне в народу было написано лишь до самой смерти, или ли эти в своей печали не узнать никогда. По сути говоря, кто такой Мир Чайляда? Человек, который является основателем феноменологии религии, одного из фундаментальных направлений современного религиоведения, компаративного сравнения разных религий между собой, выделения мифологических основ, как бы и так далее. Кроме того, Мир Чайляда написал совершенно потрясающие книги, посвященные йоге, знаменитая книга «Йога, бессмертия и свободы» в переводе питерского исследователя йоги, тантры Сергея Пахомова. И великолепные книги, посвященные шаманизму, техникам экстаза. И книги, посвященные современному эзотеризму и оккультизму. То есть, по сути, это был действительно выдающийся человек, который прожил очень долгую и плодотворную жизнь, больше 90 лет, если он уже в старости, как бы и так далее. Оказав очень глубокое влияние на европейскую культуру. Но начал он 18 лет, написав письмо Махараджи какому-то. Сказал, я хочу учиться в Индии, дайте мне грант. Писать себе ему дали. И он поехал из Бухареста в Калькутту, а потом в Рижекеш, где практиковал три года под влиянием Шамананды, который сказал про него следующее, что этот человек второй Вимикананда. Ну, вторым Вимиканандом он не стал, но масштаб приобрел все равно в своей сфере все равно огромный. Следующая личность из этих четырех китов, метров современной йоги это Шрия Гендра. Это тоже совершенно отдельная ветвь йоги, которая, скажем, чем поразителен Шрия Гендра, он тоже синтезировал, я не буду говорить про его учителей, как это все произошло, это все можно найти информацию и соответствующую, но он интересен двумя вещами. По сути говоря, это был йог-материалист, причем такой воинствующий материалист. Говорят, что в детстве у него был неприятный случай, его чуть было не увеличить за собой в странствующей капалике. С тех пор именно к мистическим традициям йоги он относился крайне негативно. Но зато он четко хотел поставить йогу на научную основу. Это человек, который, по сути, заложил основание начала современной йога-терапии. Насколько это было возможно в начале 20 века. А в начале 20 века, опять же, слишком мало люди знали о теле, чтобы делать научные исследования. Да, что-то было уже известно о мышцах, что-то было известно об анатомии, мы уже знали про кровяное давление, еще что-то, но не более того. Но даже на основании этих исследований Шириагендра пробовал провести научные исследования по первой, по сути, в истории человечества по механизмам влияния йоги на человека. Его знаменитая книга «Йога. Личная гигиена», которая и сейчас вполне актуальна, она прекрасно дает гигиену, он был популяризатором гигиены йоги, тоже прожил очень долгую, очень плодотворную жизнь, как бы это не единственная его книга, хотя на русский переведено мало. Ну и его цитата тоже великолепно иллюстрирует образ этого человека. «Следует вывести йогу из самоотмирающих культов и других ревностных хранилищ окончательной истины и наделить ее мятежной силой против вековых традиций, чтобы добиться практики реформирования, концепции практики йоги». Ну прямо такой призыв броневика. Он создал действительно институт йоги, он существует до сих пор, там были наши йога-терапевты, изучали их практику и так далее, но надо сказать, что сейчас она немножко морально устарела. Но на тот период это была действительно революция в системе йоги и в отношении к йоге, как к чему-то, что может стать объектом научного анализа. Ну и наконец еще один, четвертый столб современной йоги, школа Дхиренда Брахмачали. Почему он особенно интересен нам, нашей школе, потому что по сути школа Дхиренда Брахмачали это дедушка нашей школы. Школа Геннадия Григорьевича Стоценко во многом была инициирована именно школой Дхиренда Брахмачали. И многие элементы по поводу хатхи заимствованы как раз у нас были именно из этой школы. Как я расскажу уже, когда буду говорить о йоге в СССР. Чем интересна эта личность? По сути говоря, это тоже человек, который сплавил несколько традиций йоги. Его традиция была более северная, и мы видим очень много заимствований из тибетской традиции. Огромное внимание, которое уделяется суставной гимнастике, в субшмавьяме. Огромное внимание, которое уделяется очистительным процедурам. Синтез дыхательных техник с пранаямами, в смысле с асанами. То, чего, например, нет в школе Айнгара, и в общем-то подзабыто, ну не так глубоко использовано в школе Кришновачарьи. Ну много таких, необычная система малых пранаям, которая как раз является визитной карточкой школы Дхендар-Брахмачари, и так далее. Ну масштаб этой личности тоже достаточно велик, достаточно сказать, что он был гуру, премьер-министра Индии Индиры Ганди, что сыграло как бы и положительную, и отрицательную роль в его жизни. Как бы отрицательную в том смысле, что когда он умер, а умер он тоже при загадочных обстоятельствах, он разбился на личном самолете, правда в глубокой старости, вот как бы и так далее. Но его архивы были немедленно опечатаны индийским правительством, потому что из-за личных переписок с семьей Неру, Индирой Ганди и так далее. И поэтому многие книги, которые он написал, например, книга по пранаям, не издана до сих пор, они все лежат в опечатанных архивах. Ну а у индусов, если он что-то опечатал, то уже, как говорится, считай погибло, да, и так далее. Там целый сборник таминской поэзии был опечатан, потом съеден муравьями, как говорится, со 100 тысяч шлок, да, тут как бы одна книга, точно кто-нибудь съест, как бы и так далее. Вот. Но, короче говоря, вот такая как бы достаточно яркая личность. Он же фактически зародил йогу в СССР, как расскажу позднее. Ну вот, наверное, скажем, тот вклад, который он внес в йогу, я как бы написал. И разминка, и более разработанные техники пранаям, наверное, нигде они более тщательно не разработаны ни в одной другой школе. Сложное согласование асан с дыханием, сложные очистительные процедуры, которые намного более сложные, чем в других школах. Ну, разве что Шрия Гендра сопоставим по сложности очистительных процедур. И популяризация йоги в Индии. Школа Тхиренда в Рахмачаре мало известна в Европе и в Америке. Есть только один такой известный его ученик. Но в Индии как бы национальный институт йоги в Дели это именно институт йоги Дхиренда в Рахмачаре. И возглавляется он учеником Дхиренда в Рахмачаре Балму Кун Синдхам. В этом смысле в Индии школа в Рахмачаре более известна, чем, например, школа Крешнамачаре и может быть даже чем школа Айнгара. То есть та йога, которая преподается в школах, в средних даже в вузах и так далее, как правило, это йога Брахмачаре. Современные ученики школы Брахмачаре, как я уже говорил, Балму Кун Синдх, как бы нынешний ректор или директор института, которого при поддержке проекта йога объединяет, мы приглашали даже в Украину, как бы и так далее. И Рейнхард Гаммен Хтале, извиняюсь, сложная фамилия, швейцарец, как бы и так далее, который проповедует соответствующий вид йоги в Европе. Недавно издал очень мощную книгу по йогу кундалини. В общем, тоже такая мощная, интересная личность, с которой имела бы смысл познакомиться. Надо сказать, эти как бы четыре величайших личности, которые породили как бы еще как бы сомну величайших личностей, как бы это и есть какой-то поворотный этап в йоге. Но не хатха единая. Были и другие выдающиеся как бы личности, о которых может быть меньше знают люди, которые занимаются хатхой, но тем не менее. Ну в первую очередь нужно упомянуть Парахамсу Йогананду. Как бы тоже популяризатор о йоге, хотя он занимался и хатха-йогой, хотя его стиль йоги более как бы мистичен, более духовен. Но чем интересен Парахамса Йогананда, вот знаменитая его книга «Автобиография йога» это единственная книга, которая была на айпаде Стива Джобса и которую он перечитывал каждый день. То есть это человек, который вдохновлял Стива Джобса. Как бы интересный факт, да, и так далее. Но тем не менее, в данном случае он на фотографии представлен со своим учителем. Ну и традиция Свами Лакмашманджу, по сути говоря, традиция интеллектуальной йоги, Кашмирского шиваизма, которая сейчас очень как бы получила широкое распространение на Западе, главным образом в интеллектуальной среде, в среде университетской, там, где изучают какие-то тонкие вопросы индийской традиции. В рамках этой традиции следует упомянуть двух современных классиков, две известные ветви, которые в Европу пошли вот с вами Лакмашманджу, Марка Дичковского, который сейчас живет в Варанасе, к которому мы в гости регулярно заходим, ну, по сути, профессор какого-то из итальянских университетов, я уже забыл какого, крупнейший специалист в области санскрита, я как раз недавно из Индии получил посылку, вот его 15-томник перевод от антрических текстов, вот такой высоты, как бы этот 15-томник, тут, конечно, работа проделанная просто адово, ну, интересная достаточно личность, как бы практик, переводчик, ученый, лектор великолепный, который популяризирует идеи кашмирского шивоизма, и Беттина Баймер, она тоже часто бывает в Варанасе, тоже она профессор, то ли где-то в Швейцарии, то ли в Германии, подзабыл уже где, тоже глубочайший знаток санскрита, Варанасе создала великолепную библиотеку в области тантры, как бы шивоизма, как бы и так далее, то есть оба они практики тантры, как бы, ну, и в общем, как бы достаточно известны в современной Европе. Ну, еще одна личность, как бы, тоже в рамках практики тантры, это, собственно, мой учитель в области санскрита, в Агишастре, ну, и, получается, и мой, и многих инструкторов, которые тоже изучают санскрит, сейчас он тантру не преподает, то есть не дает уже инициаций на тантрических, но я, собственно, приехал к нему за санскритом, как бы тоже потрясающая личность, человеку 85 лет, цитирует на память, как бы практически любое произведение, на память, то есть я не видел, чтобы он пользовался бумагами, да, как бы, ну, или на подсказке, то есть Махабхарату, пожалуйста, Махабхарату на память, там, Хагавадгиту, Хагавадгиту, Аштадхьяю, Аштадхьяю, как бы там и так далее, то есть все это помнится наизусть, как бы, как бы, ну, как бы, трудоспособность, чтобы было понятно, когда, допустим, ну, я обычно беру у него по 6-8 уроков в день, как бы и так далее, при том, что ему 85, как бы и так далее, и когда я пойду попью чаю, как бы, я возвращаюсь, он радостно говорит, я еще пол статьи написал, как бы и так далее, пока я пил чай, он еще работал, да, это, как бы такое, то есть, ну, наверное, вот в этом человеке я увидел подлинно индийского брахмана, вот как он должен быть, да, как бы и так далее, вообще меня, когда я путешествовал в Индии, никогда не оставляло такое мутное переживание, что я знаю индийскую культуру лучшим индусам, вот, и при общении, как-то так всегда и получалось, если в своей традиции человек хоть что-то шарит, да, то в чужой, как бы, практически ничего, да, здесь же, как бы, великолепное знание всех сопутствующих традиций буддийской, джейнистской, йогических текстов, как бы, опять же, на память, как бы и так далее, классических религиозных текстов, как бы и так далее, и так далее, плюс, как бы, глубочайшее знание санскрита, сейчас недавно вышла книга в санскрит за последние две с половиной тысячи лет, от этого самого, Панини Аштадхьяи до наших дней, вот там, как бы, люди, которые внесли в изучение санскрита наибольший вклад перечисленный, описанный, статьи о них и так далее, вот, по сути говоря, из ныне живущих, один из немногих, кто вошел в эту книгу, как раз, как бы, Ваги Шастер, я думаю, что среди современных натаков санскрита, наверное, вот это в первой десятке, а может, и первой пятерке, но, кроме того, человек имеет и тантрическое посвящение, у него на стене висит фотографии и тантры всевозможные, как бы, и сейчас, как бы, в нескольких странах мира есть, ну, как бы, ветви, которые инициированы в тантрических аспектах, в Норвегии, в частности, в Германии и так далее, инициированы как раз им. Ну, и, наконец, мы переходим к йоге у нас, по крайней мере, на нашем пространстве. А, как обычно, все хорошее к нам попадает откуда? С запада. Вот, несколько знакомств с йогой будем реалистами в Российской империи произошло благодаря теософскому обществу. Все они же, спасибо им, да? И, первые книги по йоге, которые вышли в России, не считая, конечно, Багуадгиты, Багуадгиты, вот, были книги Йогра Мачарака, который, на самом деле, не был индусом, а был англичанин Уильям Аткинсон. Он практиковал йогу. Где он у кого учился, непонятно, но книги действительно хорошие. И, наверное, многие из практиков, особенно, кто начинал еще в советские годы, как бы, начинали со знакомства с йогой именно по этим книгам. Сам по себе человек тоже достаточно интересный. Он был одним из основателей движения Новое мышление, которое было дедушкой современного движения Нью Эйдж. Движение Нью Эйдж, конечно, сейчас все зафукивают и критикуют и так далее, но будем реалистами. Если бы в 60-е годы не было движения Нью Эйдж, сейчас не было бы у нас ни сексуальной революции, ни демократизации общества, а ходили бы мы в черных панталонах как бы там и так далее. То есть, движение Нью Эйдж при всей его, так сказать, вроде бы какой-то такой ну, как бы, не солидности, произвело огромное впечатление на... внесло огромный клад в трансформацию западной культуры. Родителями этого движения, если уже говорить о дедушке, да, я думаю, что были движения 30-х годов типа Либбенсборн, жизненные как бы реформы, как бы движения нудистов, натуристов, возвращения к здоровому образу жизни и так далее. То, что было характерно именно для 30-х годов. Но в конце 19-го века вот это движение Новое мышление, которое где-то как бы коммуницировалось с теософией тоже, как бы где-то пыталось коммуницировать со здоровительными системами, как-то синтезировая их на более простом уровне. Все-таки теософия это было движение чисто интеллектуальное, а внутри просто чтобы прочитать разоблаченную Зиду нужно 2-3 высших образования. Как бы не каждый себе мог это позволить. Ну так по-простому вот как бы какие-то более простые движения такие возникали. А вот Йохара Мачарака, этот самый Уильям Антонсон написал прекрасные книжки. Ну, например, я первая одна из книг, которую прочитал, была «Наука» здесь ее нет, кстати, «Наука о дыхании». Нет, есть. А, не секретная сила египетического дыхания. И по сути, говорят, даны какие-то простые техники работы с энергией, подробно описано полное дыхание йогов как бы и так далее. Ну, для того уровня это было достаточно крупно. Следующая книга. Поль Сидир. Масон, мартинист, теософ и так далее, и так далее. Практикующий мистик. Он написал массу интересных книг в самых разных областях. И одна из первых книг, которая мне довелась, она упала в руки еще в 80-е годы, когда я занимался йогой, а занимаюсь йогой давно, и в логическом этой лекции я праздную 30-летие своей практики йоги. Но, так сказать, будучи еще в затертом 80-каком-то году, будучи студентом первого курса университета, я добрался до такого счастья, как университетская библиотека. Я обнаружил там читальный зал редкой книги, в котором не было уничтожено часть йогической литературы. Потому что они попали случайно в раздел психологии. В подраздел ненаучное воззрение, в подраздел спиритизм. Когда я дорвался до этого самого, я месяц сидел в библиотеке и конспектировал, потому что ксерок тогда еще не было. Вот. И одна из первых книг, которая мне досталась, была как раз индийский факеризм или упражнения индийских йогов. Конечно, сейчас эту книгу читать отчасти смешно. Описание упражнений было просто жуткое, честно скажу. Вот. Но в конце этой книги был список из 150 йоговских трактатов, которые я нашел до сих пор не все. Хотя сейчас мой список больше 300. Вот. Но тем не менее. Как бы и основой сайта йоганет.юа как бы помните, перечень там есть текстов и так далее, стал этот список, который когда-то я прочитал и законспектировал в руки из поля седира. То есть фактически какое-то введение в йогу он так или иначе давал. Поэтому эта книга для меня, как говорится, чем-то дорога, даже эмоционально как память и так далее. Но у России, в общем, через вот эти книги Россия осуществила первое знакомство с йогой. Но в России, в отличие от Европы, был еще один путь в Тибет, на который через Бурятию, которая была традиционно буддийская, царское правительство протягивало свою лапу и так далее. И в данном случае следующая персоналия, которую необходимо знать, это Петр Бадмаев. Фамилия Бадмаев происходит, как вы понимаете, от слова падма, лотос. То есть, по сути говоря, лотос. Он бурят, может быть, даже и тибетец, который приехал в Петербург то ли по посылке бурятских лам, то ли по приглашению, история мутная. Но, по сути говоря, это человек, который зародил тибетскую медицину в России. У него был дом, который нынче снесен на Сокольниках в Москве, где были огромные участки тибетских трав. За жизнь он принял, где-то у него из дневники порядка 100 тысяч пациентов. Причем, половину пациентов он принимал платно за очень большие деньги, половину он принимал бесплатно, как бы для беды. Причем, у него был интересный график, он 40 минут принимал пациента, потом 15 минут спал, потом опять принимал пациента, спал, принимал пациента, спал и так далее. По дороге он работал, он был первым переводчиком канона врачебной науки Джудши на русский язык. Он был переведен на русский намного раньше, чем на все остальные европейские языки. Видите, первое издание, как раз здесь привел, Джудши, у меня есть репринт на это издание. Как бы, оно, конечно, хуже, чем современное академическое, но по тем временам это было гениально. Этот человек оказал огромное влияние на историю России, как и все мистики, каждый в чем-то оказал влияние. Это человек, который создал Распутина. И, собственно говоря, он был врачом личной царской семьи и врачом Распутина. И во многом, ну, есть такая версия, по крайней мере, что управлял Распутиным именно он. У него была своя политическая идея, у Бадмаева, он хотел, чтобы Россия присоединила Тибет, вот, избавив его от влияния Англии. Но, в общем, как бы не успел, не сложилось, естественно, наступила революция и, естественно, его репрессировали. Вот. Кстати, никто не знает, сколько ему на самом деле было лет. Как бы, даты написаны очень условно, потому что, как бы, по некоторым версиям ему было больше 100 лет. Ну, опять же, это версия. Но, Россия увлекалась, ой, 1873, естественно, но Россия увлекалась и другими способами Тибета. В 1899 году, Бурят, тоже по происхождению, с непроизносимым для меня именем, фамилией Цибиков, был послан в экспедицию в Тибет. До этого, этой экспедиции, никто не мог из европейцев пройти. Правда, я сейчас знаю уже историю, что какой-то английский разведчик сумел пройти. Его специально два года тренировали, с тем, чтобы он ходил исключительно одинаковыми шагами, несмотря на усталость, как бы, и возвышение или понижение. Два года тренировали. Зачем, вы думаете? Чтобы сделать карту. У него было две вещи. Это тибетская мельница, в которой была замаскирована астролябия, в которой он делал, как бы, астрономическое положение. И четки, в которых было не 108 бусин, а 100. Таким образом, он смог сделать первую карту, как дойти до Лхассы. Потому что Тибет, как вы помните, с 18 века был в закрытой территории. Они вообще не пускали иностранцев. Под страхом какого-то легкого наказания, типа сдирания кожи или что-то в таком. Вот. А с другой стороны, тибетом интересовалась Россия. Сыпиков был бурят, и кроме того, он был буддист. В этом смысле, как бы, он мог пойти в Лхассу, как тибетский паломник. И ему удалось совершить это путешествие. И вот здесь на фотографии приведена первая в истории Европы фотография, наверное, и в истории Тибета, потому что, где они там фотографировать могли, и так далее, фотография Дварцал Далай-Лама в Лхассе. Вот. Свои путешествия написал в прекрасном двухтомнике буддист-паломнику святым Тибетом. Очень интересное произведение, которое даже сейчас читается увлекательно, как бы, дает массу информации о Тибете, даже тогда, когда мы в нем уже побывали. Но, понимание русской йоги было бы неполным без понимания знакомства с йогой русской интеллигенции, прежде всего, русских поэтов. Поразительная ситуация состоит в том, что, как бы, те люди, которые относятся к серебряному веку русской поэзии, практически все так или иначе интересовались или йогой, или восточным мистицизмом. И это переживание подробно сложили в стихах. Например, Бальмонт, Константин Бальмонт, который писал «Потом молчальником я приобщился к браме и утонул в бессмертной красоте». Или его потрясающее произведение, скорее всего, вам не видно, по поводу болотных лиль. «Побледневшие, нежно-стыдливые распустились болотной глуши. Белых лилий цветы молчаливые и в хрухних шелестят камыши. Белых лилий цветы серебристые вырастают с глубокого дна, где не светят лучи золотистые, где вода холодная и темна. Не манят их страсти преступные и волнения к себе не зовут. Для нескромных очей недоступные для себя они только живут. Проникаясь мечтой, решимостью Труердаю, жить мечтой и достичь высоты, распускаются с пышностью гордую белых лилий немые цветы. Расцветут и поблекнут бесстрастные, далеко от владений людских и распустятся снова прекрасные и никто не узнает о них». О чем на сути говоря речь? Речь о символике лотоса. Белая лилия это лотос. Почему лотос считается в индийской традиции священным цветком и почему главная поза йоги называется поза лотоса? Лотос произрастает из грязи, проходит все элементы земля, вода, воздух, солнце и остается чистым. Вот по сути эту метафору Бальмонт и обыгрывает в своем стихотворении. Александр Блок «Все бытие и сущее согласно, великое непрестанное тишине, смотри туда участно, безучастно, мне все равно, вселенная во мне». Ну прекрасное описание мистических состояний. И здесь в конце исполнены прозрения, я перешел к граничную черту и только жду условного видения, чтобы отлететь в одном выпуске. Велимир Хлебников, который очень часто упоминал йогу в своих произведениях, он был поэтом-футуристом, у него есть пару поэм, которые даже, я думаю, что знакомство с йогой у него произвело тоже через Таосовское общество, антропосовское общество, но у него есть даже интересные произведения, где он экспериментировал с чакральными мантрами, есть такая поэма на Замбезе, где он экспериментирует с видами ума, соотносяя их с разными звуками. Но есть у него совершенно интересные произведения, которые явно навеяны Таосовской концепцией, например, гибель Атлантиды, который начинает со словами «Мой боги, мрачно жрец сказал, и на далекие чертоги рукою сонно указал». По сути говоря, он обыгрывает какую-то Таосовскую идею о предыдущих цивилизациях и так далее. Ну а здесь совершенно потрясающие его стихи «Звезды спасают любя глупую чуду планету, что не способна открыть лица, что призваны светом». «Боль эхом вознеслась и возвратилась эхом и стала нитью той, что тянется от звезд. Он стал одним из тех, кого зовем вечный мост». Ну, знакомство с духовной традицией четко чувствуется. Но у него есть просто и прямые собрания сочинений, и прямые рассказы о йогах и так далее. Максимилиан Волошин, он занимался двумя вещами, кроме поэзии, естественно, и этого самого. Он был антропософом и даже дважды ходил в Швейцарию пешком и популяризатором нудизма. Его два известных произведения «Блики Нагота» и «Блики Лица Нагота» явились просто идеологией нудизма. Хотя нудизм был запрещен и в России, и потом при советской власти и так далее, но в Коктебеле он всегда был благодаря Волошину. И всегда есть, и, надеюсь, будет. По сути говоря, кстати, на антропософию и на восточную философию Волошина подсадил Андрей Белый, тоже известный классик русской поэзии. Иван Фрамко, который стихотворение, посвященное Будде. Иван Фрамко был большим знатоком санскрита и перевел целые главы Махабхараты санскрита. Кстати, более того, он практически считал себя буддистом, практикующим. А подсадил его на увлечение востоком Михаил Драгоманов, который был, как вы помните, дядей Леси украинки, которая тоже великолепно знала санскрит и переводила ригведу санскрита. Это Иван Фрамко. Переводы Махабхара ты не стал здесь переводить. А вот переводы Леси украинки ригведы, моего любимого, кстати, гимна, который заканчивается словами «Кто знает, что было в тот период? Только Бог знает или не знает?» Как бы основа идеи философии Гегеля относительно того, что абсолют через человека познает самого себя. Никто во Вселенной не знает всего. Это было в 10-м мандале 129-м стихе. и многие другие стихи украинка перевела санскрита на украинский. Про Михаила Драгоманова уже рассказал. Кстати, сюда куда-то пропал Александр Глин. У него есть потрясающее произведение «Опавший лист», которое просто посвящено практике йоги. Дословно. Анна Ахматова. Сложный Худжан Худжан Хасани. Ну и мы переходим к революционному периоду. Котовский. Наверное, в детстве вы смотрели, может, уже и не смотрели, произведение из Тимура и его «Команда». Фильм. Тот старый, 30-х годов. И когда дети собрались и читали про Котовского, они говорили, Котовский, что за час перед казнью мучил свое тело японской гимнастикой. И японской, и индийской. Они ошиблись. Котовский практиковал йогу, и у меня нет этой фотографии, я ее не добыл в свое время, как бы, теперь жалею, уже не добудешь, как бы, в... Тогда не было айфонов с собой под рукой, да? Как бы, в музее истории в Москве лежал блокнот Котовского, в музее Ленина на Красной площади, лежал блокнот Котовского, открытый с названием упражнений йога. Вот. Ну, с другой стороны, если человек практиковал перед казнью, ну, надо думать, что его практика не была только хатха-йогой, да? В этом был какой-то и мистический элемент, какой-то и духовный элемент. Ну, его не успели казнить, как вы помните, то ли освободили, то ли еще что-то и так далее. Как бы, но, так сказать, момент любопытный. Два основателя одного из самых загадочных тайных обществ в истории СССР, Глеб Бокий и Александр Барчик. Это уже тюремные фотографии. Вот, Глеб Бокий был назначен Лениным на должность руководителя особого отдела ЧК. По сути, задачи этого особого отдела были две. Изучение оккультных феноменов и сбор компрометирующей информации о всей верхушке партии. Это человек, которого боялся даже Сталин. До тех пор, пока мог, так сказать, бояться. В 1937 году, конечно, Бокий атаки расстреляли, как бы, но за это время как бы, Бокий вместе с Александром Барченко, которого считал учителем, создали, так называемый, Народно-трудовой союз. Как бы, общество, которое ставило целью изучение оккультных феноменов, установление связи с Востоком, разведку на Востоке, эксперименты с психикой и эксперименты с массовым сознанием. В 1937 году Глеба Бокий арестовали. Его расстреляли чуть ли не в первый же день, как бы, потому что у него действительно был компромат абсолютно на всех лидеров партии на тот момент времени. Вот, включая самого Сталин. Как бы, это был уникальный человек, как бы, такой подлинный аскет, несмотря на, как бы, высочайшую должность, что, по сути говоря, и высочайшее влияние, он всю жизнь жил в маленькой квартирке, как бы, занимался только тем, что ему интересно, как бы, очень много практиковал, как бы, и так далее. Ну, про Барченко, человек, который, как бы, пытался послать экспедиции на поиски Шамбала, как бы, от имени официального советского правительства, как бы, и так далее. Ну, сейчас уже не буду на эту тему вдаваться, пойдем дальше. Зиана Акуневская. Йога в сталинский период. Известная актриса, любовница, наркома, этого, Ежова, по-моему, как бы, если мне извели, перья, не помню, кого из них, и так далее. Но это не помешало ей в 6 лет отправиться в лагеря. Вот, она считалась секс-символом, как бы, России. Ну, в общем, как-то так, секс-символов тоже не всегда судьба хорошая. Потом написала в своих поздних воспоминаниях, в лагере выжила благодаря морковке и йоге. Морковке, в смысле, как бы, она была сыроедом, как бы, а йога, в смысле, она ее практиковала. То есть, традиция не прерывалась никогда, даже в такие мрачные времена. Другой известный персонаж, которого выписался с женицем в архипелаге Гулах, он поменял его имя, Дмитрий Панин, который все это время в лагере практиковал йогу, именно хатха-йогу, как бы, и, опять же, благодаря этому как бы умудрился выжить. Это можно почитать у Солженицына. Не все сели. Вот, известнейшая личность Михаил Чехов, племянник Антона Павловича Чехова и ученик Станиславского, автор книги «Работа актера над собой». Вообще, сама по себе система Станиславского дословно заимствована у Штайнера. Это система театра антропософии. Как бы, но Станиславскому первая его книга так и называлась «Театральная система Штайнера». Но, потому что там очень много техник работы с энергией дано, техник работы с энергией зала, техники, которые он называл «лучи испускания, лучи поглощения», то есть излучение поглощения энергии в чакру и так далее. Но, как бы, ему намекнули уже советскую власть, что как-то антропософия не наш путь, да, и так далее. Нам нужна передовая революционная система. Станиславский был умным человеком, судя по тому, что прожил долгую счастливую жизнь, и так далее, даже при таких, так сказать, в ладыках, и «немудство и лукаво» он переименовал с темой Станиславского с темой Станиславского, передовую и пролетарскую, вот, которую мы знаем и до сих пор. Хотя на самом деле система, как бы, восходит именно к практикам антропософии. Михаил Чехов был его учеником, но кроме этого он практиковал не только антропософию, но и йогу. В его воспоминаниях он так и пишет о технике актера. Философия йога была воспринята мной вполне объективно, без надежды нового миропонимания, но и без малейшего внутреннего сопротивления. Ну и, наконец, говоря о йоге в сталинский период, нельзя не сказать об академике Борисе Леонидовиче Смирнове. Академикам надо было сказать не востоковедение, а медицину. Он был хирург. Но еще в детские годы на какой-то ярмарке, ну явно кармическая предотположенность, смотря на Махатмаганде, Махатмаганде, он купил на какой-то ярмарке учебник по санскриту, видимо, Бюльбера дореволюционный. Ему, по-моему, 10 лет было. Ребенка это увлекло. Не торопясь, он выучил санскрит. А после этого, уже став известным врачом, хирургом и так далее, естественно, его сослали в какой-то период, как и положено всякому приличному человеку в те годы, и в ссылке он занялся переводом Махабхараты. По сути говоря, его перевод Махабхараты на сегодняшний день самый полный и, на мой взгляд, самый подключичный, самый поэтический. Ему удалось даже издать Махабхарату практически еще при жизни где-то в Ашхабаде в издательстве ИЛИМ с большой буквы И. Я считаю, что на этом переводе выросло следующее поколение советских йогов, советских мистиках. В этом переводе он умудрился вставить в одном, по-моему, в Нараяне и в разделе отдельную главу, которая была сама по себе вот такой толщины, которая называлась Сангхья-йога, которая являлась, по сути говоря, учебником по йоге. С одной стороны, он описывал довольно подробную историю йоги, свой взгляд и так далее. С другой стороны, описывал вплоть до конкретных упражнений, причем упражнения были описаны очень тщательно и конкретно. А будучи врачом, он еще и описывал как бы физиологически с его точки зрения механизм влияния асаны пранаябны человека. Этот учебник, в общем, до сих пор актуален, и я думаю, что, скажем так, прочитать его, наверное, для любого практика было бы полезно, интересно, как бы и так далее. Плюс он был довольно интересным самобытным востоковедом, ну пусть и самоучкой, и достаточно интересно описал свою теорию, я его сегодня цитировал, по поводу теории вшатрийско-брахманского противостояния в Индии по поводу существования, почему существуют брахманические и шатрийские стили йоги и так далее. В общем, это был достаточно яркий и интересующийся, и, судя по описанию, явно практикующий человек. Ну, откуда он взял свои описания и упражнения, не вполне понятно, но лично мне кажется, что то, что он описывал, более похоже на стиль Шавананга, чем какой-то другой тогдашний стиль. Следующие два человека, которые внесли неоценимый вклад в развитие йоги. Да, Никита Хрущев и Георгий Жуков. Как им это удалось сделать? В 55-м году Никита Хрущев совершил уникальное путешествие. Он посетил три восточные страны Индию, Афганистан и Бирму. Но нас интересует больше Индия. Как и положено при советском строе, когда человек попадал, возникли первые связи с Индией, сразу же стало правильным и политкорректным, как мы бы сейчас сказали, интересоваться индийской культурой. И все, что связано с Индией, начали хвалить. Кроме того, к нам попали индийские специалисты. А от нас часть специалистов поехала в Индию. И начали там заниматься йогой. Но это еще не все. Хрущев, точнее, Хрущев-то Хрущев, но Жуков посмотрел на индийские войска. Его очень впечатлило, насколько подтянутый и яркий состав. И он обратил внимание, что индусы практикуют йогу. И он предложил внедрить в советских войсках что-то типа йоги, для чего были, опять же, приглашены индийские специалисты, специалисты в области йоги. Кстати, в этот же визит, точнее, не в этот же визит, а Хрущев, Жуков внедрил тогда еще одну штуку. Каратэ. До этого в советской традиции было только боевое самбо, бросковая техника. Но Жукову понравилась японская техника. Он пригласил первых специалистов по каратэ, которые стали демонстрировать в войсках эти умения и так далее. Ну, а тут уже дальше рукописи не горят, только что-то просочить. Самое интересное, что после визита Жукова в Индию в войсках был введен обязательно ежедневный индийский час, он так и назывался, который запретили сразу после его снятия с должности. Но, как всегда положено при Советском Союзе, как только что-то хвалят, сразу это и ругают. После того, как Жукова сняли с должности, после того, как Хрущева тоже сняли с должности, возникли первые гонения на йогу. Они были обусловлены не тем, что йога кому-то не нравилось, а тем, что это то, что связывалось с Хрущевым и Жуковым. Поэтому всякое их наследие необходимо было потоптать. У нас есть целая коллекция первых высказываний, некий доцент Донской, который описывает, что йога это не наш путь, так далее и так далее. Самое интересное, что все те слова, которые здесь говорят, говорят и современные ругалию. То есть про сектанство, про чужденном западному сознанию индийскую философию, про углубление в себя. Естественно, все это не имеет к йоге никакого отношения, но как бы смешно понять, откуда это взялось впервые. В 60-е годы. Я это назвал романтическая йога в 60-е годы. Тогда было все романтическое. Иван Ефремов. Его произведение «Лезвие бритвы» говорит о глубочайшем знакомстве с йогой. Впервые метафора «Лезвие бритвы» была использована где? В Катхау Панишаде. В Катхау Панишаде сказано, что путь йоги подобен лезвие бритвы. Пройти между противоположностями. Потом эту же метафору использовали в Катхау Панишаде. В Катхау Панишаде это есть Астрие. Уже более поздним средневековым, кстати, по йоге. Ефремов довольно хорошо был знаком с текстами йоги. Видимо, благодаря наличию Ленинской библиотеки и все-таки очень сильной востоковедческой школы в Советском Союзе. Но уже тогда он по сути говоря провозгласил дал некоторый новый романтический взгляд на йогу. Скажем так, на его книгах тоже воспитывалось целое поколение советских йогов. Я когда-то озадачился темой попробовать найти из каких текстов были взяты те или иные цитаты, которые приводил в своих книгах. По сути, в его книге, когда он устами героев, цитировал целые тексты. Что-то подобное как потом делал в 70-е годы Еремей Парнов, который писал атеистические книги, но на самом деле у него там есть книга Трон Люцифера, которая начинается словами «Тупые древние астрологи считали, что…» И дальше 40 страниц описания разных классических астрологических, алкеймических и прочих трактатов. А еще они козлы думали вот так-то, и еще 40 страниц. Все это издавалось в политиздате и раскупалось всеми, кто пытался что-то практиковать и так далее. Отдельно у Еврея Парнова была книга «Третий глаз Шивы», которая описывала индийские практики и путешествия по Гималаям и так далее. Что-то подобное мы наблюдали в книгах Ивана Ефремова. Но кроме этого Иван Ефремов дал новый специфический взгляд на йогу. В книгах «Час БК», «Таиса Финская» и так далее йога понималась как некоторый высочайший уровень самоконтроля человека. Даже такая романтика. Помните, «Час БК» они могли покинуть свое тело потому что человек имеет право распоряжаться своей жизнью. Волевым усилием. Красиво. Определение йоги, которое он дал в лезвии бритвы устами одного из героев, который полемизирует с индусами. Ваша йога или психофизиологическое совершенствование, как скажут ученые Запада. То есть по сути йога воспринимается как психофизиологическое совершенствование. Представляется мне крепким свинчиванием сознательного с подсознательным психики человека, железным стержнем, поддерживающим крепость души и тела, могучим зарядом энергии, делающим человека способным к высоким взлетам, тяжелой борьбе и необоримой стойкости. Для чего все это как недад для отдачи людям, помощи им в борьбе за увеличение красоты и счастья на земле. Вот взгляд на йога Ивана Ефремова. И после периода 60-х мы должны поговорить о таком уникальном явлении советского периода как эзотерическая духовка. Он написал в 60-х, 70-х и 80-х на самом деле годов. По сути говоря, почему духовка? Люди, которые занимаются той или иной духовной практикой. Я сразу переведу следующий слайд, потом мы к ней вернемся. По сути говоря, чем интересна была эта духовка? Была группа людей, которые практикуют, что попало. В каком смысле, что попало? В отрыве от традиционных систем, в условиях постоянного гнета КГБ, в условиях запрета официальной системы. Все это произвело к тому, что произошло очень сложное сплетение внутри этой духовки всех имевшихся тогда эзотерических традиций. То есть сказать, что люди практиковали, невозможно. Они практиковали и йогу, и магию, и Кастанеду, и суфизм, и экстрасенсорику, и духовное целительство, и попытки экспериментировать всех практик. Все вместе. То, до чего могли дотянуться, то и пробовали. На ком пробовали? На себе. Самым жестоким образом. Потому что советская система, она давала какие-то минусы, эту внешнюю информационную ограниченность. Я, начиная заниматься в 1880-е годы, пытался получить в университетской библиотеке труды Фрейда. Меня чуть из универа не выгнали. Потому что они в спецхране. Я ж титры, я написал беста Фрейда, написал другую фамилию. Думаю, не заметят. Ну, оказывается, там помечено. Ну, потом я добрался до этого ящика. Как бы там через руководящие элементы. То есть мне папа просто приносил, у него был секретный доступ и так далее. Он мог себе позволить как бы эти книги. И так и прочитал как бы труды Фрейда, изданные до революции еще в России. Как бы Фрейда, Юнга там, как бы и так далее. Но это был каковый геморрой, какая проблема. Я знаю в Харькове человека, которому дали 5 лет за перепечатанную книгу Кастанеды. Ну, ему правда еще приписали порнографию и так далее. Ну, подкинули как бы и так далее. Но посадили его реально. Он был Гюрджиевич, увлекался Кастанедой и так далее. Это все было в 70-е годы. Даже в начале 80-х. Он даже не успел до перестройки отсидеть. Он вышел раньше. 5 лет прошло. Своим годом вышел. Всего за то, что сейчас можно купить на любом ладке. Но люди практиковали. Практиковали и плотность практики была огромная. Причем, ну, по сути, это была высшая интеллигенция. Как бы, были свои плюсы. То есть, грубо говоря, если ты работал каким-нибудь научным сотрудником, ты мог прийти вовремя на работу, сделать за час все дела и тупо заниматься своим делом. Как бы, изучать, практиковать, передавать, перепечатывать сам издат и так далее. Как бы, ну, моя мама очень активно участвовала в сам издате и так далее. Но до сих пор лежат перепечатанные сотни страниц оккультной литературы, которая перепечатывалась, передавалась друг другу, как бы, изучалась, как бы, и так далее, и так далее. Вот в этом всем пространстве и создалась вот эта самая единая эзотерическая духовка 60-70-х. В этом пространстве закалялась, что называется, эта сталь, в этом пространстве закалялись люди в самых разных традициях, которые экспериментировали на себе и получали иногда интересные результаты. Вот кого здесь можно как бы упомянуть? Владимира Данченко, который публиковался под свиданием номер 20. Он до сих пор жив, и у него есть прекрасный портал www.silib.ru или ЮА, уже не помню, как бы трактал психологической литературы и оккультной, который он создавал много десятков лет, это его. Валерий Аверьянов, человек, который создал астральное карате. Он пытался скрестить йогу с карате, с экстрасенсорикой и создать систему уваливания человека на расстоянии, без прикосновения. Интересная самобытная и интересная тема. Он тоже как бы один из первых, кто экспериментировал с тантрическими техниками в этой традиции. Антонов, который пытался играться с синтезом йоги и христианства. Иванов, автор книги «Как стать экстрасенсом», который экспериментировал, делал первые эксперименты на себе с замораживанием, отмораживанием, сушением простыней и прочими достаточно изувердскими экспериментами. Бахтияров, который пытался в рамках научных лабораторий изучать какие-то феномены. Василий Максимов, предположительно учитель Пелевина. И, по крайней мере, человек, который оказал на него огромное впечатление. И еще на других питерских деятелях, которых не буду упоминать. Он от йоги перешел ближе к практикам дзен, медитативным практикам и т.д. В прошлом году. Игорь Калинаускас, который, по сути, пытался западную традицию исключить в суфийской. Тоша, его называют Тоша, как бы основатель кунта-йоги, который погиб в процессе своих экспериментов и так далее. Борис Золотов, человек, который первым, кто создавал в этой традиции, по сути, автор первых психотренингов, которые вначале родились из методологических тренингов Шедровицкого, а потом переросли именно в идею психотренингов. Он тоже убер в прошлом году. Я не успел с ним познакомиться, но тоже достаточно уникальный, интересный человек. И масштабы того, что он делал, даже сейчас впечатляют. Понятно, потому что ругают, конечно, как обычно, но на самом деле я общался с людьми, которые еще в 70-е годы проходили золотовские семинары. Это было что-то совершенно потрясающее, необычное, как отдушина в этом всем совковском пространстве и так далее. Михаил Перепелицын, создатель очень сильный экстрасенс, создатель такой сложной системы связи экстрасенсорики с йогой, автор нескольких книг типа «Дуплексфера», «Философский камень» и так далее. Он экспериментировал с разными способами работы с энергией, экстрасенсорными восприятиями и так далее. Каждый из людей – это как бы целое пространство. И понятно, что сейчас многое из того, что они делают, уже воспринимается как устаревшее и так далее. Но тогда это было очень неожиданно, ярко и так далее. И надо сказать, что ведь эти люди все закаленные в этой борьбе с системой, они были действительно сильными, хоризматичными и очень мощными. То есть, грубо говоря, в руках каждого из этих человек что-то доработало. На семинарах Золотова собиралось по 300 человек, и эффекты, которые достигались, до сих пор кажутся потрясающими. Вплоть до того, что человек мог за один раз научиться играть на скрипке, или за несколько часов начать говорить на другом и настранном языке. Все это в состоянии единого транса, потока и так далее. По сути говоря, то, что сейчас делает Синтон, это как бы правнук техник, например, того же самого Золотова. В общем, интересно. Каждая из этих личностей, она достойна отдельного рассказа, но мы ограничены. Уже даже не четырьмя числами, но тем не менее ограничены. Ну, по поводу интеллектуализма и романтизма скажу, что, как правило, вся эта эзотерическая тусовка, это все-таки была выше средней интеллигенции. Что и создало тоже специфическую советскую духовность. Что может сказать правовый визит в Дегендер Вахачаре в СССР и участие в его космической программе? Допозненно известно, что это было. Об этом пишут и русские журналы, и иностранные, об этом упоминается как бы в индийской прессе и так далее. Когда? Неизвестно. Известно, что в 60-е. Я не нашел. Все-таки советская секретность, самая секретная секретность. Я не нашел никаких фотографий Дегендера Вахачаре с космонавтами. Но мы точно знаем одно, что это было. И под эгидой подготовки к космической программе Дегендер Вахачаре, приехав в Советский Союз, открыл первую группу йоги. Ну, классической йоги. Он давал уроки. Куда, естественно, в группе попали не только космонавты, но и люди, которые имели отношение к космической программе. Будь то профессор Бродов, один из классиков йоги, я вам потом покажу. Или мой учитель Геннадий Григорьевич Саценко, который тоже работал в космической программе, занимаясь разработкой какого-то инженерного оборудования. В этом смысле, когда мы смотрим, как бы, ну, сейчас в нашей школе хатха очень сильно изменилась, пополнившись арсеналами другие школы и так далее. Но классические упражнения из школы Геннадия Григорьевича напоминали дополи Сукшмавяму, но книги Сукшмавяма тогда еще не вышло, когда эти упражнения давались школе. И мы их записывали под запись. Малые пранаямы, стоячие бхаастрики, специфические мудры – все это абсолютным образом было заимствовано из школы Тиренда Брахмачарь. То есть, в этом смысле, как бы, ну, если родителями нашей школы является школа Геннадия Григорьевича Саценко, то внуками нашей школы является школа Тиренда Брахмачарь. Вот такая забавная преемственность. Вот. Но от вот этой группы, которая в звездном городке создал Тиренда Брахмачарь, как бы пошло очень много школ. И я говорил, что если на западе основными школами являются все-таки Айенгар и Ватапхи Джойс, то в российском пространстве намного более влиятельными всегда школами, более значимыми, известными были школы Шивананды и Тиренда Брахмачарь. Хотя они всегда упоминали, собственно говоря, их происхождение. Итак, поколение классиков советской йоги. Вот эти четыре человека заложили фактически фундамент всей йоги, которая есть сейчас, как бы сосредоточив на себе основные, что называется, йогские потоки. Василий Бродов. Человек, который профессор, востоковед, который пересекался, по всей видимости, тоже Тиренда Брахмачарь. По крайней мере, такая информация проскакивала. Ну, опять же, я с ним не знаком лично, он умер достаточно давно. И, кроме того, ему довелось таки съездить в Индию и поучиться там. Анатолий Зубков, человек, которому удалось попасть в Индию и поучиться там в традиции Шивананды. И стать первым популяризатором, ну, может, вторым после Бродова, популяризатором йоги в СССР. Геннадий Стаценко, собственно, мой учитель, который, как бы, познакомившись с традицией Тиренда Брахмачари, с 60-х годов начал вести свою группу, как бы, потихонечку, как бы, синтезируя другие элементы этой самой эзотерической духовки, создал свою собственную самобытную школу. Лев Тетерников, первый советский тантрик. Его традиция идет от какого-то йога еще с сталинских времен, но я ничего не знаю про этого человека, поэтому не стал приводить его фотографию. Но, как бы, благодаря этим людям есть вся йога, которая сейчас есть на территории всего СНГ. В 70-м году при поддержке как раз Василия Бродова вышел известный фильм «Индийский йоги. Кто они?». Можете посмотреть на YouTube. Сейчас в чем-то смотрится смешно, а в чем-то и неплохо. Конечно, мнение узорных советских ученых, которые с глубокими выводами размышляют о йоге, немножко смешит. Но путешествия в Индии, где показаны тщательно всякие йогские процедуры и так далее. Очень многих вдохновила на йогу. И фактически легитимизировала вообще идею практики йоги в советском пространстве. Вот популятор йоги Василий Бродов, который описывает свое переживание, что он с фронта вернулся очень раненым, больным и так далее. Но после несколько десятков лет йоги, в 78 лет, чувствует себя прекрасно. Он зашел низкой клавею с индийскому народу и за то, что он дал человечеству. Ну, параллельно надо было бы, наверное, сказать о популяризаторе здорового образа жизни. Юрия Николаев, популяризатор идеи голодания, который был последователем Порфирия Иванова, но, будучи врачом, доктором наук, создал первую клинику голодания. И фактически то, что мы сейчас в йоге знаем о голодании, во многом мы знаем благодаря его эксперименту. Правда, он назывался не голоданием, а лечебно-разгрузочная терапия. Очень интересный человек. Еще один чертей в фотографии здесь нет, Владимир Андреев, но тем не менее. Итак, Зубков. Сверху нарисован его учитель из традиции Шавананды и одна из его статей. Он пытался публиковаться где только можно, в науке жизни, в юности, в литературной газете. В общем, в куче мест он везде плавно гнул свою линию. Причем сказать, что он был большим специалистом по йоге, честно говоря, вряд ли. Сейчас, как говорится, получить такой уровень йоги не очень сложно. Но медленно, шаг за шагом он привычал советский народ к тому, что йога – это неплохо. 1973 год. Первый советский тантрик. Тетерников. Лев Тетерников. Видите, он же один из основателей парной йоги. То, что сейчас называется акра-йогой, во многом разработка Тетерникова. По сути, этот человек, который создал идею о том, и стал проповедовать ее тогда, в 70-е годы и 80-е, что секс, эмоциональность, любовь не противоречат духовному развитию. Наоборот, только через постижение своей сексуальности возможно подлинная духовность. Тогда это казалось не просто революционным, а просто эффектом разорвавшейся бомбы. Его семинары по нынешним временам абсолютно целомудренные. Тогда казались чудовищными. Когда люди делали не только похлопывания себе, но и похлопывания друг друга. А уж идея о том, что ты можешь смотреть в глаза партнеру, тоже казалась почти оргией. За что его, конечно, многое ругали. Но, тем не менее, он внес огромный вклад в советскую йогу. Геннадий Стаценко. Человек, который в 89-м году создал вообще беспрецедентный эксперимент. Он попробовал создать учебное заведение, в котором тренировать йогу по 5-дневной неделе. Московскую, а потом Харьковскую академию йоги. В участии этой академии Харьковской принимал участие и я. Идея у него была совершенно поразительная. Это был 89-й год. Вообще непонятно, шок к чему и так далее. Он сказал, давайте все соберемся и поменяем все знания. В первый набор академии пришло 500 человек. Практически никто из пришедших не был, чтобы чем-то не занимался. Там были экстрасенсы, практикующие целители. Самые странные йоги всех мастей и так далее. И мы между собой начали тереться, обсуждать, играться, экспериментировать, обмениваться знаниями, пробовать сами на себе, друг на друге и так далее. По сути, академия находилась на пике года 3-4. Потом, когда начался развал Советского Союза, все это стало драматично, непонятно по-новому и так далее. Но этот эксперимент дал огромный вклад в формирование всей современной йоги и вообще картины мира. Я бы сказал так, что, наверное, сейчас из старого поколения, моего, например, поколения, нет ни одного человека, который или не учился бы в школе Стоценко, или каким-то образом бы с ней не пересекался, получив какие-то знания подключки через третьих лиц. То есть в этом смысле это действительно человек, который сделал колоссальный вклад в популяризацию, в глобальную популяризацию йоги. Все-таки как бы тот же Зубков, он вел маленькие группы по 10-15 человек и так далее. Но школа Геннадия Григорьевича была колоссальна. Она только по городам имела порядка 60 филиалов. И это была именно школа. То есть люди обменивались знаниями между собой, а не просто был инструктор и учитель, который как бы чего-то давал. И в этом была как бы методическая база, которая постоянно совершенствовалась и так далее. Да, потом уже в 90-е годы как бы произошел постепенный спад, как бы и так далее. Хотя, в принципе, ему и сейчас 87 лет, как бы каждую субботу-воскресенье он проводит семинары часов по 6, как бы и так далее. А остальное время как бы преподает в институте, как бы и так далее. И прекрасно себя чувствует. Это тоже о чем-то говорит. Вот он на этой фотографии, сделанной 25 лет назад. По-моему, я еще участвовал в этой фотографии, как бы и так далее. Вот сейчас мы будем идти в Сент-Антис. Ну это тоже о чем-то говорит. Так. Легенды советской йоги. Станислав Курилов. Спортсмен, йог-интеллектуал, как про него сказали. В 1974 году этот человек решил эмигрировать из Советского Союза. Он был невыездным. И единственный способ эмигрировать для него был следующий. Он выпрыгнул с корабля, который проплывал мимо Филиппин. И три дня плыл. Для этого он поголодал. Кристин ее. Правда, потом кристинный советский человек бухнул. Проплыл между работающих винтов. Потому что он был океанограф. Он совершал круиз, который не сходил ни в один порт. Это чисто советские вещи. Вам, наверное, не понять. И дай Бог, нам никогда этого больше не увидят. Но он проплыл двое с половиной суток. С собой у него не было ни воды, ни еды. Зато были акулы, конечно. Но акулов не боялся. Потому что он сделал себе небольшой амулетик, на котором нарисовал какие-то янтры. И которое, безусловно, акулов пугало. Акулов пугало вопросов нет. Он доплыл. Он промазал мимо того острова, к которому плыл. Потому что по звездам ориентироваться на полового оказалось сложнее. Проплыл к другому. На Филиппины. И тем самым стал первым советским йогом-эмигрантом. Он потом написал великолепную книгу «Один в океане». Очень рекомендую вам ее прочитать. Ну или хотя бы просмотреть. Погиб он тоже героически. Уже в глубокой старости он был океанографом. Он полез с аквалангом распутывать какое-то оборудование, которое запуталось в сетях. Запутался тоже и помер. Видимо, океан все-таки забрал свое спустя много лет. Но его описание его первых мистических переживаний и так далее. Чрезвычайно интересная. Эта книга, по-моему, в чем-то актуальна до сих пор. Георгий Витцин. Если бы я не занимался йогой, то мои роли в кино не были бы столь успешными. Алексей Котков, еще одна легенда советской йоги. Будучи в молодости последователем Порфирия Иванова, он заинтересовался проблемами терморегуляции. Но подошел он к ним научно. Это был первый человек, который стал исследовать проблемы йоги, туммо и так далее на себе. Ну, из экспериментов, которые он делал на себе, например, он пробыл в таком вот виде, в камере при температуре минус 60 градусов в час. Совместно с академиком Агаджаняном он написал известную книгу «Резервы нашего организма». Погиб он тоже героически или трагически. Он ставил эксперименты на Эльбрусе, какие-то секретные, от какого-то военного учреждения и так далее, и замерз все-таки. То есть там была какая-то буря, в общем, как говорится, оказалось, что голышом на Эльбрусе не очень хорошо. Но это неважно, смеяться над этим невозможно, потому что это действительно человек, который пробовал понять. Он пробовал понять, как и работает йога туммо. И во многом работы нынешнего известного классика Минвалеева, они, в моем понимании, навеяны и инспирированы, вдохновлены как раз вот этим самым Алексеем Котковым. 1989 год – год трагичный и драматичный в жизни советских йогов, потому что они впервые решили объединиться. Уже, по крайней мере, не стало так драматично, уже перестали гонять. Я начинал заниматься, по сути, в 1985-м и так далее, и у нас старосты регулярно вызывали в КГБ. И спрашивали, чем вы там занимаетесь. И чтобы нас не спрашивали, мы раз в месяц меняли регистрацию. Мы были клубом любителей бега, клубом любителей здоровья, группой аутогенной тренировки, клубом каких-то натуралистов, как бы, в общем, выживали. Что делать? Заниматься-то хотелось? Но в 1989 году стало чуть полегче, перестройка и так далее, и советские йоги попробовали объединиться в ассоциацию йогов. Событие это драматичное и негативно оказавшее влияние на всю последующую йоговскую жизнь в нашем пространстве, потому что на первой же ассоциации объединиться не удалось. Увы, люди, воспитанные в советский период, в чем-то искалеченные советским периодом, как бы не поняли главного, что ассоциация это все-таки пространство для того, чтобы помогать друг другу и облегчить свою жизнь. Мы все равно привыкли к тому, что если мы объединяемся, то у нас должен быть генеральный секретарь, единственная верная линия, единственная традиция, единственный способ сертификации и так далее. Все это как бы привело к тому, что на первой же йоговской ассоциации возник такой вот раскол. И возникла не одна, а сразу две йоговских ассоциации. Одна ассоциация была возглавлена Геннадьевичем Стоценко, вот у меня осталось раритетное удостоверение, мне его должны были выдать, но я попросил себе сухую. Вот, как бы, экологический фонд СССР, всесоюзная ассоциация йогов. Эта корочка была напечатана в 89-м году. И вторая книжка, тоже раритетная, ассоциация йогов СССР, которая возглавлена вначале Бродов, а потом Перепелицем. Вот, по сути говоря, этот такой, как бы, печальный раскол, который был исключительно обусловлен, мне кажется, даже, как бы, люди, практиковавшие йогу, все равно оставались это в рамках советского сознания. Они, как бы, где-то недопоняли европейские ценности, где-то недопоняли, как бы, сути демократии, как бы, флюрализма, как бы, идеи и так далее. Он где-то витает над йоговским пространством до сих пор, как бы, и, в общем-то, как бы, необходимо, конечно, его уже снимать, как бы, и как-то простить все друг другу и так далее. Потому что даже тот, как бы, гон, который иногда встречается на йогах и сайтах друг на друга, на самом деле, потому что, как бы, наши дедушки или отцы, да, или учителя, как бы, и так далее, как бы, тогда поругались, как бы, и, ну, как бы, эта тень, как бы, влияет до сих пор. Ну, думаю, что, как бы, понимая это, мы уже можем, как бы, двигаться дальше. Ну, парадокс этих ассоциаций йоги состоял в том, что они были созданы в 89-м году. Прошло два года, и они стали никому не нужны. При мне Тетерников предлагал Стоценко отдать ему свою ассоциацию. Давай я тебе просто отдам. Да, туда, там, камни летели, как бы, и так далее, и так далее. А Геннадий Иванович говорит, а зачем она мне уже? Уже не нужна была, да, как бы, уже все это, как бы, себя исчерпало, как бы, стало неактуальным, как бы, и так далее. Что, в общем, очень хорошо, да. Помните, я говорил в науке, был такой известный ученый Гейзендер, который говорил, как приходит новая научная школа. Две научные школы спорят до хрепоты, а потом приходит новое поколение, которому все понятно самого бежа. Ну, что-то подобное и произошло, но, тем не менее. И на стыке веков, в 90-е, начало 2000-е, приходят новые, как бы, звезды йоги, йога-тичеры, как они себя называли. Я терпеть не могу это слово, но им самим оно нравится, поэтому, я думаю, что мы имеем право так называть. Сидерский, Лапа, Бойко и Лапин. Ну, я думаю, что нет смысла рассказывать про каждую этих персонали, вы прекрасно их знаете, да. Андрей Сидерский, по сути говоря, синтезировал, ну, создал свой самобытный стиль йоги, синтезировав йогу. Боевые искусства, которыми он до этого глубоко занимался, плавческие какие-то практики и техники Кастанеды, как бы, которыми он увлекался в молодости, будучи одним из первых переводчиков Кастанеды на русский язык. Андрей Лапа, киевский, как бы, тоже инструктор, как бы, создал тоже стиль, который, как бы, смешивал в себе элементы техник карате, йоги. На основании этой смеси он создал то, что он называл танцем Шивы. Как бы, позднее он, как бы, увлекся буддизмом кармакагио, как бы, стал синтезировать практики буддийские, как бы, сюда. Ну, как бы, он, может быть, чуть менее известен, чем Андрей Сидерский, как бы, но, тем не менее, тоже, как бы, в тот период внесший большой вклад, как бы, в развитие йоги. Виктор Бойко, московский практик йоги, который создал тоже специфический стиль, который произошел в его понимании Тайенгара, но он, как бы, положившись на русский перевод островской рудой йоги Судре Патранжале, воспринял по-своему понимание Читаврита Неродхи и построил технику йоги, основанную на глубоком-глубоком расслаблении. И упражнения, которые он делал, они все были построены на очень-очень глубоком, как бы, расслаблении. Ну, это интересный, достаточно, как бы, в свое время стиль, как бы. И, наконец, Андрей Лапин, как бы, второй советский тантрик, да. То есть, скорее, он, конечно, не йога-тычер, хотя он тоже практиковал йогу, а специалист по тантре, создатель известнейшего тренинга «Прикосновения», а также еще нескольких таких глубоких тренингов, где он пытался, как бы, опять же, развивать чувственность, развивать, как бы, аспект сексуального переживания, как бы, анахатного переживания, эмоционального посыла к другому человеку, как бы, взаимное чувствование друг друга, по сути говоря, через техники тотального проживания. Ну, по сути говоря, он пытался, как бы, реконструировать где-то какую-то новую советскую тантуру. Потом на какое-то время он исчез, как бы, из... он много путешествовал, сделал несколько интересных фильмов по поводу путешествий, еще в те 90-е годы, или, в начале даже 2000-х, может быть, уже. Потом он на какое-то время исчез, сейчас проводит язык и семинары, читает лекции и так далее. Если попробовать понять, что произошло в этот период, на рубеже 100-летий, какие тенденции были в йоге, что дали нам, как бы, эти люди, то я бы сказал следующее. Ну, первое, появление возможности свободного обучения, как в Индии, так и в западных школах. Конечно, если вспомнить советские годы, когда каждый кусочек информации вырывался из-под тяжка, каждый... все нужно было посмотреть, узнать, у кого-то спросить, как бы, и, там, любой кусочек информации, это было просто счастье, да, то возможность просто поехать в Индию, в Майсор, в школу Шабаришекеш, как бы, там, в Пуну, Каингару, и посмотреть, позаниматься с ними, как бы, и так далее, ну, это просто стало счастье, да. И все, кто мог, сразу поехали, да, а кто не мог, как бы, все равно поехали. Вот, как бы, и, фактически, как бы, мы, наконец, вышли из этого ситуации, из этой ситуации информационного вакуума, как в области йоги, так и в других областях. Те же книги, там, как бы, по психологии, те же книги, так сказать, древние первоисточники, которые раньше лежали в спецкранах, стало возможным читать. Да, появилось и много макулатуры, как бы, и так далее, но хорошие книги тоже появились. И начать, надо сказать, появились хорошие. Дальше. В этот период, этот период характеризуется существенным повышением уровня хатха-йоги. То есть, все-таки, йога, которая была в застойные годы, сам факт, что ты занимаешься йогой, уже безумно радовал. Даже если ты делаешь, что неправильно. Но когда появился, как бы, вот в этот период, в йогу пришли все-таки не интеллигенции, а спортсмены, которые принесли спортивный подход, спортивные подключки, идею глубокого занятия телом, ну, если сравнить йогу 70-х или 80-х с йогой 90-х, ну, реально, это небо и земля. Вы себе не представляете, насколько изначально, как бы, простые упражнения делали, так сказать, в йоге, как бы, и как коряво все это делалось, и как не понимались многие ключи, как бы, там и так далее. Демооргинализация. То есть, если раньше йога всегда была подпольная. Вот известный телеведущий Дроздов, ведущий передачу «Верия животных», который был глубоким практиком йоги, подпольно, он у него есть воспоминания, как он подпольно, тайно ходил в зал, вечером он открывал сторож, они практиковались, какой-то студент мединститута, который с родителями в детстве жил в Индии, и чему-то там научился, давал им йогу, и это давало какую-то отдушину, как бы, и так далее, и так далее. Йога, наконец, вышла из подвала, она пришла в нормальные залы, стала возможным заниматься этим легально, официально, рекламировать этого и так далее. Но негативным эффектом этого стало масштабление. То есть, появились йога, там, на уровне фитнес-клубов, как бы, на уровне каких-то простых, как бы, элементов, когда человек, там, посмотрел, бывший спортсмен, там, или еще кто-то, потому что, в принципе, упражнение сложное, в принципе, вроде выглядит несложно. Попробовал, поделал, нормально. Фигурка нормальная, гибкость нормальная. Ну, как бы, и такой эффект тоже произошел. Ну, и, наконец, возник эффект профессионализации йоги. То есть, как бы, до какого-то периода предположить, что йога может быть профессией, даже предположить нельзя было. Это могло быть только статью. Ну, вот, как бы. Но, как бы, и, естественно, повышать свой профессиональный уровень, как бы, общаться с себя подобными было довольно сложно. В 90-е, наконец, это стало возможным. Вот такой, как бы, переворот в мире йоги. Ну, в 90-е, начале 2000-х. В это же время произвели первые исследования по йога-терапии. И в нашем пространстве нужно отдать должное, как бы, Ренаду Минвалееву. Вот, видите, экспериментирует тоже с холодом, как бы, по-моему, до сих пор развлекается этой темой. И так далее. Который перевел первую, вообще, в историю книги по серьезной йога-терапии, а именно Гидриха Эйберта, физиологические аспекты йоги. Как бы, и Сергея Агапкина, который попробовал синтезировать современные медицинские знания, ну, простейшие, какую-то фенотипизацию, как бы, там, типов совместить, как бы, допустим, представление крэчморовских, его типах дела, там, астенические, атлетические, пикнические, с аюрведическими, вата, пита, капха. Как бы, попробовать изучить влияние йоги на симпатическую и парасимпатическую нервную систему. Как бы, провести какие-то первые исследования по повышению и понижению давления, как бы, в асанах и так далее. Вот, как бы, два этих человека, как бы, заложили начало научной йога-терапии. Менавалеев сейчас, как бы, продолжает какие-то исследования, Агапкин больше ушел в телевидение, как бы, в шоу-бизнес и так далее, но он, тем не менее, проводит интересные еще семинары, правда, значительно реже. В общем, тоже два таких интересных, две интересных персонали. Ну, и, наконец, говоря уже о современном мире, можно сказать следующее. Уже бесполезно говорить о йоге на Украине, или йоге в СССР, как бы, или в СНГ, потому что все-таки мы живем в глобализированном мире, мотаемся, как бы, по миру, если не физически, то хотя бы виртуально в интернете. И поэтому правильно говорить о современных тенденциях, я бы сказал так, последних тенденциях последних пяти, максимум семи лет йоги в мире. Ну, какие бы тенденции я отметил? Повышение значимости школ и профессиональных центров, йога-центров. То есть образ фитнес-инструктора, который занимается и фитнесом, и пилатесом, и аэробикой, и заодно йогой, отходит в прошлое, потому что, чтобы чем-то заниматься, нужно заниматься не только серьезно, но нужно заниматься внутри школы, внутри традиции. То есть там, где есть другие люди, которые изучают этот же самый вопрос, самых разных сторон, которые подгоняют друг друга, которые делятся информацией и так далее. Еще большая профессионализация. То есть большая часть современных йога-инструкторов все-таки профессионалов в своей сфере. То есть, которые занимаются этим, ну, по сути, 24 часа в сутки. Международное сотрудничество. Возникновение огромное количество йога-конференций самого разного уровня. Начиная от конференций популярных, типа прошлогодней и позапрошлогодней конференции в Барселоне, традиционные уже, где съезжается огромное количество йога-тычеров, обмениваются какими-то идеями, представлениями, проводят друг другу мастер-классы, там, как бы, тусят вместе и так далее. И заканчивая конференциями, ту, которая, допустим, в позапрошлом году была в Вене, или что, даже позапрошлого, в прошлом году, Йога-ин-трансформейшн, где именно научный бомонд, суровая, как бы, мастер-классическая венская школа, приглашенные люди из Оксфорда, из Мичиганского университета, изучают утонченные и сложные нюансы йоги. Там был и Малинсон, и Синглтон, и Вуястик, и все, как бы, прочие классики, как бы, этого дела. Эдгар Лейтон, как бы, люди, которые углубились в эту тему, как бы, по-настоящему с профессиональной, с научной точкой зрения. Собственно говоря, я бы даже сказал, шестой пункт, я бы говорил, что научные исследования в области йоги являются некоторой современной тоже тенденцией. Вот я приехал в конференции из Питера по эзотериологии, и скоро будет еще одна конференция, куда приедут представители, допустим, нидерландской школы. По сути говоря, вот в Нидерландах и в Питере открыты отдельные специальности высших учебных заведений. История западного эзотеризма, история восточного эзотеризма. Это высшее учебное заведение. То, что Арсентем пробовал делать в 89-м году, сейчас уже делается, да, как бы, во всем мире, да, где становится понятно, что эзотерику нужно изучать системно и научно. Опять же, возникло много научных школ, которые изучают йогу, причем, как бы, не только снаружи, но и изнутри. Ну, в общем, замечено такое, что большая часть высшего научного бомонда, скажем так, имеет те или иные посвящения к ахмирскому шивоизму. Вот, вот, где все тантры практикуют. Ну, это не так публично, как бы, там и так далее, но, тем не менее, заметно, да, как бы, по разговорам и, как бы, по обсуждениям. Как бы, ну, вообще, как бы, весь этот научный бомонд, он переплетен между собой невероятно, как бы, плотный. Я, по-моему, давал фотографию Манье Вильямса, сделанную Льюисом Кэрролом, но еще более удивительная вещь, например, там, дочка Карла Маркса была замужем за вице-президентом Тайосовского общества. Понимаете? И так далее. Вот ощущение, что, и сейчас, когда я там общаюсь вот в этом, как бы, в интеллектуальной среде, которая занимается исследованием йоги, вот ощущение, что, как бы, там, ты общаешься, там, я был в Хейдельберге, допустим, летом, да, и там, как бы, нам провел одно занятие, там, один чувак, как бы, говорит, ну, я полетел куда? В Варанасе. В Варанасе у нас там такая-то конференция. А с кем? С кем? А я же вас знаю. Там и так далее. А завкафедра, блин, так он же учился у моего учителя в Агеша Шастре только когда, в 89-м году, вместе с Марком Ячковским, елки-палки. А я смотрю произношение знакомое, вот в санскрите что-то угадываемое варанасийское, как бы, и так далее. И вот это ощущение, как бы, единства, вот этой интеллектуальной, интеллектуальной, научной, такой, вокруг йоговской тусовки, оно, конечно, потрясает, да, вот, действительно, ну, тусовка вообще европейских интеллектуалов, которые определяют, собственно, движение человечества, она действительно довольно узкая. Больше интерес к истокам. То есть, по сути говоря, если, там, прочтение йога-сутры, там, условно, в 90-е или 2000-е годы было роскошью, да, и дальше третьей строчкой мало кто прочитал, будем реалистами, да, то сейчас как-то это просто как-то элемент культуры для инструктора йоги, для практикующего йога, да. Все больше людей действительно интересуются санскритом, пытаются изучить санскриты первоисточники. Это тоже становится уже каким-то, ну, как бы, элементом профессионализма, как бы, понимание классических трактатов становится, опять же, не лишним каким-то, или просто, ну, там, что-то они писали, да, а понимание именно ретроспективной истории йоги становится очень важной тенденцией. И это видно, как бы, не только в нашей школе, как бы, но и вообще в мировом сообществе, когда я, там, общаюсь с питерскими, как бы, представителями, тем же Пахомовым, там, и так далее, или, как бы, или, там, в Индии, как бы, или в Вене, да, вот все равно, как бы, есть общий, общий мировой интерес к истоке. Как бы, йога снова возвращается к своим наиболее глубоким истокам. И это интересно по-настоящему, да. Ну, и, наконец, развитие йога-терапии. Опять же, в данном случае будут тоже, как бы, являются где-то пионерами и новаторами, но вот сейчас, допустим, наши йога-терапевты едут, там, в Амстердам, как бы, там, как бы, будет мощный научно-психо-йога-терапевтический свешим. Как бы, какие-то конференции проводят в Америке постоянно по йога-терапии. То есть, в Америке открыли первую клинику, посвященную именно йога-терапии, как бы, и так далее. То есть, по сути говоря, подход научный к йоговским знаниям и является, ну, может быть, еще одной из современных тенденций. Ну, и, собственно говоря, мы, как бы, Украинская Федерация Йогов, наши инструктора, наверное, как бы, являемся, как бы, тоже воплотителем всех этих тенденций. Сходя из сказанного мной, могу сказать следующее, что вот если мы бы попробовали нарисовать дерево йоги когда-нибудь, да, то оно бы выглядело бы вот так. Собственно говоря, это и есть любимое дерево йогов, баньян. Или фикус Бенджамина, да. Видите, как бы, у этого дерева есть ветки, есть крона, есть корни. Но где ствол, где ветка, где крона, где корень, уже не поймешь. Все настолько переплелось, настолько все традиции впитали в друг друга, перемешались, обвились друг об друга, пустили свои собственные корни к истокам, как бы, что, фактически, это уже не дерево, это целый лес, да, но который дает нам прекрасную тень и возможность практиковаться. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо. И большое спасибо всем, кто принял участие в организации этой лекции, и тем, кто участвовал в рекламе, Ульяне, Лили, и технической группе Жени, как бы, и всем инструкторам, которые, как бы, тоже приняли участие в тех или иных аспектах, как бы, создание этой лекции, потому что для нас это тоже был первый опыт, и создание такой крупной, масштабной, открытой лекции, и, по сути, онлайн-трансляции, которые, как вы видите, принимало участие в среднем, в каждый момент порядка полутора тысяч человек, как бы, так что мы присутствовали здесь в довольно большом и приятном коллективе. Ну, я даже не знаю, задавайте сакраментальную фразу, есть ли вопросы. Думаю, что, наверное, сложновато будет сейчас отвечать на вопросы, но, так сказать, если таковые все-таки пришли и созрели, я думаю, мы увидимся не последний раз, поэтому на вопросы отвечу в другой раз. Еще раз спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.